Джек Уэлч и Сьюзи Уэлч. Победитель. Великолепный самоучитель для тех, кто мечтает завоевать мир бизнеса. Бизнес Тодей. Посвящается тысячам мужчин и женщин, которые интересуются бизнесом и задают мне вопросы. Доходы, полученные от продаж этой книги, автор жертвует на благотворительные цели. Введение. Каждый день возникает новый вопрос. «Закончив работу над автобиографией, что оказалось довольно увлекательным, но безумно тяжелым делом, которым я занимался в перерывах между основной работой, я дал себе зарок больше никогда не писать книг. И все же я его нарушил. Если этому и есть какое-то оправдание, то оно состоит в том, что в мои планы действительно совершенно не входило написание этой книги. Просто идея возникла сама собой. Если хотите, это был своего рода подарок к пенсии, полученный от десятков тысяч замечательных людей, с которыми я познакомился уже после того, как покинул General Electric. Людей энергичных, любознательных, решительных и амбициозных, которые настолько любят свое дело, что задают мне самые разнообразные вопросы. Чтобы на них ответить, мне надо было всего лишь разобраться в собственных знаниях, упорядочить и систематизировать их, и воспользоваться теми историями, которые рассказали мне эти люди. Вот так и началась работа над этой книгой. Вопросы, которые я намерен затронуть в первую очередь, были заданы мне еще в конце 2001 года, во время зарубежной поездки, предпринятые для продвижения на рынке автобиографии, а также в течение большей части 2002 года, когда я находился под впечатлением тех рассказов, в которых люди с симпатией отзывались о General Electric. От Атлантического и до Тихоокеанского побережья США, да и во многих других странах мира, мне рассказывали трогательные истории из личного опыта работы в этой компании, или о событиях, случившихся с их сестрами, отцами, тетушками или дедушками, когда те были сотрудниками General Electric. Но слушая все эти истории, я, помимо прочего, был поражен тем, насколько стало больше людей, желающих знать, как правильно заниматься бизнесом. Выступая по радио, мне приходилось отвечать на многочисленные звонки слушателей, которые просили подробно рассказать о принятой в General Electric системе дифференциации работников в зависимости от эффективности их работы на три категории, и в соответствии с этим, либо продвигать их вверх по служебной лестнице, либо избавляться от них. Люди, которые приходили на мои встречи с читателями, хотели узнать, был ли я искренен, когда говорил, что в каждой компании глава отдела по работе с персоналом должен играть роль, значение которой сравнимо, по меньшей мере, со значением роли финансового директора. Я говорил это совершенно искренне. Во время моего визита в бизнес-школу Чикагского университета один магистр делового администрирования из Индии попросил меня более подробно объяснить, каковы критерии оценки высокой эффективности труда. Мне продолжали задавать подобные вопросы и после упомянутой зарубежной поездки. Мне задавали их в аэропортах, ресторанах и лифтах. Однажды неподалеку от Майами-Бич, какой-то парень-серфингист подплыл ко мне, чтобы спросить мое мнение по поводу появившейся у него возможности вести франчайзинговую деятельность. Но в основном вопросы возникали в ходе почти 150 встреч, проходивших в формате вопрос-ответ. Я проводил эти встречи в течение последних трех лет во многих городах мира, от Нью-Йорка до Шанхая и от Милана до Мехико. Во время этих встреч, на которых собиралось от 30 до 5000 участников, я сидел на сцене вместе с ведущим, обычно журналистом, специализирующимся по теме бизнеса и пытался ответить на все вопросы, которые мне подбрасывала аудитория. А подбрасывала она самые разнообразные вопросы. Как справиться с китайской конкуренцией? Как найти хорошую работу? Как осуществить программу «Шесть сигм»? Как подобрать хорошую команду? Как руководить в периоды нестабильности? Как уцелеть в ходе слияния и поглощения компаний? Как выработать беспощадную для конкурентов стратегию? Что мне делать, спрашивали меня, если я добиваюсь замечательных результатов, но работаю на ничтожество, которому похоже на это наплевать? Или если во всей компании только я считаю, что нам необходимы перемены? Или если составление бюджета в моей компании является чистой воды фикцией? Или я намерен наладить производство нового замечательного товара, а начальство не желает предоставлять мне ни свободы действий, ни требуемых для этого ресурсов? Что мне делать, спрашивали меня, если руководители моей компании фактически скрывают истинное положение дел? Если я вынужден отпустить одного сотрудника, стиль работы которого мне нравится, но у которого уже больше нет сил здесь работать? Если я должен помочь своему коллективу преодолеть кризис, в котором мы находимся вот уже год? Были вопросы и о том, как удовлетворить такие взаимоисключающие потребности, как воспитание детей, карьера и прочие виды деятельности, которыми вы хотите заниматься. Например, игра в гольф, ремонт дома или сбор пожертвований во время предвыборного марафона. Были вопросы и о том, как воплотить в жизнь мечты и не нажить себе врагов. Мне задавали вопросы о макроэкономических тенденциях, о новейших отраслях производства и о колебаниях на валютных рынках. Мне приходилось отвечать буквально на тысячи вопросов, но в большинстве случаев все сводилось к одному. Что нужно для того, чтобы добиться успеха? Как раз об этом и написана данная книга. По всей вероятности, ни один другой вопрос не смог бы заставить меня вновь взяться за перо. Ведь я считаю, что добиться успеха – это великое дело. Подчеркиваю, не просто хорошее, а именно великое. Успех в бизнесе – это великое дело, потому что, когда его добиваются компании, люди улучшают свое материальное положение и достигают более высокого профессионального уровня. Повсюду и для всех появляется больше новых рабочих мест и больше возможностей. Люди с оптимизмом смотрят в будущее. У них появляются средства, необходимые для того, чтобы отправить ребенка в колледж, получить более качественное медицинское обслуживание, купить загородный дом и обеспечить себе безбедную жизнь после выхода на пенсию. Кроме того, успех открывает перед ними возможность отдать долги обществу не только посредством выплаты более высоких налогов, но и с помощью предоставления ему других, гораздо более важных услуг. Они могут пожертвовать свое время и средства в пользу благотворительных организаций и безвозмездно работать в качестве наставников в школах бедных городских районов. Успех поднимает на более высокую ступень каждого, кого он затрагивает. Он просто делает мир лучше. С другой стороны, когда компании терпят неудачу, все испытывают это на себе. Люди ощущают страх. Их финансовое положение становится более шатким и у них меньше времени и денег для того, чтобы сделать что-нибудь для других. Они могут лишь волноваться и расстраивать своих близких. К тому же, если у них нет работы, то они платят небольшие налоги, если вообще платят. Давайте на минутку отвлечемся и поговорим о налогах. Точнее говоря, давайте побеседуем о системе государственного управления в целом. Вполне очевидно, что государство является жизненно важной частью общества. Прежде всего, оно является гарантом нашей национальной безопасности, которая существует сейчас и будет существовать в обозримом будущем. Но государство дает нам гораздо больше, поддерживая систему правосудия, образования, полицию и пожарную охрану, автодороги и порты, социальное обеспечение и больницы. Этот список можно продолжать и продолжать. Но крайне важно помнить, что все блага и услуги, которые находятся в ведении государства, оно предоставляет нам благодаря той или иной форме налоговых поступлений. Само государство не зарабатывает денег. И в этом смысле государство является лишь инструментом для двигателя экономики, а не самим двигателем. Добившиеся успеха компаний и люди, в них работающие, являются двигателем здоровой экономики и обеспечивая доходы государства, они представляют собой основу свободного и демократического общества. Вот почему достижение успеха является великим делом. Не стоит говорить о том, что вы должны добиться успеха честным способом, действуя открыто и по правилам. Таковы условия. Компании и люди, которые не соблюдают правила честной конкуренции, недостойны успеха. И благодаря хорошо отработанным процессам собственного внутреннего самоконтроля и государственным регулирующим структурам, плохих ребят обычно выявляют и выводят из игры. Но компании и люди, занимающиеся честным бизнесом, а таких подавляющее большинство, должны найти способ добиться успеха. Эта книга предлагает своего рода карту дорог, которые могут привести к успеху. Кстати, она не будет карты дорог для руководителей, высшего звена и исполнительных директоров. Но если она окажется и для них полезной, я буду только рад. Надеюсь, что она им поможет. Но прежде всего, эта книга предназначена для тех, кто находится на передовой. Владельцев частных предприятий, руководителей среднего звена, руководителей фабрик, тех, кто работает на производственных линиях, выпускников колледжей, которые ищут свою первую работу, магистров делового администрирования, решивших начать новую карьеру и предпринимателей. Главной целью написания этой книги было помочь тем, кто переполнен чистолюбивыми замыслами и энтузиазмом, независимо от того, где они работают. Читая эту книгу, вы познакомитесь со множеством людей. Некоторые из них, быть может, напомнят вам самих себя, другие, возможно, покажутся вам знакомыми. Речь пойдет об исполнительном директоре, который предлагает компании целый список замечательных приоритетов, таких как, скажем, качество продукции, обслуживание и уважение клиента, но не объясняет, как воплотить их в жизнь. Вы найдете руководителя среднего звена, который кипит от злости во время совещаний с представителями другого подразделения своей компании, поскольку знает, что его сослуживцы могли бы сделать гораздо больше, если хотя бы на минуту прекратили относиться друг к другу, подчеркнуто снисходительно. Там вы познакомитесь с одной сотрудницей, которая в течение многих лет работает спустя рукава, но так приветливо и мила, хотя и некомпетентна, что вы просто не в состоянии заставить себя указать ей на дверь. Там есть один работник-невидимка, руководить которым можно только заочно, и этот процесс превратился для его начальника в долгую и мучительную пытку. Вы найдете там сотрудников, которые окрестили стол, за которым они собираются каждый обеденный перерыв, столом утраченных надежд, поскольку именно за ним высказывают все претензии в адрес начальства. Там есть женщина-инженер, которая, проработав 15 лет, сделала блестящую карьеру, но однажды все это бросила, так как поняла, что, найдя баланс между работой и личной жизнью, сделала счастливыми всех, кроме самой себя. Кроме того, вы познакомитесь со множеством людей, истории которых служат примерами изобретательности, интуиции и выдержки. Вы встретитесь с молодым и энергичным Дэвидом Новаком, исполнительным директором компании «Юм Брэндс», превратившим каждый из трех тысяч ресторанов с этой компании в лабораторию новых идей, а весь ее коллектив – самообучающийся организм. Вы узнаете о Деннисе Найдене, виртуозном инициаторе инноваций, который никогда не успокаивается на достигнутом и у которого энергии хоть отбавляй. Вы познакомитесь и с Джимом Даном, возродившим свою компанию из пепла Всемирного торгового центра, потому что он всегда надеялся на лучшее и занимал такую жизненную позицию, которая позволила ему достичь самых невероятных результатов. Вы найдете и Сьюзан Питерс, работающую мать, занимающую руководящий пост номер 2 в подразделении по работе с персоналом General Electric, которая сама могла бы написать книгу о своем успешном опыте поиска «Соотношение между работой и личной жизнью». Вы узнаете о Крисе Навите, исполнительном директоре филиала US Steel в Кошице, который помог преобразить боровшийся за свое существование словацкий город и превратил бывший государственный сталелитейный завод в процветающее и высокоприбыльное предприятие. Там будет и Кеннет Ю, глава китайского филиала компании 3M, который, отказавшись от обычной церемонии принятия бюджета, заменил его обсуждением содержательных вопросов, как покорить новые вершины бизнеса, чем резко повысил объем избыта продукции своих предприятий, прежде не отличавшихся высокими показателями. Вы познакомитесь и с Марком Литтлом, который, работая в General Electric, был совершенно выбит из колеи после того, как его понизили в должности, но сумел найти в себе силы и, благодаря мужеству, настойчивости и блестящим результатам работы, смог вернуть себе высокое положение и добиться значительного повышения по службе. Когда речь идет о том, как добиться успеха, решающее значение имеют люди, и эта книга во многом о людях. В некоторых случаях о тех ошибках, которые они совершили, но чаще о том, как они добились успеха. Хотя главным образом я пишу об идеях и о той силе, которая приводит эти идеи в действие. Возможно, прочитав эти строки, некоторые скептически настроенные читатели подумают, «Умение добиться успеха – это слишком тонкая и многоуровневая тема для того, чтобы рассмотреть ее в 20 главах. Какое мне дело до количества изложенных в этой книге идей и жизнеописаний?» Да, добиться успеха – это тонкая и многоуровневая задача, не говоря уже о том, что она еще и чертовски трудна, но бывает и так, что эта задача становится вполне достижимой. Вы можете добиться успеха, но для этого вам нужно знать, что сделать, чтобы это случилось. Данная книга не предлагает простых формул, их здесь нет. Но в каждой главе она дает вам общие направления, которым надо следовать, правила, которые надо учитывать, предположения, которые надо иметь в виду, и ошибки, которых надо избегать. В главе о стратегии представлен трехэтапный процесс выработки стратегии. Глава о правильном выборе работы вашему вниманию предлагает рассмотреть так называемые сигналы соответствия и предостережения. Кое-что будет повторяться, например, что успеха добивается команда, состоящая из лучших игроков, и поэтому их следует найти и сохранять. Или что не следует впадать в такое отчаяние, которое приводит к полной бездеятельности. Или что независимо от того, в какой сфере бизнеса вы работаете, надо постоянно делиться своими знаниями. Или что следует занимать активную жизненную позицию и прививать ее окружающим. Или что никогда нельзя делать из себя жертву. И, наконец, то, что от работы надо, черт возьми, получать удовольствие. Да, получать удовольствие. Бизнес – это игра, выигрыш в которой приносит несравнимое удовольствие. Дорога, которая нас ждет. Перед тем, как мы начнем, несколько слов о том, как построена эта книга. В ней четыре части. Первая, с чего все начинается, является концептуальной. В ней философии менеджмента уделено внимание гораздо больше, чем многие деловые люди обычно уделяют этой теме в повседневной жизни. И, несомненно, больше, чем я когда-либо уделял ей сам, сидя на своем рабочем месте. Но в своем подходе к бизнесу я всегда руководствовался теми основополагающими принципами, которые изложил в первой части книги. Вкратце, речь идет о четырех высоконравственных определяющих принципах. Беспристрастность, абсолютно необходимые в любой сфере менеджмента. Наличие системы дифференциации, в основе которой лежит меритократия. Общество, в котором подвижение по социальной лестнице зависит от личных способностей и заслуг, а не от происхождения в широком смысле общества разных возможностей. Признание ценности мнения каждого работника и уважение его личного достоинства. Следующий раздел этой книги, получивший название «Ваша компания», касается внутренних структур организации. В нем идет речь о механизме взаимосвязи между людьми, производственными процессами и культурой производства. В его главах рассматриваются такие аспекты, как руководство, наем работников, кадровая политика, увольнение работников, изменение методов управления и антикризисное управление. Затем следует раздел «Конкуренция», посвященный тому, что происходит за пределами Вашей организации. В нем говорится о том, как добиться стратегических преимуществ, выработать бюджет, добиться роста естественным путем или посредством слияния и поглощения. Кроме того, в данном разделе я пытаюсь снять покров таинственности с темы, постоянно интригующий и сбивающий с толку людей. Я имею в виду программу улучшения качества «6 сигм». Следующий раздел книги назван «Ваша карьера». И в нем речь идет о том, как направить профессиональную карьеру в нужное русло и сделать ее успешной. Он начинается с главы о том, как найти хорошую работу и не только первую в жизнь работу, а работу на любом этапе Вашей карьеры. В этот раздел входит и глава о том, как добиться повышения, а также глава о болевой точке, в которой мы время от времени оказываемся, делая карьеру, и «Я имею в виду работу под началом плохого босса». Последняя глава этого раздела повествует о человеческом желании иметь все и сразу, которое, как Вы понимаете, практически невыполнимо. Однако Вы можете и должны знать о том, какие мысли на этот счет у Вашего начальника, и это один из тех вопросов, которые рассматриваются в данной главе. Последний раздел – уточнение некоторых деталей. И в нем я отвечу на 9 вопросов, не вошедших ни в одну из уже рассмотренных мною категорий. Они затрагивают такие аспекты, как тема китайской угрозы, этнокультурное многообразие, воздействие таких юридических положений, как закон Сайбренса-Оксли. 2002 года внес дополнение в закон о фондовых биржах 1934 года, обязав компании, акции которых котируются на фондовых биржах, регулируемых комиссией по ценным бумагам и биржам, ввести финансовую отчетность в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Кроме того, в нем говорится о том, как бизнес должен реагировать на такие социальные проблемы, как СПИД. В этом разделе я отвечаю и на вопросы о том, как поживает мой преемник Джефф Иммельт. Одним словом можно сказать замечательно. Как у меня идут дела в игре в гольф, и не подумываю ли я отправиться на небеса? Вот этот вопрос действительно поставил меня в тупик. Что касается остальных, то они не смогли сбить меня с толку, но заставили как следует задуматься. Во что же я верю и почему? В этой книге вы найдете ответы на массу вопросов, но отнюдь не на все, поскольку и бизнес, и наш мир постоянно меняются. Год назад в беседе со мной один голландский предприниматель сказал, «Каждый день возникает новый вопрос, поэтому мы и продолжаем жить». Возникают новые вопросы, и появляются новые ответы. После выхода на пенсию я узнал о бизнесе почти столько же нового, сколько узнал работой в General Electric. Я получал знания каждый раз, когда мне задавали вопрос. Надеюсь, что мои ответы помогут и вам узнать что-то новое. Часть первая. С чего все начинается? Глава первая. Задачи и ценности. Избыток болтовни об очевидных вещах Если сможете, то попытайтесь проявить терпение и уяснить все, что я расскажу о задачах и ценностях. Я говорю так, поскольку оба термина входят в число наиболее абстрактных, расхожих и малопонятных слов, употребляемых в сфере бизнеса. Во время бесед с аудиторией люди часто задают мне вопросы относительно этих слов с благоговейным страхом, ожидая услышать, каково их подлинное значение и важность. Однажды в Нью-Йорке мне задали следующий вопрос. Не могли бы вы определить, чем отличаются задачи от ценностей и объяснить, какие различия возникают по причине этого отличия? Бизнес школы вносит еще большую неразбериху, поскольку студентам приходится регулярно излагать в письменном виде суть задач и вести дебаты о ценностях, что является совершенно бессмысленным делом, поскольку происходит в замкнутом пространстве этих школ. Множество компаний делают то же самое, только в роли студентов выступает руководитель высшего звена. Обычно таким способом компания пытается выработать благозвучный текст для стенда, который повесит в вестибюле своего офиса. Чаще всего подобные упражнения приводят к появлению набора избитых фраз, которые только лишают работников цели и делают их циничными. Каждый из нас сталкивался с изложением задач и перечнем ценностей. Они выглядят приблизительно так. Компания XYZ дорожит качеством и обслуживанием. Или такая-то компания руководствуется желаниями клиентов. Скажите мне, какая компания не дорожит качеством и обслуживанием и не уделяет внимания своим клиентам? И кто не сталкивался с компаниями, где часами идут острые дебаты по поводу того, какие положения включить в список декларируемых ценностей, а они, вопреки самым добрым, вложенным в них намерениям, звучат так, словно их позаимствовали из списка таких универсальных добродетелей, как честность, качество, умение, обслуживание и уважение? Дайте мне возможность, и я докажу, что любая приличная компания исповедует эти ценности. Если говорить на чистоту, то честность является необходимым условием вашего участия в игре, называемой бизнесом. Если честность не является неотъемлемой чертой вашей натуры, то вас не следует пускать на игровое поле. И напротив, должным образом составленный перечень задач и соответствующий список декларируемых ценностей выглядят настолько естественно, что они воспринимаются вами как программа вполне конкретных действий. Задачи точно указывают направление, в котором вы намерены двигаться, а ценности определяют тот стиль работы, который поможет вам идти в нужном направлении. Говоря об этом, я предпочитаю вообще не употреблять термин ценности, вместо которого использую термин стиль поведения. Но, учитывая существующие традиции, давайте будем придерживаться общепринятой терминологии. Сначала о задачах. По собственному опыту знаю, что нормальный перечень задач прежде всего отвечает на вопрос, как мы намерены добиться успеха в данной сфере бизнеса. Он не отвечает на вопрос, что у нас хорошо получалось в старые добрые времена, и не дает ответ на вопрос, как нам охарактеризовать наш бизнес и при этом не вызвать раздражения ни у подразделений нашей компании, ни у руководителей высшего звена. Зато он ставит вопрос, как мы намерены добиться успеха в данной сфере бизнеса. Он требует от компании сделать выбор относительно людей, инвестиций и других ресурсов, и не дает им свернуть на давно проложенный и бесперспективный путь составления декларации о том, что они будут делать все для всех и при любых обстоятельствах. Этот вопрос заставляет компании в общих чертах оценить свои сильные и слабые стороны для того, чтобы определить, на каком участке поля конкурентной борьбы они могут сделать выигрышный ход. Да, именно выигрышный, и в этом все дело. Даже компания «Бен и Джерри» из штата Вермонт, которая под лозунгом «Хиппи спасем мир» производит мороженое с хрустящими мюсли, даже она внесла в состоящий из трех частей перечень задач рост рентабельности и усиление роли акционеров. Потому что ее руководители понимают, что без финансового успеха невозможно достичь никаких социальных целей. Однако из этого вовсе не следует, что нельзя ставить перед собой смелые и возвышенные задачи. Так, например, Бен и Джерри хочет продавать натуральное мороженое и совершенно фантастические блюда, а также улучшать качество жизни на местах, причем как внутри страны, так и за рубежом. Подобный стиль изложения замечательен тем, что он обладает невероятной способностью вызвать в людях эмоциональный отклик и привлекает внимание. И, наконец, надлежащий перечень задач балансирует между возможным и невозможным. Он дает людям четкое представление о том, в каком направлении надо идти, чтобы добиться рентабельности, и заставляет их осознать себя частью чего-то большого и важного. Возьмем, например, перечень задач General Electric. Начиная с 1981 года и вплоть до 1995 года, мы утверждали, что намерены стать самым конкурентоспособным предприятием в мире, заняв первые и вторые позиции на рынке, и приведем в соответствующее состояние, продадим или закроем всякое малоэффективное подразделение, которое не сможет это сделать. Мы четко понимали, что означает выполнение этой задачи и к чему оно приведет. Это была конкретная и вполне осязаемая задача, лишенная каких бы то ни было абстракций. Но она была и возвышенной, поскольку предполагала удовлетворение наших глобальных амбиций. Эта задача решалась несколькими способами. Во-первых, в то время, когда большинство компаний хранили свои стратегические планы за семью печатями, и сведения о них можно было получить только из слухов, распространявшихся сотрудниками. Мы открыто говорили о том, какие подразделения уже занимают первые и вторые позиции, а каким придется быстро пройти модернизацию или прекратить свое существование. Такая открытость шокировала систему, но она творила чудеса, поскольку задача становилась вполне реальной для наших сотрудников. Возможно, ее проклинали, когда мы продавали те предприятия, в которых они работали, но им было понятно, почему мы это делаем. Более того, на каждом большом и малом совещании мы постоянно твердили об этой задаче. С ней увязывались все принимаемые решения и предлагаемые инициативы. Мы публично поощряли людей, которые ускоряли ее выполнение и расставались с теми, кто по тем или иным причинам не смог перестроиться. Обычно такие люди не могли избавиться от ностальгии по старым добрым временам. Вполне возможно, что в 1981 году мы могли бы поставить перед General Electric совершенно другую задачу. Скажем, после множества острых дебатов и проведения глубокого анализа технических возможностей, состояния конкурентов и настроений потребителей, мы бы решили, что хотим стать разработчиками самого современного электрооборудования в мире. Или, скажем, мы решили, что самым прибыльным для нас делом было бы полностью и в короткие сроки глобализировать все наши предприятия, независимо от их положения на рынке. Решение любой из этих задач заставило бы General Electric пойти по другому пути, чем тот, который мы выбрали, принять на работу и уволить других людей и так далее. Но формально у меня нет никаких причин сомневаться в том, что они стали бы достойными задачами. Они вполне конкретны и специфичны. Задача стать разработчиком новейшего электрооборудования несомненно была бы весьма удобной для большинства сотрудников General Electric. Ведь в конечном счете большинство людей таковыми нас и считают. Что касается задачи, связанной с глобализацией, то она по всей вероятности встревожила бы других. Обычно это вызывает слишком радикальные перемены. И, наконец, последнее, что хотелось бы сказать о задачах, касается их выработки. Как предложить задачу? Для меня это вполне очевидно. Необходимые сведения можно получить где угодно и нужно прислушиваться к мнению любого неглупого человека. Но принятие задачи является сферой ответственности высшего руководства. Задачу можно и нужно предлагать только тем, кто будет нести ответственность за ее выполнение. Фактически, принятие задачи является определяющим моментом для руководства компании. И настоящим испытанием для ее сотрудников. А теперь о тех самых ценностях. Как я уже говорил, ценности – это просто стиль поведения. Область настолько конкретная, жизненно важная и приземленная, что оставляет мало места воображению. Люди должны обладать способностью ее использовать в качестве руководства к действиям, потому что она определяет то, как надо выполнять поставленную задачу, и являются средством достижения конечной цели – успеха. Что касается принятия ценностей, то в отличие от постановки задач, каждый сотрудник компании должен высказать свое мнение на этот счет. Да, это может оказаться весьма беспорядочным процессом. Но в этом нет ничего страшного. На небольшом предприятии каждый может принять в нем участие, обсуждая эту тему на всевозможных совещаниях. В более крупных организациях сделать это намного труднее. Но здесь можно использовать общие собрания работников компании, учебные семинары и стараться как можно чаще обсуждать данную тему в ходе личных бесед. А чтобы получить более широкую аудиторию, вы можете провести обсуждение по внутренней информационной сети вашей компании. Благодаря участию большого количества сотрудников, вы получаете больше различных мнений, что позволит вам добиться лучшего понимания вопроса и иметь большее количество предложений. Но важно то, что в конце этого процесса вы получите гораздо большее количество внешних специалистов, желающих купить ваши акции и принять участие в управлении компанией. Кстати, процесс этот должен периодически повторяться. Первую версию может предложить руководство компании, но она должна быть лишь первой версией. Предназначение подобного документа в том, чтобы сотрудники всех подразделений организации могли ознакомиться с декларируемыми в нем положениями и подвергнуть их неоднократному анализу. А руководство должно приложить все усилия для того, чтобы создать атмосферу, при которой сотрудники считали бы своей обязанностью внести вклад в процесс принятия ценностей. Если вы работаете в компании, где высказывание собственного мнения чревато неприятностями, этот метод выработки и принятия ценностей просто не будет работать. Понятно, что до тех пор, пока вы остаетесь в данной компании, вам придется руководствоваться общими положениями, выбитыми на доске, которая висит у парадного входа. Но если вы работаете в компании, которая поощряет дискуссии, а таких компаний много, то вам будет просто стыдно не принимать участие в этом процессе. Если вы хотите, чтобы был принят такой стиль работы и такие ценности, которые вам понятны и с которыми вы сами согласны, то вам придется найти доводы в их пользу. Детальное рассмотрение. Я, несомненно, виновен в том, что, став исполнительным директором, на первых порах способствовал принятию слишком расплывчатых ценностей. Так, например, в 1981 году я написал в годовом отчете, что руководители General Electric смотрят в лицо действительности, являются непревзойденными мастерами и чувствуют себя хозяевами. Конечно, эти банальности звучали неплохо, но они были весьма далеки от описания подлинного стиля работы. К 1991 году мы добились значительного прогресса. За предыдущие три года более пяти тысяч наших работников посвятили значительную часть своего времени процессу разработки и принятия ценностей. Это привело к вполне конкретным результатам. Мы напечатали декларируемые ценности на наших ламинированных кредитных картах. Текст включал такие императивы, как «Действуй, не считаясь с границами», «Всегда ищи и применяй лучшие идеи независимо от их источника», или «Будь нетерпим к бюрократизму», или «Сумей увидеть в переменах возможность достичь успеха». Разумеется, некоторые из этих ценностей нуждались в более подробных объяснениях и интерпретации. И мы все время этим занимались на совещаниях, во время аттестаций и даже у питьевого фонтанчика. Уже после выхода на пенсию я понял, насколько более обширную дискуссию о ценностях и стиле работы мы могли бы провести. В 2004 году я был свидетелем того, как Джейми Даймон и Билл Харрисон совместно разрабатывали перечень ценностей и стиль работы новой компании, созданные в результате слияния Бен Куан и Джейпи Морган Чейз. Для того, чтобы начать диалог, они использовали документ Бен Куан, в котором были указаны ценности и определен стиль работы. Тогда я впервые столкнулся с таким детальным списком. Возьмем такую декларируемую ими ценность, как мы относимся к нашим клиентам так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Это вполне конкретное утверждение, но Бен Куан буквально во всех подробностях определил 10 или 12 положений, с помощью которых его можно реализовать в повседневной жизни. Вот некоторые из них. Никогда не допускайте, чтобы конфликты, возникшие в центре получения прибыли, влияли на стиль работы с клиентами. Работайте с клиентами честно и добросовестно. Хорошие взаимоотношения с клиентом требуют времени. Не пытайтесь довести до максимума краткосрочные выгоды в ущерб налаживанию долговременных взаимоотношений. Всегда ищите способ сделать так, чтобы клиенту было легче вести свои дела с нами. Ежедневно общайтесь со своими клиентами. Когда они разговаривают с вами, они не могут разговаривать с конкурентом. Не забывайте выражать благодарность. Другая ценность, которую декларировал Бен Куан, звучала следующим образом. Мы стремимся предоставить низкозатратные услуги и намерены сделать это посредством осуществления эффективных и долгосрочных операций. Вот некоторые детали указанного стиля работы. Отдавать предпочтения малоприбыльным сделкам. Уничтожать бюрократизм. Неустанно сокращать непроизводительные затраты. Сведение процесса обслуживания к простым и быстро осуществимым операциям. Умение ценить время друг друга. Осуществление вложений в инфраструктуру. Стремление стать лучшими специалистами в своем деле. Нам не нужны консультанты, которые объясняют, что надо делать. Если такой уровень детализации покажется вам непомерным и даже доктринерским, то я могу вам только посочувствовать. Когда я впервые увидел напечатанный через один интервал пятистраничный документ Джейми о ценностях и стиле работы, я чуть было не упал со стула. Но ознакомившись с ним, я понял, в чем его сила. Выслушав за последние несколько лет массу историй, рассказанных мне сотрудниками компаний в самых различных странах мира, я убежден в том, что нельзя слишком детализировать ценности и связанный с ними стиль работы. Все дело в поддержке. Несмотря на свою доходчивость, декларируемые ценности и стиль работы мало что значит, если они не находят реальной поддержки. Чтобы эти ценности действительно что-нибудь значили, компаниям приходится поочерять людей, которые ими руководствуются, и наказывать тех, кто этого не делает. Поверьте мне, такой подход облегчит достижение успеха. Я так говорю, потому что каждый раз, когда мы просили уйти одного из наших высокорезультативных менеджеров по причине того, что он не проявляет должного внимания к принятым нами ценностям, а мы старались говорить об этом во всеуслышание, следовало на удивление положительная реакция коллектива. В течение 10 лет во время ежегодных опросов работники сообщали нам о том, что мы являемся компанией, которая все в большей и большей степени делает нормой принятые ценности. Благодаря этому наши люди становились еще большими сторонниками идеи сделать декларируемые ценности нормой жизни. Когда же сотрудник повышает эффективность своего труда, улучшаются и финансовые показатели всей нашей компании. И, наконец, дело во взаимоотношениях. Принятие конкретных задач – это великое дело. То же самое можно сказать и о ценностях, которые определяют стиль работы. Но для того, чтобы их можно было использовать в качестве способа достижения успеха, они должны друг друга дополнять. Не правда ли кажется вполне очевидным, что ценности компании должны способствовать выполнению ее задач, но очень легко может получиться так, что этого не произойдет? По всей вероятности, разрыв между элементами концептуальной основы компании в большей степени является следствием упущения, нежели умышленного нарушения, но именно такой разрыв часто имеет место. Наиболее распространенным является случай, когда разрыв между задачами и ценностями происходит по причине частных проблем, с которыми предприятие сталкивается в своей повседневной жизни. Например, конкурент обосновался в вашем городе и снижает цены. То же самое делаете и вы, тем самым срывая выполнение вашей задачи выиграть в конкурентной борьбе благодаря беспрецедентному обслуживанию клиентов. Или происходит спад экономики, и вы снижаете расходы на рекламу, забывая о том, что вашей задачей является укрепление популярности своей торговой марки и проникновение на новые рынки. Ситуации, описанные в этих примерах, могут показаться незначительными и временными трудностями. Но если на них не обращать внимания, они могут нанести существенный вред компании. А в худшем случае, они могут буквально погубить ваш бизнес. На мой взгляд, именно так и случилось с компаниями Артур Андерсон и Энрон. Артур Андерсон была основана почти столетие тому назад с целью стать самой уважаемой и вселяющей доверие аудиторской фирмой в мире. Это была компания, которая гордилась тем, что у нее хватало мужества сказать «нет», даже если это грозило ей потерей клиента. Она достигла успеха благодаря тому, что нанимала самых способных дипломированных бухгалтеров, отличавшихся высочайшей беспристрастностью, и поощряла их, когда они выполняли работу, способствующую приобретению доверия среди корпораций и регулирующих организаций всего мира. Во время экономического подъема 1980-х годов руководство Артур Андерсон решила, что пора заняться консалтинговым бизнесом. Это была захватывающая работа, не говоря о том, что она приносила большие деньги. Компания стала нанимать больше бизнес-администраторов и постоянно повышать им суммы вознаграждения, что было обязательным условием работы в сфере консалтинга. В 1989 году фирма практически разделилась на два подразделения. То подразделение, которое сохранило название Артур Андерсон, занималось традиционным бухгалтерским учетом, а предоставление услуг в области консалтинга стало сферой деятельности Андерсон Консалтинг. Оба подразделения находились под одной корпоративной крышей, получившей название Андерсон Worldwide. Как правило, в большей степени, чем добросовестность, консалтинговые фирмы ценят творческий подход и поощряют агрессивную тактику продажи услуг, при которой клиенту предлагают один проект за другим. В 1990-е годы в сфере консалтинга существовал поистине ковбойский стиль работы, и даже бухгалтерское подразделение Андерсон испытало на себе его воздействие. Явно поддавшись общим настроениям, некоторые из работавших в нем бухгалтеров отказались от сдержанного стиля и ценностей аудиторского бизнеса, которым они так долго руководствовались. На протяжении большей части 1990-х годов в фирме Артур Андерсон шла настоящая война. Консалтинговое подразделение субсидировало и недолюбливало аудиторов, которых, скорее всего, бесил оплом типов из консалтинга. Едва ли в подобной обстановке сотрудники компании могли ответить на следующие вопросы. Какова подлинная задача нашей компании? Какие ценности имеют самое большое значение? И какой стиль работы нам следует выбрать? Ваш ответ зависел от того, какому подразделению фирмы вы принесли клятву верности. И это обстоятельство стало причиной того, что попытки партнеров разобраться друг с другом и выяснить, как разделить доходы фирмы, закончились судом. Все завершилось в 2002 году, когда компания окончательно развалилась, чему в значительной степени способствовал разрыв между задачами и ценностями. Во многом сходные обстоятельства вызвали и крушение Enron. В прошлом Enron была довольно заурядной компанией, которая занималась бизнесом в сфере энергетики и трубопроводов. Усилия всех ее сотрудников были направлены на то, чтобы дешево и быстро доставлять газ из пункта А в пункт Б. И с этой задачей компания справлялась очень хорошо, поскольку накопила достаточный опыт в области источников энергии и ее доставки потребителям. Затем, как и Артур Андерсон, компания внесла изменения в перечень своих задач. У кого-то возникла идея превратить Enron в торговую компанию. И опять это было сделано с целью увеличить темпы роста. Фигурально говоря, если в компании Артур Андерсон скромным аудиторам в очках для чтения внезапно пришлось делить пространство своего офиса с бизнес-администраторами в костюмах от Армани, то в Enron парням в комбинезонах внезапно пришлось ездить в одном лифте с бизнес-администраторами в подтяжках. Принятие новой задачи означало, что Enron в первую очередь уделяет внимание торговле энергий, а затем торговле всем чем угодно. Такая перемена, вероятно, произвела ошеломляющее впечатление, но вполне очевидно, что никто не сомневался в том, что ценности и соответствующий стиль работы будут только способствовать достижению впечатляющих результатов, и многие недвусмысленно высказывались на этот счет. Вскоре доминировать стало коммерческое подразделение, а предприятия по выработке и транспортировке энергии отошли на второй план. К сожалению, в отношении толпы в подтяжках отсутствовали какие бы то ни было факторы сдерживания. Именно по этой причине, точнее говоря, при отсутствии каких-либо серьезных причин, произошло крушение Enron. Как и в случае с компанией Артур Андерсон, эта история разрыва между задачами и ценностями закончилась тем, что тысячи ни в чем не повинных людей потеряли работу. А это настоящая трагедия. Эта глава начиналась с утверждения, что те, кто занимается бизнесом, много говорят о задачах и ценностях, но слишком часто результатом является пустая болтовня, а не реальные действия. Вопреки общему желанию, присущие обоим терминам возвышенность и расплывчатость почти всегда приводят именно к таким результатам. Но не поставив перед собой конкретных задач и не определив для себя конкретные ценности, вы слишком многое потеряете. Я не хочу сказать, что ваша компания непременно сгорит ярким пламенем, как это случилось с фирмами Артур Андерсон и Enron. Они являются примерами тех редких случаев, когда разрыв между задачами и ценностями приводит к полному краху. Но я утверждаю, что ваша компания не сможет даже надеяться на реализацию в полной мере своего потенциала, если она будет руководствоваться лишь теми благозвучными банальностями, перечень которых висит на стене вестибюля. Поймите, я отдаю себе отчет в том, что принятие нормальных задач и способствующих их выполнению ценностей требует времени и самого широкого рассмотрения. Будут длительные и горячие обсуждения на совещаниях, вместо которых вы с удовольствием отправились бы домой. Последуют острые дебаты, проводимые с помощью электронной почты, вместо которых вы могли бы заниматься выполнением своей работы. Настанут тяжелые времена, когда вам придется распрощаться с людьми, которые вам нравятся, но которые не руководствуются выполнением принятых задач или не разделяют декларируемые ценности. Быть может, в такие дни вы пожалеете о том, что ваши задачи и ценности не являются расплывчатыми и слишком общими. Но они и не могут быть такими. Найдите время. Приложите силы. Сделайте их реальными. Маленькая, но самая отвратительная тайна бизнеса. Я всегда был страстным поборником искренности. Работая в General Electric, я в течение более чем 20 лет громко об этом заявлял. Но только после выхода на пенсию понял, что недооценивал исключительность этого качества. Пожалуй, я бы назвал отсутствие искренности маленькой, но самой отвратительной тайной бизнеса. Это огромная проблема. По существу отсутствие искренности препятствует реализации блестящих идей, тормозит активность, мешает людям, отдающимся свои силы и знания о работе и поэтому является губительным фактором. Когда вы искренни, но заметьте, что вы никогда не будете до конца искренни, все у вас получается быстрее и лучше. Когда я говорю отсутствие искренности, я не имею в виду злонамеренную нечестность. Я лишь хочу сказать о том, что слишком многие и слишком часто подсознательно стараются не высказываться откровенно. Они не говорят прямо то, что думают, и не высказывают спорных идей. Они просто не раскрывают свои мысли окружающим и воздерживаются от комментариев и критических замечаний. Они держат язык за зубами ради того, чтобы окружающие чувствовали себя спокойнее или для того, чтобы избежать конфликта и пытаются подсластить плохие новости для того, чтобы сохранить видимость, что все в полном порядке. Накапливая сведения об истинном положении дел, они не выносят их на обсуждение. Все это и есть отсутствие искренности, которое приносит только вред. И все же оно пронизывает практически каждый аспект бизнеса. Во время поездок, совершенных в последние годы, мне довелось слышать истории сотрудников сотен различных компаний, рассказывающих о проявлениях полного отсутствия искренности, с которыми они сталкиваются изо дня в день во время самых различных совещаний, начиная с рассмотрения бюджета и перехода к выпуску новой продукции и заканчивая выработкой стратегии. Они рассказывают о бюрократизме, интриганстве, лицемерной учтивости и отсутствии даже намека на искренность. Эти люди хотят знать, что нужно сделать, чтобы в компаниях, где они работают, можно было открыто высказать собственное мнение, давать честный анализ происходящего и рассматривать предлагаемые идеи со всех точек зрения. Довольно часто я слышу о том, что отсутствие искренности не учитывается во время аттестации сотрудников. Я слышал это настолько часто, что в конце концов стал задавать своей аудитории следующий вопрос. Поднимите руки те из вас, кому в прошлом году довелось принять участие в заседании, на котором все высказывали предельно честные и нелицеприятные суждения, и после окончания которого вы точно знали, что нужно сделать, чтобы улучшить положение и как вас оцениваются служивцы. В лучшем случае руки поднимали 20% присутствующих, однако чаще всего таких было около 10%. Интересно, что когда я ставил вопрос по-другому и спрашивал своих слушателей, часто ли им приходилось давать честную и беспристрастную оценку работы своих подчиненных, количество давших положительный ответ лишь незначительно увеличивалось. Какой смысл разглагольствовать о конкурентной борьбе, когда вашим худшим врагом является то, как вы общаетесь друг с другом внутри своей компании? Воздействие искренности. Давайте поговорим, каким способом искренность приводит к достижению успеха. Существует три основных способа. Первый и самый главный состоит в том, что искренность создает условия, при которых в дискуссии принимает участие большее количество людей. Вполне очевидно, что в этом случае у вас не будет недостатка в идеях. Этим я хочу сказать, что появится гораздо больше идей, которые будут вынесены на обсуждение, подвергнутся критике и будут усовершенствованы. Вместо того, чтобы держать свое мнение при себе, каждый будет открыто его высказывать и знакомиться с мнениями других. Любая организация, подразделение или группа, которая включает в дискуссию большее количество сотрудников с их интеллектуальным потенциалом, обладает несомненным преимуществом. Второй заключается в том, что искренность порождает быстроту действий. Когда каждый открыто высказывает идеи, их можно быстро обсудить, расширить и улучшить, а затем и работать над их реализацией. В условиях развивающегося мирового рынка такой подход – предложение, обсуждение, улучшение решения – не просто дает преимущество, а жизненно необходим. Можете быть уверены в том, что любое начинающее предприятие с общей численностью в пять человек, будь то в Шанхае, Бангалоре или в соседнем квартале, будет двигаться вперед быстрее, чем вы. Искренность поможет вам их догнать. Третий. Искренность исключает массу лишних издержек, хотя никогда нельзя заранее рассчитать точное количество затрат, которые вы сумеете таким образом избежать. Просто помните, она делает ненужными бессмысленные совещания и балансовые отчеты, подтверждающие те факты, которые всем уже известны. Не забывайте о том, что искренность заменяет показные, навевающие тоску презентации с демонстрацией слайдов и скучные закрытые собрания живыми обсуждениями, будь то дискуссия о стратегии компании или о подготовке к выпуску новой продукции или об эффективности работы какого-либо сотрудника. Подумайте о всех выгодах, которые она дает, и об эффективности ее воздействия, и вы поймете, что просто не можете себе позволить пренебречь искренностью. А почему бы и нет? Обладая преимуществами, которые дает искренность, вы обязательно зададите себе вопрос. А почему бы нам не стать еще более искренними? Что ж, подобная проблема возникает еще в раннем возрасте. Нас с детства готовят жить в обществе и приучают смягчать негативное воздействие дурных новостей и сглаживать острые углы при рассмотрении не слишком приятных вопросов. Это справедливо для представителей любого общественного класса, при любом уровне развития цивилизации и в любой стране. Независимо от того, где вы живете, в Исландии или Португалии, вы не будете распекать собственную мать за то, что она приготовила еду, которая оказалась вам не по вкусу, или называть лучшего друга толстяком, или говорить своей пожилой тетушке, что ее подарок к вашей свадьбе внушает вам отвращение. Вы просто этого не сделаете. Эпизод, который мы недавно наблюдали на одной загородной вечеринке с коктейлем, является классическим примером сказанного. Когда подали белое вино и суши, одна дама, стоявшая в окружении пяти других женщин, стала горько сокрушаться по поводу ужасного напряжения, которое постоянно испытывает учительница музыки местной начальной школы. Другие гости тоже вступили в этот разговор, и все согласились с тем, что ученики четвертого класса способны любого отправить в сумасшедший дом. По счастливой случайности, незадолго до того, как эту учительницу возвели в разряд святых мучениц, в разговор вмешалась еще одна гостья. «Да вы с ума сошли!» Воскликнула она. «Эта учительница отдыхает пятнадцать недель в году!» С этими словами она указала на врача, стоявшего в окружении других гостей, а тот, соглашаясь, кивнул головой. «Роберт!» Обратилась она к нему. «Ты ежедневно принимаешь решения, от которых зависит жизнь людей. Уверена, что ты не купился на эти сочувственные речи. Или я ошибаюсь?» Она имела в виду эту убийственно вежливую болтовню. В результате ее вмешательства все разошлись по разным углам, причем большинство направилось в бар. Искренность буквально лишила людей присутствия духа. Это, разумеется, довольно забавный пример, но, пытаясь понять сущность искренности, вы пытаетесь понять сущность человеческой натуры. Сотни лет психологи и социологи стараются выяснить, почему люди не говорят то, о чем думают, а философы размышляют об этом уже тысячи лет. Нэнси Бауэр является профессором философии университета Тафта и моим хорошим другом. Когда я спрашиваю ее об искренности, она говорит, что большинство философов пришли к тем же заключениям, которые большинство из нас непрофессионалов делают только по прошествии лет, уже обладая достаточным житейским опытом. В конце концов вы начинаете понимать, что люди не говорят то, что у них на уме, просто потому, что им так проще жить. Когда вы говорите все как есть, вы можете легко все испортить, вызвать гнев и негодование, причинить боль, сбить с толку и привести в уныние. Но что еще хуже, впоследствии вы почувствуете необходимость привести все в порядок, а это может вызвать ужасные необратимые последствия и потребует массу времени. Поэтому вы оправдываете отсутствие искренности тем, что таким образом вы не приводите в уныние окружающих и не причиняете им боль. И уверены в том, что замалчивание и умеренная ложь во спасение – это доброе, благое дело. Однако в действительности, считает Нэнси, такие философы, как Эммануил Кант, приводят сильные доводы в пользу того, что неискренность – это нечто вроде проявления своей корысти, поскольку ставит себе целью облегчить собственную жизнь. Нэнси указывает, что у Канта была и другая точка зрения. Он говорил, что люди часто испытывают соблазн быть неискренными, потому что они не отличаются широтой мышления. Их беспокоит то, что если поделиться своими мыслями и высказать нелицеприятные факты, то, скорее всего, это вызовет отчуждение со стороны других людей. Но при этом они не видят, что отсутствие искренности является наивысшей формой отчуждения. В этом Кант усматривает большую иронию, считает Нэнси. Он считал, что когда люди проявляют неискренность, заискивая перед другими, они фактически разрушают доверие, что в конечном счете подрывает устои общества. К словам Нэнси я добавлю, что то же самое подрывает и устои бизнеса. С тех пор и по сей день в Соединенных Штатах искренность сравнительно недавно приобрела решающее значение в сфере бизнеса. До начала 1980-х годов такие крупные компании, как General Electric и тысячи других в основном пренебрегали этим фактором. Так поступало большинство компаний, независимо от их размера. Эти компании были продуктом военно-промышленного комплекса, который усилил свои позиции после окончания Второй мировой войны. В сущности у них не было конкурентов за рубежом, и компании внутри одной отрасли были так похожи друг на друга, что часто их можно было принять за партнеров, а не за конкурентов. Возьмем сталелитейную промышленность. Приблизительно каждые три года профсоюзы нескольких компаний этой отрасли требовали повышения оплаты труда и льгот. Сталелитейные компании удовлетворяли их требования, решая проблему возрастающих расходов за счет автоматизации производства, а растущие расходы, связанные с автоматизацией, перекладывали на потребителя. И все было прекрасно до тех пор, пока в дверь не постучали японцы, предложившие дешевые автомобили среднего качества. Спустя несколько лет они стали продавать дешевые автомобили высокого качества, многие из которых были собраны на американских предприятиях, не принимавших на работу членов профсоюза. Но до тех пор, пока эта иностранная экспансия не стала угрожающей, стиль работы большинства американских компаний имел мало общего с теми откровенными обсуждениями и той быстротой принятия решений, которые характерны для работы открытых и беспристрастных организаций. Они видели в этом мало пользы. И поэтому бесчисленные бюрократические препоны и старомодные правила поведения привели к тому, что в этих компаниях процветали показная учтивость и формалистика. В них очень редко возникала открытая полемика по поводу стратегии и ценностей, а решения принимались в основном за закрытыми дверями. Когда приходило время аттестаций, то их тоже проводили в стиле учтивой отчужденности. Хороших работников, разумеется, хвалили. А поскольку финансовое положение компании было прочным, они могли себе позволить перевести нерадивых работников в какой-нибудь крупный филиал или подразделение и держать их там до выхода на пенсию. При полном отсутствии искренности каждый старался спасти свою репутацию, а дело едва двигалось вперед. Такое положение всех устраивало. Лицемерное поведение стало нормой, а инициативных, предприимчивых и мужественных людей в лучшем случае объявляли недисциплинированными. Возможно, вы посчитали, что искренность благодаря появлению конкурентоспособных японских товаров нашла самое широкое распространение. Увы, этого не случилось. Как не случилось этого и после появления конкурентоспособных товаров из Ирландии, Мексики, Индии и Китая, которые сегодня входят в число крупных игроков международного рынка. Вместо этого большинство компаний ведет конкурентную борьбу такими традиционными методами, как сокращение штата, резкое понижение затрат, а в лучшем случае с помощью внедрения инноваций. Распространяясь, хотя и очень медленно, искренность пока остается весьма незначительной частью этого арсенала. Это можно сделать. А теперь о плохих новостях. Несмотря на то, что искренность является важнейшим условием достижения успеха, требуется масса времени и усилий, чтобы сделать ее нормой поведения работников любого коллектива, независимо от его величины. Вам потребуется много усилий, так как придется преодолевать сопротивление человеческой натуры и укоренившиеся в коллективе нормы поведения. А на это уйдут годы. Нам в General Electric потребовалось около десятилетия для того, чтобы использовать в своих целях такое средство, как искренность, но вовсе не факт, что спустя даже 20 лет она станет общепринятой нормой поведения. И все же это можно сделать. Данный процесс не потребует от вас каких-то научных знаний. Чтобы сделать искренность нормой, о ней надо говорить, ее надо поощрять и восхвалять. Из людей, которые ее проявляют, надо делать общеизвестных героев. Но в большей степени, чем кто-либо другой, вы сами должны ее демонстрировать, причем в избыточном и даже гиперболизированном виде. Вам придется это делать даже в том случае, если вы не являетесь начальником. Представьте себе, что вы находитесь на совещании, где речь идет о росте продаж и о том, как этого можно достичь на предприятии с традиционными методами управления. Все сидят за столом и мирно беседуют о том, как трудно добиться успеха именно в этой отрасли промышленности. Говорят о жестокой конкуренции, приводят все те же традиционные объяснения, почему они не могут добиться роста и почему надо согласиться с тем, что в данных условиях они хорошо справляются с работой. Фактически к тому моменту, когда совещание подходит к концу, все уже дружески похлопывают друг друга по плечу, поздравляясь с тем успехом, которого они достигли в данных обстоятельствах. В глубине души вы уже закипаете гневом и говорите себе. Ну вот, снова старая песня. Я ведь знаю, что Боб и Мэри, сидящие напротив, испытывают те же чувства, что и я. Эта самоуспокоенность убьет нас. Но внешне все трое поддерживают игру. Вы согласно киваете головой. Теперь представьте себе ситуацию, когда вы берете на себя ответственность за искренность своих слов. Вы, Боб или Мэри, задаете следующие вопросы. Есть ли хоть какая-то идея относительно производства новых товаров или предоставления новых услуг в данной отрасли, какую мы еще не рассматривали? Можем ли мы совершить прорыв в данной отрасли с помощью поглощения? Эта сфера деятельности потребляет так много ресурсов, почему бы нам, черт возьми, не отказаться от нее? Это уже совсем другое совещание. Насколько оно более увлекательно и полезно для всех его участников. Другим типичным случаем является высокоприбыльное предприятие, которым руководит толпа самодостаточных менеджеров. Вам, несомненно, знакома ситуация, которая имеет место на совещании по перспективному планированию. Менеджеры предъявляют показатели удвоения роста продаж, скажем, до 15%, и вскоре после показа слайдов пытаются убедить в том, как хорошо они работают. Руководители высшего звена одобрительно кивают головой, но вы сидите, зная, что это предприятие обладает гораздо большим потенциалом. Будем откровенны, люди, представляющие слайды, являются вашими ровесниками. Но на таких совещаниях царит атмосфера стародавнего кодекса поведения, который гласит «Не тронь меня, и тогда я не трону тебя». Честно говоря, мне известен лишь один способ вырваться из этого порочного круга и сделать нормой искренность. И этот способ состоит в том, чтобы найти неагрессивную форму выражения своих мыслей. Да вы просто молодец, отличная работа. Это наше лучшее предприятие. Почему бы не предоставить ему дополнительные ресурсы и не добиться еще больших результатов? С такой прекрасной командой профессионалов, как у вас, вам несомненно по силам совершить десяток внешних поглощений. Вы еще не рассматривали возможность глобализации вашего бизнеса? Такие и подобные им вопросы могут изменить атмосферу совещания, превратив его из парада взаимных поздравлений в собрание, стимулирующее улучшение работы. Правда и ее последствия. Теперь поговорим о тех вопросах, которые многие предпочитают не поднимать, поскольку не хотят попасть в дурацкое положение. Опыт показывает, что все просто, надо считаться с теми, кто работает рядом с вами. Правда состоит в том, что откровенные высказывания в первый момент, несомненно, будоражат людей. Фактически, чем более учтивым, бюрократическим или официальным являются принятые на вашей работе стиль обсуждения, тем больше ваша искренность напугает и огорчит людей. А это действительно может вас погубить. Это риск. И только вы можете решить, возьмете ли вы его на себя. Нет необходимости говорить о том, что вам будет проще вводить искренность в норму, если у вас есть возможность прямого контакта с руководителями высшего звена. Но не вините вашего босса или исполнительного директора в том, что вашей компании не хватает искренности. Открытый диалог можно начать на любом уровне. Я говорил то, что думаю, когда в моем подчинении было всего четыре работника фирмы норил. Самого нового и самого маленького подразделения огромной компании, отличавшейся сложной иерархической структурой и весьма туманными представлениями о том, каким должен быть откровенный обмен мнениями. Тогда я был слишком молод и не сведущ в дипломатии, чтобы привлечь к себе внимание. Но меня заметили, потому что наше предприятие стремительно развивалось. Если мы и обладали мужеством быть искренними, то в те времена мы не отдавали себе в этом отчета, поскольку в полной мере не осознавали, что значит быть откровенным. Просто нам казалось вполне естественным высказывать откровенные суждения, вступать в откровенные дискуссии, отстаивать свое мнение и быстро осуществлять принятые решения. Если в нас и было нечто выдающееся, так это то, что мы имели невероятное желание добиться успеха. Получив назначение на более высокую должность, я каждый раз начинал с пересмотра существующего положения, будь то изменение бюджета или аттестации сотрудников, и при этом часто испытывал чувство неловкости. Выяснилось, что большинство моих новых подчиненных не привыкло к открытым дискуссиям, на которых обсуждается все и вся. Например, обсуждая отчет о текущем состоянии кадров, мы соглашались с тем, что этот парень просто ужасен. Однако его письменная аттестация убеждала в том, что он просто идеальный работник. Когда я пытался опровергнуть это вранье, то в ответ слышал «Ну да, почему мы обязательно должны указывать это в письменной аттестации?» Я объяснял почему, приводя в качестве главного аргумента беспристрастность. Потом, когда в результате всех этих изменений мы получали команду, которая состояла из более квалифицированных и эффективных работников, все видели, какое положительное воздействие оказывает искренность. И после каждого проведенного мною пересмотра, который приносил успех, все больше и больше людей перенимало у меня стиль откровенного обмена мнениями. И все же нельзя сказать, что я был окружен одними единомышленниками. С того дня, когда я поступил на работу в General Electric и до того дня, когда меня объявили ее исполнительным директором, мои начальники указывали на то, что я излишне откровенен. Мое поведение называли несносным и постоянно предупреждали о том, что моя искренность вскоре станет препятствием для карьерного роста. Сегодня, когда моя карьера в General Electric уже сделана, я говорю вам, что именно искренность помогла мне этого добиться. В эту игру было втянуто слишком много людей, было сказано слишком много слов и затрачено слишком много энергии, которой мы открыто делились друг друг с другом, и в результате каждый из нас только выиграл. В этой главе мы очень много говорили об одном единственном понятии. Но в действительности его суть крайне проста. Искренность эффективна, потому что она расставляет все по местам. Да, все согласны с тем, что искренность противоречит человеческой натуре. Как, впрочем, и то, что каждый день вы просыпаетесь в 5 утра для того, чтобы успеть на поезд, который отходит в 6.30. Как и то, что вам приходится перекусить на рабочем месте для того, чтобы не пропустить важное совещание, которое будет в час дня. Но ради своих коллег или ради своей фирмы вы совершаете массу поступков, на которые не так-то просто решиться. Искренность хороша тем, что является противоестественным, но более чем достойным поведением. Невозможно представить себе такой мир, в котором каждый всегда говорит только то, что думает. Во всяком случае, не хотелось бы уж слишком много информации. Но даже если только половина наших высказываний соответствовала бы правде, отсутствие искренности уже не было бы маленькой, но самой отвратительной тайной бизнеса. И это стало бы самой большой переменой к лучшему. Глава 3. Дифференциация Безжалостный дарвинизм? Старайтесь сочетать справедливость с эффективностью. Если и есть ценности, которые действительно являются для меня основополагающими, то дифференциация несомненно относится к их числу. Есть люди, которые обожают идею дифференциации. Они безгранично верят в нее и соответствующим образом руководят своими компаниями. Они вам скажут, что именно эта идея лежит в основе достигнутого ими успеха. Для других она просто невыносима. Они называют ее запугивающей, недоброжелательной, непрактичной, не побуждающей к действиям, излишне политизированной и несправедливой, или приписывают ей все эти качества. Однажды во время прямого радиоэфира, посвященного обсуждению моей первой книги, одна женщина из Лос-Анджелеса, которой удалось дозвониться в студию, назвала дифференциацию безжалостным дарвинизмом. И это было только начало ее речи. Я, разумеется, являюсь страстным приверженцем дифференциации. Я видел, как она преобразует вполне заурядные компании, которые в результате становятся выдающимися предприятиями, а с точки зрения морали является самым позитивным элементом системы менеджмента. Эта идея дает практические результаты. Компании добиваются успеха, когда их руководители проводят отчетливую грань между высокоэффективными и малоэффективными предприятиями и работниками, и когда они способствуют увеличению количества первых и стараются уменьшить количество вторых. Компании только страдают, когда к различным по эффективности предприятиям и работникам относятся совершенно одинаково, и когда это вызывает повсюду ожесточенные споры. И, наконец, дифференциация – это распределение ресурсов, которые осуществляют умелые лидеры. Одна из тех задач руководителя, за которые им платят деньги. Ведь любая компания обладает лишь ограниченными ресурсами времени и финансов. Успешные руководители вкладывают ресурсы туда, где они надеются добиться максимальной окупаемости и при этом сокращают все остальные затраты. Пусть меня обвинят в дарвинизме, но я убежден, что дифференциация является не только наиболее рациональным и эффективным способом управления вашей компанией, но также самым справедливым и милосердным. В конечном счете она позволяет любому человеку добиться успеха. Когда я работал в General Electric, сотрудники компании горячо спорили относительно дифференциации, но спустя годы большинство из них стало решительно поддерживать эту идею, считая ее нашим методом работы. К тому времени, когда я ушел в отставку, она уже перестала быть темой горячих дискуссий. Но этого никак не скажешь о других компаниях. Во время зарубежных поездок мне чаще всего задавали вопросы, связанные с дифференциацией, которая, как я уже сказал, вызывает у людей либо горячие симпатии, либо полное неприятие. Но многих она сбивает с толку. Если бы я мог что-либо изменить в своей первой книге, то я добавил бы несколько страниц, посвященных этой теме и попытался бы досконально объяснить ее суть, делая упор на том, что дифференциацию нельзя проводить поспешно. В General Electric нам потребовалось около 10 лет, чтобы добиться искренности и взаимного доверия, а без них невозможна дифференциация. Но эта глава не о том, как внедрять данный метод, а о том, почему я верю в него и почему вам тоже следует в него поверить. Определение дифференциации. Одним из главных ошибочных представлений о дифференциации является то, что она применима лишь к людям. Но это не полное представление. Дифференциация – это способ управления людьми и предприятиями. По существу в основе дифференциации лежит утверждение о том, что любая компания состоит из двух частей – нематериальный и материальный. С нематериальной частью все понятно – это ваши работники. О материальной части поговорим подробнее. Если у вас большая компания, то вашей материальной частью являются предприятия различной направленности, формирующие пакет ваших активов. Если у вас небольшая компания, то материальной частью являются ваши производственные линии. Давайте сначала рассмотрим материальную составляющую дифференциации. Это довольно легко сделать, к тому же не вызовет ожесточенных споров. Каждая компания обладает сильными и слабыми предприятиями или производственными линиями, а также теми, которые занимают промежуточную позицию. Необходимым условием проведения дифференциации является то, что менеджеры должны иметь четкое представление об этих отличиях и соответствующим образом делать инвестиции. Для этого вам, разумеется, надо дать четкое определение того, что значит сильное. В General Electric под сильным подразумевалось предприятие, занимавшее первое или второе место в своей отрасли. В противном случае менеджерам приходилось либо добиваться такого положения, либо продавать предприятие, либо в качестве последнего средства его закрывать. У других компаний иные принципы распределения инвестиций. Они вкладывают деньги и время только в те предприятия или производственные линии, которые, например, способны удвоить рост продаж, или только в те предприятия или производственные линии, которые в состоянии улучшить предполагаемый уровень рентабельности, далее PUR, на 15% или более. Лично мне не нравятся такие чисто финансовые критерии инвестирования, как PUR, потому что цифрами можно очень легко жонглировать, изменяя остаточную стоимость или любой другой показатель инвестиционного предложения. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что дифференциация предприятий или производственных линий должна соответствовать открытым для всех и понятным каждому критериям. Людям могут не нравиться эти критерии, но они им известны, и они ухитряются им соответствовать. В действительности дифференциация предприятий и производственных линий является мощным средством, дисциплинирующим руководителей. Принятая в General Electric модель, согласно которой сильными считаются предприятия, ставшие первыми и вторыми в своих отраслях, способствовала прекращению длившейся десятилетиями практики распыления средств. Вероятно, и в прежние времена большинство руководителей General Electric понимали бессмысленность разбрасывания денег. Но тогда это было так легко сделать. Ведь всегда существовало давление со стороны менеджеров, вводивших в заблуждение и интриговавших ради того, чтобы заполучить свой кусок пирога. Чтобы избежать столкновений, каждому давали маленький кусочек и надеялись на лучшее. Излишне эмоциональные и сентиментальные настроения также могут стать причиной распыления средств. В течение 20 лет General Electric поддерживала свое нескорентабельное предприятие по производству воздушных кондиционеров только потому, что люди считали необходимым иметь компанию, которая занимается исключительно производством этого важного электроприбора. В действительности руководства, терпеть не могло эту отрасль, поскольку здесь успех в значительной степени зависел от монтажников. Эти независимые подрядчики развозили наши машины по домам заказчиков и сматывались, а мы теряли контроль над собственной торговой маркой. Но еще хуже было то, что мы удерживали лишь малую часть этого рынка и просто не могли сделать много денег на кондиционерах. После принятия ныне существующей системе дифференциации нам пришлось продать это предприятие, и когда мы его продали компании, которая занималась исключительно воздушным кондиционированием и добилась в этой области больших успехов, все бывшие работники General Electric с радостью обнаружили, что стали любимым детищем своих новых владельцев. Кроме того, наше руководство больше не отвлекалось на поддержку нескорентабельного предприятия, а держатели наших акций стали получать более весомое возмещение своих затрат. Все только выиграли. Руководить компанией, не прибегая к дифференциации, можно только в том случае, если бы мировая конкуренция стала менее острой. Но глобализация и дискредитация делают это совершенно невозможным. Менеджерам всех уровней приходится мириться с необходимостью осуществлять трудный выбор. Человеческий фактор. Теперь давайте поговорим о дифференциации работников, который вызывает больше противоречивых суждений. Этот процесс требует от менеджеров знания своих подчиненных и в зависимости от производительности труда деление их на три категории. Высшую 20%, среднюю 70% и низшую 10%. Затем, и это главное, менеджеры должны действовать в соответствии с этим делением. Я подчеркиваю слово «действовать», потому что мысленно все менеджеры проводят дифференциацию, но лишь очень немногие реализуют этот принцип. При реально существующей дифференциации персонала 20% работников высшей категории получают множество премий, обладают правом на покупку акций по льготным ценам и возможность пройти курсы повышения квалификации. Они пользуются всеобщей любовью и уважением и получают всевозможные поощрения, как моральные, так и материальные. Их без всякого преувеличения можно назвать звездами компании. Они являются ее лучшими работниками и к ним относятся соответствующим образом. Другое отношение к 70% работников средней категории. Эта группа сотрудников представляет огромную ценность для любой компании. Вы просто не можете функционировать без их умений, энергии и добросовестности. В конечном счете они составляют большинство ваших работников. Поэтому, рассматривая упомянутые категории, следует помнить о том, что основная проблема и главный риск состоят в том, чтобы задействовать 70% сотрудников средней категории и стимулировать их работу. Вот почему при работе с данной категорией руководство уделяет столько внимания обучению, положительной обратной связи и постановке содержательной цели. Если отдельные представители этой группы вселяют какие-то конкретные надежды, то таких работников надо перемещать с одного предприятия компании на другое, поручая им выполнять различные функции с тем, чтобы они получили опыт и знания, и чтобы проверить, в какой степени они обладают умением руководить. Работниками компании средней категории это не удержание их по сползанию в низшую категорию, это не спасение нерадивых сотрудников, и то и другое было бы плохим решением вопроса. Скорее речь идет о дифференциации, которую руководители проводят среди работников данной категории, выявляя тех, кто обладает потенциалом необходимых для подвижения вверх и культивируя таких людей. Но каждый представитель данной категории нуждается в том, чтобы его стимулировали и заставляли почувствовать, что он действительно включен в эти 70%. Вы не хотите лишиться того подавляющего большинства, которое составляют эти работники. Вы хотите улучшить их навыки. Что касается тех, кто составляет 10% низшей категории, то у них нет никаких радушных перспектив. С ними придется расстаться. Но это легче сказать, чем сделать. Ужасно трудно увольнять людей. Меня коробит даже, когда я слышу это слово. Но если искренность является нормой жизни вашей организации, и если вы твердо намерены идти по пути повышения производительности, разумеется, очень важно, чтобы это стало целью каждого работника, тогда представители низшей категории в основном понимают, в каком они находятся положении. Когда вы побеседуете с ними на эту тему, они, как правило, уходят, не дождавшись того, когда их попросят это сделать. Ни один человек не пожелает работать там, где он только в тягость. Одной из самых замечательных особенностей дифференциации является то, что, переходя в другие компании и меняя профессии, представители низшей категории продолжают делать карьеру и очень часто находят свое признание и ту работу, на которой они могут отличиться. Вот в двух словах, как работает принцип дифференциации. Иногда люди интересуются, кому я предлагал этот принцип. Мне приходится объяснять, что вовсе не я изобрел дифференциацию. Впервые я познакомился с ней еще в детстве на спортивной площадке. Когда мы создавали бейсбольную команду, первыми всегда отбирали лучших игроков, которых ставили на лучшие позиции. Обычно на вторую базу, а худшим приходилось оставаться в стороне. Каждый знал свое место. Лучшие изо всех сил стремились сохранить свое положение и в награду получали уважение и волнующую радость победы. Ребята среднего уровня прилагали все усилия, чтобы улучшить свое мастерство. И когда им это удавалось, улучшалось качество игры в целом. А ребята, которые не смогли добиться успеха, обычно находили себе другие увлечения и занимались теми видами спорта, которые давали им возможность получить удовольствие и отличиться. Не каждый может стать великим бейсболистом. И не каждый великий бейсболист может стать замечательным врачом, программистом, плотником, музыкантом или поэтом. У каждого из нас есть свое призвание. И я просто уверен в том, что мы становимся самыми счастливыми людьми и самыми востребованными профессионалами, когда занимаемся тем делом, которое у нас лучше всего получается. Это одинаково справедливо как для спорта, так и для бизнеса. Доводы против дифференциации или доводы в ее пользу. Я мог бы посвятить еще пару страниц доводам в пользу дифференциации, но вместо этого я намерен представить список наиболее распространенных критических замечаний в адрес этой концепции. Здесь я не буду затрагивать материальную сторону дифференциации, потому что она не идет ни в какое сравнение с проблемой деления на категории, вызывающие столь горячие дискуссии. Итак, вот критические замечания относительно дифференциации персонала. В некоторых из них есть доля правды, но чаще всего они не соответствуют истине. Вот что я имею в виду. Дифференциация несправедлива, потому что всегда проводится в соответствии с политикой компании. Разделение на категории 20-70-10 – это всего лишь способ определить тех, кто лижет боссу задницу, а тех, кто этого не делает. Вне всяких сомнений верным является то, что в некоторых компаниях принцип дифференциации искажается благодаря кумовству и фаворитизму. В этих компаниях 20% высшей категории составляют сотрудники, поддакивающие боссу и являющиеся его друзьями-приятелями, тогда как 10% низшей категории – это те слишком откровенные типы, которые задают трудные вопросы и бросают вызов существующему порядку. К 70% средней категории относятся работники, старающиеся ни во что не вмешиваться и не высовываться. Такое случается, и от подобной практики дурно пахнет. Все дело в полном отсутствии у руководства таких компаний мозгов или честности, а может быть и того и другого. Единственным положительным свойством компании, где заслуги работников не являются решающим критерием, я бы назвал то, что в конечном счете она сама себя уничтожит. Ей суждено либо обрушиться под собственным весом, либо измениться. Но даже в этом случае результаты будут не столь обнадеживающими, чтобы предприятие могло остаться на плаву. К счастью, случаи применения извращенной дифференциации можно предотвратить с помощью введения честной и ясной системы оценки производительности труда с четко определенными перспективами, целями и сроками, а также с помощью программы последовательных аттестаций. Дифференциацию можно проводить только после введения в действие подобной системы. Этот процесс мы рассмотрим более подробно в главе об управлении людьми. Дифференциация пугает недоброжелательностью. Она подобна спортплощадке в худшем ее виде, где слабых детишек превращают в отверженных, где они становятся объектами насмешек. Я слышал эти утверждения сотни раз, и они просто выводят меня из себя, потому что одним из основных преимуществ дифференциации является то, что она милосердна и справедлива к любому. Когда действует принцип дифференциации, люди понимают, на каком уровне они находятся. Вы знаете, есть ли у вас серьезные шансы получить повышение, или вам надо искать другие возможности внутри компании или за ее пределами. Быть может, поначалу вам будет трудно переварить ту или иную информацию, поскольку вполне очевидно, что плохие новости часто причиняют боль. Но довольно скоро эти знания, как и все прочие, становятся силой и фактически дают вам больше свободы. Зная, на каком уровне вы находитесь, вы можете стать хозяином собственной судьбы. Разве это не является высшим проявлением справедливости? Интересно то, что когда в разговоре мои собеседники высказывают это критическое замечание, я часто задаю встречный вопрос. Я спрашиваю, получали они оценки в школе или нет. Все естественно дают положительный ответ. Тогда я задаю следующий вопрос. Считали вы получение оценок неправильным или нет? Ну, конечно, нет. Обычно говорили мне в ответ. Иногда оценки причиняют острую боль. Но дети так или иначе с ней справляются. Однако оценки обладают способностью внести полную ясность. После окончания школы некоторые люди продолжают учиться, чтобы стать астронавтами, учеными или профессорами колледжей. Другие занимают руководящие посты в сфере маркетинга или рекламы. А третьи становятся медсестрами, поварами или даже профессиональными серфингистами. В действительности оценки ведут нас в нужном направлении, сообщая нам в какой-то мере то, что мы должны знать о самих себе. Так почему же, достигнув совершеннолетия, мы должны отказываться от получения оценок? Чтобы избежать недоброжелательности? Нет уж, увольте. Довод. Я слишком хорошо воспитан, чтобы делить людей на категории 20, 70, 10. Обычно люди, которые таким образом выражают свой протест против дифференциации, утверждают, что она как система управления не ценит тех, кто привносит в бизнес такие нематериальные понятия, как чувство семьи, человечность или ощущение истории. Все мы знаем, что есть организации в течение долгого времени, держащие у себя нерадивых работников и делающие это главным образом потому, что менеджеры и являются воспитанными людьми. Я полностью понимаю нежелание сбрасывать со счетов воспитанных людей. Но несомненным фактом является то, что защита нерадивых работников всегда выходит боком. Прежде всего, они не вносят должный вклад в общее дело, а это приводит к тому, что все остальные получают меньший кусок пирога. Это может вызвать недовольство. К тому же, это никак нельзя назвать справедливостью, а несправедливость никогда не способствует достижению успеха. Такое положение дел несовместимо с атмосферой искренности и доверия. Но хуже всего то, что защита нерадивых работников наносит вред самим этим работникам. Годами они получают моральную поддержку со стороны тех, кто старается не замечать низких результатов их работы. На аттестациях им твердят общие слова о том, какие они замечательные работники и как прекрасно они делают свое дело. Им выражают благодарность за внесенный вклад. Потом наступает экономический спад, и увольнение становится необходимостью. Первыми почти всегда увольняют воспитанных, но нерадивых работников, и всегда они более всех остальных этому удивляются, поскольку им никогда не говорили правду о результатах их деятельности или об отсутствии таковых. Ужасно то, что это часто происходит тогда, когда таким работникам уже под 50 или под 60. В течение почти всей своей карьеры они получали моральную поддержку, и вдруг в возрасте, когда начинать все сначала уже очень трудно, они лишаются работы, не имея времени на то, чтобы подготовиться к увольнению и обдумать планы на будущее. Они могут просто не выдержать такого удара. Им кажется, что их предали, и они имеют на то все основания. Несмотря на то, что поначалу дифференциация может показаться весьма жестокой мерой, она делает невозможной подобную трагедию, поскольку учитывает лишь реальные показатели производительности. Поэтому я считаю, что если вы отказываетесь проводить дифференциацию, то делаете это не потому, что слишком хорошо воспитаны, а потому, что слишком малодушны. Дифференциация стравливает людей и подрывает командный дух. Попробуйте сказать это Джо Тору. Нью-Йорк Янкис отличается превосходной командной игрой. К великому сожалению таких, как я, болельщиков команды Red Sox. И при этом у них открыто действует система дифференциации. Звезды получают щедрые вознаграждения, а нерадивым игрокам показывают на дверь. Но чтобы сделать систему дифференциации полностью открытой, они придают широкой огласке данные об окладах своих игроков. Когда некоторые члены этой команды получают 18 миллионов долларов в год, а другие игроки в той же спортивной форме лишь минимальные для высшей лиги 300 тысяч, можно не сомневаться в том, что система дифференциации успешно работает. Но для того, чтобы команда выиграла, все они стараются играть сообща. Алекс Родригес испытывает радостное возбуждение, совершив закончившуюся полным успехом круговую пробежку. Но я уверен в том, что он испытывает гораздо более сильные чувства, когда Янкис одерживает победу. В июле 2004 года Дерек Джиттер в прыжке совершил лучший бросок года, но получил травму. Его фото с подбитым глазом и гримасой боли на лице красовалось в каждой Нью-Йоркской газете. Должно быть, его боль почти утихла, когда Янкис одержали победу после 13-го ининга, одного из величайших в истории бейсбола матчей. Нет никаких сомнений в том, что эти две звезды обожают быть первыми именно потому, что хотят удовлетворить собственное честолюбие. Но держу пари, что они всегда получают больше радости и испытывают большее волнение, когда выигрывает их команда. Командный дух свидетельствует о наличии двух факторов. Во-первых, о замечательной работе руководителей. Вполне очевидно, что Джо Тор понимает, с какими трудностями связано руководство в условиях дифференциации. Во-вторых, сплоченность игроков Янкис, как и игроков многих других команд, свидетельствует о том, насколько положительно сказывается открытая и честная система управления, а также объективность оценок эффективности и тесно связанная с ней система поощрения. В этом смысле дифференциация не подрывает, а укрепляет командный дух. Что касается бизнеса, то со стороны компаний, наверное, было бы крайне безрассудно публиковать сведения об окладах всех своих работников, и в данном случае я не являюсь сторонником подобной практики. Но похоже на то, что люди и без того всегда знают, сколько получают их сослуживцы. Разве не так? Вот почему они буквально с ума сходят, когда все члены коллектива получают одинаковое вознаграждение, несмотря на то, что всю работу проделали лишь немногие из них. Они чувствуют себя одураченными и хотят выяснить, почему руководство не понимает вполне очевидного факта, состоящего в том, что члены коллектива отнюдь неравноценны. При наличии системы дифференциации вознаграждение получают те члены коллектива, которые этого заслуживают. Между прочим, такое положение раздражает лишь нерадивых работников. Все остальные считают этот подход справедливым, а справедливость только укрепляет командный дух. Однако еще более позитивным фактором является то, что дифференциация побуждает людей полностью выкладываться, а это как раз то, что вам требуется. Дифференциация возможна только в Соединенных Штатах. Я очень хотел бы ее применить, но по причине существования в нашей стране иных культурных традиций, мои соотечественники воспримут ее в штыки. Я слышал подобные критические высказывания с первых дней работы в General Electric, когда один из наших менеджеров объяснял, что деление на категории нельзя осуществлять в Японии, потому что в этой стране учтивость ценится гораздо выше, чем искренность. С тех пор я слышал, как сотрудники сотен компаний в десятках разных стран мира мотивировали национальными особенностями отказ от дифференциации. Недавно менеджеры из Дании сообщили о том, что в их стране слишком высоко ценят равноправие, чтобы принцип дифференциации получил широкую поддержку. Подобные высказывания мы слышали и во Франции. В прошлом году на совещании в Амстердаме один менеджер сказал, что в крови у голландцев слишком много кальвинизма, чтобы данная система могла нормально работать в Нидерландах. Я думаю, этот менеджер хотел сказать, что все награды можно получить только на небесах, если, конечно, вас туда призовут. А в Китае нас убеждали, что введение системы дифференциации – это вопрос дальней перспективы, потому что в большинстве государственных предприятий, а такие предприятия, несмотря на рыночные реформы, составляют более 50% экономики Китая, значительная часть лучших рабочих мест и вознаграждений раздается наиболее преданным членам партии, независимо от того, являются они выдающимися работниками или нет. В целом, я думаю, что все услышанные нами доводы о национальных особенностях, препятствующих введению системы дифференциации, являются не более чем отговорками. У нас в General Electric не было ни одной компании, где дифференциация применялась бы только в отношении персонала предприятий, расположенных в США. Во-первых, мы слишком верили в эффективность этой системы. Но, кроме того, мы понимали, что введение дифференциации только в Соединенных Штатах было бы проявлением несправедливости и сбивающим с толку фактором, особенно для тех предприятий, которые имели подразделения как в США, так и за их пределами, а также для тех наших сотрудников, которые, выполняя поставленные нами задачи, переезжали из страны в страну. Поэтому мы с самого начала решили вводить дифференциацию везде, где мы занимались бизнесом, преодолевая любые национальные проблемы, которые этому препятствуют. Поэтому произошло настоящее чудо. Оказалось, что во многих случаях национальные особенности ничуть не мешают. Как только мы доказали необходимость введения дифференциации и связали ее с системой честных оценок результативности труда, она стала одинаково эффективно работать и в Японии, и в Огайо. Люди, прежде считавшие, что данная система никогда не будет работать в их стране, стали ее горячими сторонниками, поскольку сами убедились в том, что это честный, справедливый и вполне понятный подход. Как я уже говорил, мне очень часто приходится слышать фразу «в нашей стране невозможно ввести дифференциацию». И, как правило, подобные высказывания исходят от менеджеров, признающихся в том, что сами они поддерживают данный подход. В основе сопротивления этих менеджеров лежит предвзятое мнение, будто их подчиненные обязательно будут против этой идеи в силу своей приверженности национальным традициям. Моим совет – действовать без лишней поспешности, но всеми способами пытаться ввести данную систему. Эти менеджеры будут приятно удивлены, когда узнают, что они не одиноки, ведь стоит только ввести в действие дифференциацию, как через некоторое время она сама докажет свою правоту, независимо от языка, на котором говорят сотрудники. Дифференциация хороша для тех, кто входит в 20% высшей категории и для тех, кто составляет 10% низшей, потому что и те, и другие представляют свои перспективы. Но она совершенно не стимулирует тех, кто составляет 70% средней категории, которые в конечном счете начинают испытывать чувство ужасной неопределенности. И в этом есть доля правды. Среди представителей средней категории сложнее всего проводить дифференциацию. Самую большую проблему представляют те люди, которые находятся на верхнем уровне средней категории, поскольку понимают, что они мало чем отличаются от представителей высшей категории и зачастую намного лучше представителей низшего уровня их собственной гвардии. Да, это может вызвать самоуспокоенность, и порой талантливые середнячки уходят именно по этой причине. Положительным фактором в столь сложной ситуации является то, что наличие средней категории принуждает компании улучшать собственные системы управления. Это заставляет руководителей более тщательно, чем обычно, изучать своих подчиненных и устанавливать с ними более надежные и открытые каналы обратной связи. Это заставляет компании строить учебные центры, которые осуществляют на практике разделение работников по эффективности труда. Так, например, в 1970-е, то есть еще до введения дифференциации, наш учебный центр в Кроттенвилле, штат Нью-Йорк, часто использовался в качестве места ссылки, куда наши предприятия сплавляли своих нерадивых работников. Кроттенвиль был чем-то вроде полустанка на пути к досрочному выходу на пенсию. Воодушевление, вызванное принятием деления на категории, помогло нам изменить это положение. Мы превратили Кроттенвиль в то место, где представители высшей категории и лучшие представители средней категории обменивались идеями, обсуждали наш подход к введению дел и должны были намного лучше узнать и понять друг друга. И поскольку руководители высшего звена уделяли несколько часов каждой из обучавшихся в центре групп, у нас возникла идея и здесь ввести в практику систему строгой дифференциации. Еще одним положительным фактором является то, что вызывая самоуспокоенность у одних, возможность перехода в среднюю категорию приводит к резкой активизации деятельности многих других. Так, например, для тех, кто входит в состав 20% лучших работников, существование средней категории дает лишний повод каждый день полностью выкладываться на работе. Чтобы сохранить свое высокое положение, им приходится постоянно улучшать эффективность своей работы, какого напряжения это может от них потребовать. В конечном счете большинство людей захочет улучшить свой статус и каждый день повышает эффективность труда. В середине 1970-х годов для многих улучшение эффективности означало и проявление большей активности. Переход в категорию лучших работников становился для них реальной целью, а стремление достичь самой цели заставляло их работать с большим усердием. Мыслить более творчески, использовать большее количество новых идей и вообще ежедневно бороться за то, что они считают верными решениями. Это предъявляло более высокие требования к выполняемой работе и делало ее гораздо более интересной. Дифференциация благоприятствует энергичным работникам, но недооценивает и выставляет на всеобщее обозрение застенчивых и сосредоточенных на себе сотрудников, даже в том случае, если они талантливы. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но жизнь вообще благосклонна к энергичным и общительным людям. Вы начинаете понимать это еще в детстве, а школа, церковь, спортивный лагерь, клуб и, как правило, ваши домашние, заставляют вас еще лучше усвоить эту истину. Если к моменту начала трудовой деятельности вы все еще застенчивы и замкнуты, то вам следует знать о том, что есть такие профессии и рабочие места, где такие черты характера являются предпочтительными. Если вы себя хорошо знаете, вы найдете именно такую работу. Этот критический взгляд на дифференциацию, с которым я постоянно сталкиваюсь, в действительности следует относить не к ней, а к общественным ценностям. Я мог бы добавить только, что если вы хотите собрать команду самых лучших работников, то вам надо признать необходимость введения дифференциации. Я не знаю другой системы управления персоналом, которая в большей степени способствовала бы достижению данной цели и при этом отличалась бы большей открытостью, справедливостью и быстротой. Дифференциация не является верхом совершенства, но она, подобно искренности, проясняет истинное положение дел и во всех отношениях его только улучшает. Глава 4. Право голоса и чувство собственного достоинства. Задействовать интеллект каждого. Рудольф Джулиани однажды сказал, надо знать, во что веришь. Я думаю, он прав, и поэтому хочу поделиться одним из своих основных убеждений. Это необходимо, потому что оно лежит в основе каждого из принципиальных моментов, о которых вы уже прочитали. Формирование задач и ценностей предприятия, искренность и дифференциация в менеджменте. Это убеждение заключается в следующем. Каждый человек обладает чувством собственного достоинства и желает иметь право голоса, и каждый человек этого заслуживает. Говоря о праве голоса, я имею в виду, что люди хотят обладать возможностью высказывать свои мысли и быть уверенными в том, что к их идеям, мнениям и ощущениям прислушаются независимо от того, к какой национальности, полу, возрасту и культуре они принадлежат. Чувство собственного достоинства, на мой взгляд, подразумевает, что по сути своей люди инстинктивно хотят, чтобы их уважали за выполняемую ими работу, за их усилия и за их личные качества. Если вы прочитали все вышеизложенное и сказали себе «что ж, это вполне очевидно», тогда все в порядке. Я полагаю, что большинство людей так и скажет. Возможно, моя убежденность в праве быть услышанным и в праве на уважительное отношение и не нуждается в том, чтобы о нем говорить, ведь оно так широко распространено и его значение вполне очевидно. Но последнюю пару лет я не перестаю удивляться тому, как часто заканчиваю свои беседы о том, как добиться успеха, возвращаясь именно к этой теме. В прошлом году я был в Китае, и там одна молодая женщина, сидевшая в аудитории, поднялась со своего места и с отчаянием в голосе спросила, как человек, который занимает в ее стране бизнесом, может на деле руководствоваться принципами искренности и дифференциации в условиях, когда правом голоса обладает только босс. У нас, сотрудников низшего звена, возникает масса новых идей. Но пока мы сами не станем начальниками, мы и мечтать не можем о том, чтобы их высказать, сказала она. Хорошо, если вы частный предприниматель и можете основать собственную компанию. Тогда вы сами себе начальник. Но у некоторых из нас нет такой возможности. В ответ на это я сказал, что еще в то время, когда General Electric только начинал свою деятельность в Китае, я заметил, что наши фабрики на островах Наньша в Шанхае и Пекине сталкиваются с упомянутыми затруднениями. Я видел, как по мере роста и развития этих предприятий наступают грандиозные перемены к лучшему, поскольку их китайские руководители все больше прислушиваются к голосам своих подчиненных. Я высказал этой женщине свою уверенность в том, что с развитием рыночной экономики в Китае и в связи с тем, что китайские менеджеры приобретают все больше опыт, в конечном счете такой подход восторжествует в полной мере. Но лишение права голоса и подавление чувства собственного достоинства едва ли являются только китайской проблемой. Да, эта китаянка весьма эмоционально выразила свои сомнения. Но и во всех других странах, где я побывал, люди в той или иной степени разделяют ее неудовлетворенность и озабоченность. Руководя каким-то отделением или подразделением, редко задумываешься о том, почему сотрудники не высказывают своего мнения и почему к ним не прислушиваются. Создается впечатление, что вас всегда окружают люди и что ваша жизнь заполнена визитами, звонками и служебными записками сотрудников, придерживающихся вполне твердых позиций. И в конце концов у вас вкладывается искаженное представление. Во многих фирмах подавляющее большинство работников не высказывают своего мнения, потому что они считают себя лишенными такой возможности или потому что их об этом не просят. Мне это стало ясно в конце 1980-х годов. То есть как раз в то время, когда я постоянно принимал участие в продолжительных совещаниях, проводившихся в нашем учебном центре в Кроттенвилле. Со всех сторон мне задавали тогда детальные вопросы о проблемах отдельных предприятий и на все эти вопросы следовало давать совершенно откровенные ответы. Почему завод по производству холодильных установок получает только самое современное оборудование, а мы должны постоянно латать старые? Или для чего мы переносим сборку авиамотора GE-90 в Дарем, когда можем делать это прямо здесь, в Эван-Дейле? После нескольких таких вопросов я испытывал чувство разочарования. Почему вы не спрашиваете об этом у своих начальников? – задавал я вопрос перед тем, как закончить семинар. Я не могу поставить вопрос перед начальством. Для меня это равнозначно гибели. – следовал ответ. Почему же вы считаете возможным задавать этот вопрос мне? Потому что здесь мы чувствуем себя анонимными. Такого рода беседы продолжались приблизительно год, когда мы поняли, что надо принять какие-то меры, чтобы создать условия, при которых работники любого уровня высказывали бы свое мнение так, как они это делают в Кроттенвилле. Так родилась идея тренировочных сборов, представляющих собой мероприятия в течение двух-трех дней, проводившиеся на разбросанных по всему миру предприятиях General Electric. Образцом для них служили те совещания, которые имели место в маленьком городке, расположенном в Новой Англии. Собирались группы численностью от 30 до сотни работников и вместе с куратором обсуждали методы улучшения работы и то, как исключить бюрократические препоны и другие препятствия, с которыми они сталкиваются. Каждое такое совещание открывал начальник, излагавший основные причины проведения собрания. Помимо этого он или она брали на себя два обязательства. Безотлагательно принять к исполнению 75% высказанных на совещании рекомендаций и в течение месяца рассмотреть вопрос о целесообразности принятия остальных 25%. Затем начальник уходил, чтобы не мешать открытой дискуссии, и появлялся только к моменту ее окончания, чтобы подтвердить взятые на себя обязательства. За несколько лет были проведены десятки тысяч подобных мероприятий, и они в конце концов стали обычной практикой. Они перестали быть заметными событиями, превратившись в один из способов решения проблем, с которыми сталкивается General Electric. Будь то завод холодильных установок в Луисвилле, штат Кентукки, где сами работники обсуждали различные системы окраски изделий, работающие быстрее и лучше уже существующий, или автомоторный завод в Редленде, штат Вермонт, где были предложены рекомендации относительно того, как сделать менее трудоемким производство лопастей или производственные линии по изготовлению кредитных карт в Цинцинале, где сотрудниками были высказаны идеи относительно того, как сделать выставление счетов более эффективным. Везде подобные дискуссии привели к резкому повышению производительности. Таким способом мы задействовали интеллект каждого работника. На одном из таких сборов присутствовал средних лет рабочий с предприятия по изготовлению бытовой техники, который выразил мнение тысяч других работников, когда высказал мне следующую мысль. «25 лет вы платили мне за то, что я работал руками, хотя за эти же деньги могли бы воспользоваться и моей головой. И вот благодаря подобным мероприятиям мы наконец можем воспользоваться и тем и другим. Я считаю, что именно эти сборы являются главной причиной тех глубоких изменений, которые претерпела General Electric за годы моего в ней пребывания. Подавляющее большинство ее работников уже отказалось от традиционного подхода «начальство виднее». Иногда столь разросшейся бюрократической машине, как General Electric, нужна встряска, наподобие той, которую вызывают тренировочные сборы, раскрепощая людей и заставляя их открыто высказывать свое мнение. Но это далеко не единственный способ убедиться в том, что ваша рабочая группа или компания слышит голос каждого. Найдите такой подход, который вам кажется наиболее правильным. Я вовсе не хочу сказать, что мнение каждого следует принимать к исполнению и что надо удовлетворять все без исключения просьбы. Все это решается по усмотрению руководства. Однако вполне очевидно, что некоторые люди могут предложить более интересные идеи, чем другие, и что одни работники являются более сообразительными, более опытными или более творческими людьми, чем другие. Но каждого человека следует выслушать и отнестись к нему с уважением. Они в этом нуждаются, но и вам это тоже необходимо. Часть 2. Ваша компания. Глава 5. Руководство. Это не только о вас. Приходит день, и вы сами становитесь руководителем. Еще в понедельник вы делали то, что считали вполне естественным. Получали удовольствие от своей работы, занимались каким-то проектом, весело болтали со своими коллегами о жизни и о работе и сплетничали о том, насколько глупо может вести себя ваше начальство. Но уже во вторник вы сами становитесь начальством. Теперь вы босс. Внезапно все стало для вас совсем другим, потому что теперь все изменилось. Руководство требует от вас другого стиля поведения и другого отношения к окружающим, и многие именно с этого начинают свою работу на руководящей должности. До того, как вы стали руководителем, успехом для вас является только повышение эффективности выполняемой вами работы. После того, как вы стали руководителем, успехом для вас является повышение эффективности работы, выполняемой другими. Нет сомнений в том, что существует масса способов осуществлять руководство. Достаточно взглянуть на счастливчика и правдолюба Герба Келлигера, который 30 лет руководил компанией Southwest Airlines. И неприметного изобретателя Microsoft Билла Гейтса, и вы поймете, что существуют самые разнообразные руководители. В политике это Черчилль и Ганди, в футболе это Ломбарди и Беличик. Каждый из этих лидеров дал бы вам свой собственный отличный от других список правил руководителя. Если бы об этом попросили меня, то я бы дал вам список из восьми правил. Впрочем, когда я сам ими пользовался, они не казались мне правилами. Скорее, они были для меня чем-то вроде ориентиров, помогающих выработать правильный стиль руководства. В этой книге вы еще неоднократно услышите рассуждения о проблемах руководства. К этой теме я возвращаюсь практически в каждой главе. Об этом говорится в главах об антикризисном управлении и стратегии и в главе о балансе между работой и личной жизнью. Но начну я с отдельной главы, посвященной этому вопросу, потому что он всегда вызывает особый интерес. Во время бесед, которые в течение последних трех лет я проводил со студентами, менеджерами и предпринимателями, мне неизменно задавали вопросы, связанные с проблемами руководства. Чем в действительности должен заниматься руководитель, спрашивали меня. Или я только что получил повышение, но раньше никогда не работал на руководящих должностях. Как мне стать хорошим руководителем? Руководство на уровне низшего звена часто вызывает беспокойство, подобное тому, что прозвучало в следующем вопросе. Мой босс ведет себя так, словно он должен все держать под контролем. Является ли это стилем руководства или проявлением излишней опеки? Поскольку проблема влияния личности руководителя также вызывает большой интерес, меня часто спрашивают, можно ли, как и прежде, оставаться замкнутым, спокойным или просто застенчивым, и при этом добиваться от своих подчиненных хороших результатов. Однажды в Чикаго один из моих слушателей задал следующий вопрос. У меня есть по меньшей мере двое подчиненных, которые умнее меня. Как я могу давать им аттестацию? Такого рода вопросы заставили меня обратиться к собственному 40-летнему опыту работы на руководящих должностях. Десятилетиями я работал в условиях постоянно меняющейся обстановки. Я руководил группами из трех, подразделениями из 30 тысяч человек. Я управлял предприятиями, которые находились в состоянии угасания и теми, которые испытывали бурный рост. На моем веку были и поглощения, и дробления, и организационные кризисы, и периоды неожиданных удач, и хорошее состояние экономики, и плохое. Но, судя по всему, некоторые методы руководства при любых обстоятельствах действовали эффективно. Они и стали моими правилами. Что должны делать руководители? Первое. Руководители неустанно работают над повышением эффективности своих подчиненных, используя любой контакт с ними как возможность дать оценку их работы, поделиться знаниями и привить им чувство уверенности в своих силах. Второе. Руководители должны быть уверены в том, что их подчиненные не только понимают концепцию руководителя, но целиком и полностью ее разделяют. Третье. Руководители влезают в шкуру каждого подчиненного и питают его своей позитивной энергией и оптимизмом. Четвертое. Руководители создают атмосферу доверия, проявляя прямоту, открытость и честность. Пятое. Руководители обладают мужеством идти на непопулярные шаги и принимать решения, продиктованные интуицией. Шестое. Руководители зондируют почву и, балансируя между любознательностью и скептицизмом, двигаются вперед, добиваясь того, чтобы возникшие у них сомнения приводили к вполне конкретным действиям. Седьмое. Руководители подают пример подчиненным готовностью пойти на риск и стремлением расширить свои знания. Восьмое. Руководители умеют поздравить с успехом. Ежедневное балансирование. Прежде чем мы рассмотрим каждое из этих правил, давайте поговорим о тех противоречиях, которыми изобилует такая сфера деятельности, как руководство. Наиболее традиционным является противоречие между текущими и перспективными задачами руководителя, с которыми мне часто приходится разбираться, отвечая на следующий вопрос. Как можно добиваться выполнения поставленных на текущий квартал задач и при этом делать то, что положительно скажется на работе предприятий только через пять лет? Ничего не поделаешь. Таковы уж особенности работы руководителя. Дело в том, что практически каждый может осуществлять текущее руководство. Для этого достаточно, как говорится, выжимать все соки. И практически каждый может осуществлять перспективное руководство. Для этого достаточно постоянно мечтать. Но вас поставили на руководящую должность, потому что кто-то уверен в том, что вы можете одновременно и выжимать соки, и мечтать. Вас сочли человеком, обладающим проницательностью, опытом и твердостью, необходимыми для решения как текущих, так и перспективных задач. Ежедневное балансирование с целью удовлетворения этих противоречивых требований и есть руководство. Возьмем третье и шестое правила. В одном из них говорится, что надо проявлять позитивную энергию и оптимизм, прививая своим подчиненным чувство уверенности в собственных силах. В другом сказано о том, что следует постоянно сомневаться в своих подчиненных и никогда не принимать на веру то, что они говорят. Или возьмем правила пятое и седьмое. В одном из них сказано, что вам нужно действовать как руководителю, подтверждая свои властные полномочия. В другом говорится о том, что надо признавать собственные ошибки и проявлять заботу о людях, которые идут на риск, особенно когда они терпят неудачу. Было бы, конечно, гораздо проще, если бы руководство представляло собой лишь список простых правил, но противоречия являются неотъемлемой частью этого ремесла. И они же делают работу руководителя увлекательной, несмотря на то, что каждый день ему приходится решать какую-то проблему. Это дает человеку невиданные и практически безграничные возможности самосовершенствования в области профессиональной деятельности. Но вы в состоянии отдать только то, что у вас есть. И вот как это можно сделать. Правило первое. Руководители неустанно работают над повышением эффективности своих подчиненных, используя любой контакт с ними как возможность дать оценку их работы, поделиться знаниями и привить им чувство уверенности в своих силах. Когда после 86-летнего перерыва бостонские Red Sox наконец снова добились победы и стали чемпионами США по бейсболу, не было ни одного телеканала или газеты, где не высказывались бы предположения, почему для этой команды 2004 год стал годом ее триумфа. Предлагались самые разнообразные объяснения, начиная с прически центрального принимающего Джонни Дэймона и заканчивая лунным затмением. Однако большинство соглашалось с тем, что никакой загадки в этом не было. Просто у Red Sox были самые лучшие игроки. В состав команды входили лучшие подающие лиги, достаточно хорошие принимающие, а что касается хитров, то они были просто выше всяких похвал. И всех этих игроков связывало общее стремление победить, причем настолько явственное, что его нельзя было не заметить. В течение каждого сезона бывают удачи и неудачи, но команда с лучшими игроками обычно выигрывает. И поэтому вполне естественно, что вам, как руководителю, нужно уделить массу своего времени и приложить все свои силы, чтобы добиться успеха на трех направлениях своей деятельности. Первое. Вы должны объективно оценивать своих подчиненных и убедиться в том, что они полностью соответствуют занимаемым должностям. Поддерживая и продвигая тех, кто соответствует, вы должны избавляться от тех, кто не соответствует. Второе. Вы должны стать для своих подчиненных наставником. Направляя и критикуя их, вы всеми способами будете способствовать повышению эффективности их работы. Третье. И, наконец, вы должны привить своим подчиненным чувство уверенности в собственных силах, щедро раздавая поощрения, проявляя заботу и отмечая успехи. Уверенность в собственных силах дает импульс и наделяет ваших подчиненных мужеством, необходимым для того, чтобы работать с предельным напряжением, идти на риск и добиваться невиданных результатов. Для успешной команды это источник энергии. Слишком часто руководители считают, что повышением эффективности своих сотрудников надо заниматься раз в год во время аттестации. Но это совсем не так. Повышение эффективности подчиненных это ежедневная работа. Она является неотъемлемой частью вашей повседневной деятельности. Возьмем такой аспект, как рассмотрение бюджета. Это мероприятие дает великолепную возможность сосредоточить внимание на подчиненных. И это правильно. Да, вам надо поговорить о вашем бизнесе и достигнутых результатах. Но во время рассмотрения бюджета вы можете воочию увидеть, в каком направлении движется ваша команда. Если на таком собрании вещает лишь сам руководитель, а все сидящие за его столом отмалчиваются и ведут себя скованно, знайте, вам предстоит еще много чему научить своих подчиненных. Если все активно включаются в обсуждение представленных данных, это значит, что у вас есть великолепная возможность тотчас выразить свое удовлетворение тем, что вы видите. Если в команде есть настоящая звезда или никуда не годный работник, постарайтесь как можно быстрее поделиться своими впечатлениями с ее лидером. Любое событие в вашей повседневной жизни можно использовать для повышения эффективности ваших подчиненных. Обслуживание покупателей позволяет вам оценить степень квалификации ваших продавцов. Поездки по предприятиям дают возможность познакомиться с новыми перспективными менеджерами и посмотреть, обладают ли они неспособностями руководить чем-то более крупным. Перерыв на кофе во время совещания можно использовать для того, чтобы дать ряд полезных советов работнику, которому впервые в жизни предстоит выступить в качестве главного докладчика. И всегда помните о том, что хотя эффективная оценка и наставничество, конечно, важные аспекты, но в конечном счете содействие обретению уверенности в собственных силах – это, наверное, самое главное из того, что вы можете сделать. Используйте любую возможность, чтобы вселить эту уверенность в тех, кто того достоин. Отдавая должное работе своих подчиненных, старайтесь подробно останавливаться на достигнутых ими успехах, чем более конкретными будут ваши похвалы, тем лучше. Помимо огромного влияния, которое оказывает каждый контакт с подчиненными на повышение их эффективности, работать с людьми – это еще и чрезвычайно интересное дело. Каждый рабочий день лучше посвятить не проведению скучнейших совещаний, изобилующих сухой статистикой, и не поездкам на предприятиях, где пускают пыль в глаза, демонстрируя новое оборудование, а тому, как повысить профессиональный уровень своих подчиненных. Представьте себе, что вы садовник, в одной руке у вас лейка, а в другой банка с удобрениями. Иногда вам нужно прополоть несколько грядок, но чаще всего вы просто за ними ухаживаете, а потом наблюдаете за их цветением. Правило второе. Руководители должны быть уверены в том, что подчиненные не только понимают их концепцию, но целиком и полностью ее разделяют. Нет нужды говорить о том, что именно руководителям приходится вырабатывать концепцию для своей команды, что большинство из них и делает. Но это гораздо более сложная задача, чем кажется. Будучи лидером, вы должны сделать вашу концепцию понятной и приемлемой. Как этого достичь? Прежде всего, исключить все заумные и мало кому понятные разглагольствования. Нельзя ставить возвышенные, но не четко сформулированные цели. Если выбранные вами цели будут слишком расплывчатыми, они никого не заденут за живое. Перспективы развития должны быть настолько ярко очерчены, что если вы случайно разбудите среди ночи одного из своих подчиненных и спросите его, что мы намерены делать? Он даже в полусонном состоянии ответит, мы намерены постоянно улучшать обслуживание каждого нашего клиента и расширять свою долю рынка, активно налаживая контакты с малыми оптовыми фирмами. Я сам с этим столкнулся в прошлом году, когда не сумел убедить вкладчиков в необходимости создания инвестиционного фонда компании Клайтон, Дюбелье и Райс, где я даю консультации. На одном официальном обеде, состоявшемся в Чикаго, присутствовали около десятков вкладчиков, которые сосредоточили внимание на условиях инвестиций и перспектив возмещения вложенных средств. Одним из них был Стив Клименковский, главный инвестиционный директор клиники Нордвестерн Мемориал. В самый разгар всех этих финансовых прений он изъявил желание рассказать о главной задаче, поставленной перед его клиникой, о превосходном медицинском обслуживании, каким оно должно быть с точки зрения самих больных. На конкретных примерах он показал, как работники всех уровней, в том числе и сам этот финансист, изменили свой стиль работы, чтобы соответствовать выбранной концепции развития. Так ему порекомендовали не объяснять больным, которые находятся на амбулаторном лечении, как найти то или иное место, расположенное в больнице, а самому провожать их туда, куда им надо попасть. Во время аттестации Стива попросили представить список некоторых направлений его деятельности, которые способствовали улучшению условий пребывания больных. Его понимание собственной роли в достижении поставленных перед больницей целей и тот энтузиазм, с которым он о них рассказывал, были настолько очевидны, что после 15 минут беседы с ним меня можно было разбудить посреди ночи, и я тоже смог бы вам об этом рассказать. Вполне понятно, что руководители клиники изложили концепцию развития на удивление четко и логично. Именно в этом все дело. Приходится постоянно до полного изнеможения втолковывать подчиненным концепцию развития. Порой я так много раз в день твердил о направлениях развития компании, что уже слышать не мог собственные разглагольствования на эту тему. Но я понимал, что всякий раз кто-то впервые слышит мои слова. Поэтому надо повторять их снова и снова. И надо довести их смысл до каждого. Одной из наиболее распространенных проблем является то, что руководители доводят концепцию развития до сведения лишь своих ближайших коллег, а для рядовых сотрудников ее смысл остается неясным. Вспомните все те случаи, когда во время посещения универмага с высоким классом обслуживания вы сталкивались с грубым и излишне торопливым продавцом. Или когда у вас отнимал слишком много времени оператор Центра обработки телефонных звонков, несмотря на то, что телефонная компания обещала вам быстрое и удобное для вас обслуживание. Каким-то образом получилось так, что эти люди не были ознакомлены с задачами, поставленными их руководителями. Быть может, причина в том, что им говорили об этом не слишком громко и не слишком часто. А может быть, потому что они получают не вполне соответствующие поставленным задачам вознаграждения. И, наконец, последнее замечание относительно данного правила. «Если вы хотите, чтобы ваши подчиненные целиком и полностью разделяли предложенную вами концепцию, покажите им, что на этом можно заработать, и, если надо, задействуйте такие финансовые рычаги, как повышение оклада, награждение премиями или воспользуйтесь каким-либо другим способом признания их заслуг. В связи с этим приведу высказывание моего друга Чака Эймса. Он в прошлом занимал пост председателя правления и исполнительного директора компании Reliance Electric. Покажите мне, какую систему оплаты использует компания, и я скажу, какие у нее работники. Выработка и принятие концепции развития является неотъемлемой частью руководящей работы. Но ни одна концепция не будет стоить того листа бумаги, на котором она напечатана, если ее содержание не будет постоянно объяснять всем работникам, укрепляя понимание поставленных задач, поощряя тех, кто их выполняет. Вот тогда оно перестанет быть только листом бумаги, а станет реальностью жизни. Правило третье. Руководители ставят себя на место каждого подчиненного и питают его своей позитивной энергией и оптимизмом. Знаете, есть одна старая поговорка, которая гласит «Рыба гниет с головы». Главным образом ее применяют в тех случаях, когда структура какой-либо организации пронизана политическими махинациями и коррупцией. Но с таким же успехом ей можно воспользоваться и говоря о неадекватной позиции руководителей любого коллектива, большого или малого. В конце концов, они навяжут свою позицию всем остальным. Настроение руководителя заразительно, лучше и не скажешь. Уверен, вы наблюдали это сотни раз. Менеджеру-оптимисту с положительным взглядом на жизнь каким-то образом удается сформировать команду, состоящую из оптимистов с позитивной жизненной позиции. Вокруг кислого пессимиста почему-то собираются такие же, как он, унылые нытики. Унылым людям вообще трудно добиться успеха. Разумеется, иногда есть от чего приходить в уныние. Например, когда экономика испытывает спад или когда конкуренция становится чрезмерно жестокой. Вполне возможно, что тогда работать вам будет трудно. Но вы, как руководитель, обязаны избавиться от балласта негативных настроений. Это вовсе не значит, что вам надо смягчить остроту тех проблем, с которыми сталкивается ваш коллектив. Это значит, что вы должны показывать уверенность в своих силах и решимость преодолеть трудности. Это значит, что вы должны не сидеть в своем кабинете, а образно говоря влезть в шкуру каждого подчиненного, и поскольку вы решили все вместе взять высоту, вам надо выяснить, чем конкретно они занимаются и насколько успешно действуют. Теперь вы, наверное, подумаете, да я просто не способен на такого рода эмоциональное единение. И действительно, некоторые на это не способны. Я видел лишь немногих талантливых менеджеров, успешно руководящих своими подчиненными, не вступая с ними в доверительные отношения. Эти руководители часто проявляли такие замечательные качества, как примотает твердость и достигали хороших результатов. Но не пытаясь проникнуть в душу своих людей, они явно что-то теряли. Для них работа оставалась не более чем работой. Но при соответствующем подходе работа могла бы стать чем-то гораздо большим. Возьмите на вооружение именно такой подход. Правило четвертое. Руководители создают атмосферу доверия, проявляя прямоту, открытость и честность. Для кого-то переход на руководящую должность может стать настоящим испытанием властью. Они наслаждаются чувством контроля над людьми и над всей информацией. И поэтому они становятся скрытными, редко говорят о том, что они думают о своих подчиненных и об эффективности их работы. Такие руководители держат в таянии планы развития бизнеса. Подобное поведение несомненно превращает руководителя в настоящего босса, но в то же время он теряет доверие своих подчиненных. Что такое доверие? Я мог бы привести определение, которое дает словарь, но когда сам кому-то доверяешь, то и без словаря понимаешь, что это такое. В действительности все очень просто. Доверие существует тогда, когда лидеры действуют открыто, когда они откровенны и держат свое слово. Ваши подчиненные всегда должны знать свое положение в смысле степени эффективности выполнения возложенных на них обязанностей. Кроме того, они должны знать, как в целом идут дела на их предприятии. Иногда приходится сообщать не слишком приятные новости, такие, как, например, грядущие массовые увольнения. И любой нормальный человек предпочел бы о них умалчивать. Но вы должны преодолеть в себе желание смягчить или преуменьшить остроту возникших проблем, потому что в противном случае вы поплатитесь доверием и энтузиазмом своих подчиненных. Помимо этого, лидеры добиваются доверия, отдавая должное своим подчиненным. Руководители никогда не обманывают своих сотрудников, выдавая их идеи за свои собственные. Они не будут перед ними заискивать, а потом давать им пинка, поскольку обладают уверенностью в собственных силах и достаточной зрелостью суждения. А значит, понимают, что признание успеха возлагаемой ими команды будет означать и признание их собственного успеха, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Когда наступают тяжелые времена, лидеры берут на себя ответственность за все допущенные промахи. Когда все складывается хорошо, они не скупятся на похвалы. Если вы работаете на руководящей должности, вас порой так и подмывает сказать, взгляните, ведь именно я смог это сделать. Когда ваша команда добивается успеха, вполне нормальным является желание получить похвалу и в свой собственный адрес. В конце концов, именно вы здесь главный. Вы раздаете своим подчиненным платежные чеки, и поэтому они прислушиваются к каждому вашему слову, или делают вид, что прислушиваются, и смеются каждой вашей шутке, даже когда она не кажется им смешной. В некоторых компаниях быть боссом значит добиться отдельного места для парковки своего автомобиля, или получить право ездить в командировке только в салонах и вагонах первого класса. Такое вполне могло бы прийти вам в голову, и тогда бы вы точно стали чувствовать себя довольно крупной шишкой. Не дайте этому случиться. Не забывайте о том, что когда вас назначили руководителем, на вас возложили отнюдь не корону, а ответственность за то, чтобы выявить все лучшее в доверенных вам людях. Поэтому ваши подчиненные должны относиться к вам с доверием, и они будут вам доверять до тех пор, пока вы будете демонстрировать свою искренность, отдавать должное их успехам и оставаться реалистом. Правило пятое. Руководители обладают мужеством идти на непопулярные шаги и принимать решения, продиктованные интуиции. По своей натуре некоторые люди являются соглашателями. Другие обожают, когда все их любят. Если вы, будучи руководителем, относитесь к первой или ко второй категории, вы можете запросто сесть в лужу, потому что независимо от того, где вы работаете и чем конкретно занимаетесь, у вас обязательно будут такие моменты, когда потребуется принять трудные решения, такое, как, например, увольнение работников, сокращение финансирования проекта или закрытие предприятия. Вполне очевидно, что жесткие решения вызывают жалобы и сопротивление. Ваша обязанность состоит в том, чтобы выслушать несогласных и объяснить им причины того, почему вы решили пойти на такой шаг. Но не останавливайтесь и не вводите в заблуждение своих подчиненных, а решительно двигайтесь вперед. Вы стали руководителем не для того, чтобы завоевать популярность, а для того, чтобы руководить. Вам не надо вести предвыборную борьбу. Вас ведь уже выбрали. Иногда принять решение трудно не потому, что оно не популярно, а потому, что вы нутром чувствуете необходимость пойти на такой шаг, хотя с технической точки зрения он, казалось бы, нерационален. Множество трудов посвящено загадкам интуиции, но в действительности это всего лишь распознавание знакомых образов, не так ли? Вы уже столько раз видели какой-то образ, что теперь точно знаете, что произойдет на этот раз. Вам могут быть недоступны некоторые факты и сведения, но в целом обстановка будет для вас весьма и весьма знакомой. Руководители постоянно прислушиваются к тому, что им подсказывает интуиция. Так, например, вас попросили вложить деньги в строительство нового офиса, и, приехав в город, где намечено возвести здание, вы повсюду видите башенные краны. Вам говорят, что на бумаге эта сделка выглядит превосходно, но вы уже побывали в этом городе и знаете, что строительный бум здесь на исходе, и ваше превосходное вложение капитала принесет вам 60 центов с каждого вложенного доллара. У вас нет никаких доказательств, но вы ощущаете неприятный холодок в животе, который не предвещает ничего хорошего. Вам надо отказаться от этой сделки, даже если это вызовет раздражение ваших подчиненных. Иногда и в подборе кадров приходится принимать трудные решения, руководствуясь тем, что вам подсказывает интуиция. Вы встречаете кандидата, который отвечает всем вашим требованиям. У него превосходное резюме, образование в престижных учебных заведениях и большой опыт работы. Интервью с ним производит приятные впечатления. Твердое рукопожатие, хорошие глаза, умные вопросы и так далее. Но что-то вас все же беспокоит. Быть может то, что он сменил слишком много рабочих мест за слишком короткий период времени и не дал этому обстоятельства никаких убедительных объяснений. Или то, что его энтузиазм кажется вам чрезмерным. Или то, что один из его прежних начальников высказался о нем лестно, но его оценка показалась вам не слишком искренней. И вот у вас снова осталось это неприятное ощущение. Не принимайте на работу этого парня. Вас сделали руководителем, потому что вы были проницательнее других и чаще других оказывались правы. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он обязательно вам что-нибудь подскажет. Правило шестое. Руководители зондируют почву и балансируя между любознательностью и скептицизмом двигаются вперед, добиваясь того, чтобы возникшие у них сомнения приводили к вполне конкретным действиям. Будучи долевым вкладчиком, вы стараетесь получить ответы на все вопросы. Вы просто обязаны быть специалистом и первоклассным специалистом, быть может даже лучшим экспертом в данной области. Но будучи руководителем, вы обязаны задавать вопросы. Вас более всего должен устраивать образ дотошного зануды. Каждый разговор, в ходе которого принимается решение, обсуждается предложение или сообщается сведения о состоянии рынка, должен быть насыщен вашими вопросами. А что если, а почему не, а каким образом? В 1963 году, когда я впервые стал менеджером, мне пришлось возглавить только что созданную ферму по выпуску продукции, которая поступала на рынок, проходя через огромное количество продавцов. Я понимал, что при таких обстоятельствах люди, занимающиеся сбытом, не будут уделять должного внимания нашему товару. Поэтому на выходные я всегда брал домой машинописные копии отчетов о продажах, составленных после каждого визита клиента. У меня скопились кипы таких отчетов. По понедельникам я занимался самоистязанием, без устали названивая продавцам или директорам предприятий, которых просил объяснить мне то, чего я не понимал. Почему, например, мы предоставляем льготные условия оплаты клиенту, который берет мелкие партии товара? Почему другой клиент получает товар с дефектом эмали? Эти вопросы заставили продавцов уделять нашему изделию достаточное внимание и помогли мне лучше понять динамику его сбыта. Но одних вопросов недостаточно. Вы должны убедиться в том, что ваши вопросы вызовут дискуссию и поднимут проблемы, которые будут решены. Раз уж вы руководитель, не забывайте о том, что сказать это еще не значит сделать. Так было в начале 1990-х, когда мной полностью овладела идея выпуска томографа с более просторным местом для пациента. Если вам когда-нибудь делали томографию, вы поймете, о чем я говорю. Вы ложитесь на спину и вас засовывают в туннель с вращающимся сканером. В то время туннель был очень узким и в течение 40-минутной процедуры томографии пациенты испытывали компания Hitachi предложила томограф с гораздо более широким туннелем, но кое-кто в нашем подразделении по выпуску медицинского оборудования отверг это изделие. Больницы, утверждали они, не устроит то низкое качество изображений, которое дают аппараты с широкими туннелями. Лично ознакомившись с действием томографа, я не был столь категоричен. Пребывание внутри аппарата вызывало приступ клаустрофобии. При каждом раз рассмотреть сложившуюся ситуацию. Неужели ради удобства своих пациентов больницы не пойдут на компромисс и не согласятся на снижение качества изображений, особенно при проведении таких простейших процедур, как томография локтевых и коленных суставов? Неужели нельзя в конце концов усовершенствовать технологию? В ответ я слышал лишь распространенную в мире бизнеса отговорку. Мы детально рассмотрим этот вопрос. Постоянно уверяли меня. Разумеется, они не стали его рассматривать. Я был для них всего лишь невеждой и представлял собой лишнюю головную боль, поэтому они просто пытались меня успокоить. Спустя год Хитача запустила в продажу аппарат с широким туннелем и захватила значительную часть рынка. Мы потратили два года, чтобы наверстать упущенное. Я менее всего хочу, чтобы вы сочли меня героем этой истории. Как раз наоборот. Мне следовало проявить гораздо большую твердость, задавая эти вопросы. Ради дела мне следовало настоять на том, чтобы мы вложили средства в разработку нашего собственного аппарата такого типа. А получилось так, что в конечном счете мне оставалось лишь тешить себя мыслью. Я так и знал. Очень хотелось сказать «Говорил же я вам». Но это всего лишь эмоции, а они ничего не стоят. Вы сочли бы это вполне очевидным, но я знаю многих руководителей, которые уверены, что предвидение неудачи освобождает от ответственности за то, что она случилась. Много лет назад я довольно часто встречался в неофициальной обстановке с одним весьма известным исполнительным директором. Каждый раз, когда выяснялось, что его компания допустила промах, он реагировал на эту новость следующим образом. Я знал, что им не следует этого делать. Таким способом он хоть как-то себя успокаивал, но разве это имело какое-то значение? На том или ином этапе своей карьеры все мы поддаемся соблазну идеализировать совершенные в прошлом поступки. Это большой грех. Если вы не в состоянии добиться того, чтобы возникшие у вас сомнения и опасения приводили к вполне конкретным действиям, тогда они не принимаются во внимание. Я понимаю, что большинству людей не нравится процесс опробирования нового изделия. Их раздражает то, что они вынуждены расхваливать свой продукт и проводить роскошные презентации только для того, чтобы выслушать критические замечания и сомнения своего босса. Но руководитель обязан высказывать свои сомнения и критические замечания, ведь он желает принять важные и самые лучшие решения. И все присутствующие будут задавать вопросы, принимать участие в плодотворной дискуссии и принятии решений, которые затем станут притворять в жизнь. Правило седьмое. Готовностью пойти на риск и стремлением расширить свои знания руководители поддают пример подчиненным. Успешные компании поощряют желание пойти на риск и стремление расширять знания. Но в жизни эти две концепции часто существуют только на словах и не более того. Слишком многие менеджеры советуют своим подчиненным попробовать что-то новое, а потом, когда это заканчивается неудачей, они же наказывают участников. И слишком многие из них живут в несуществующем придуманном ими мире. Если вы хотите, чтобы ваши люди были готовы пойти на эксперимент и стремились расширить свой кругозор, подайте им пример. Рассмотрим готовность пойти на риск. Открыто признавая собственные ошибки и рассказывая о том, какие уроки вы из них извлекли, вполне можно создать такую обстановку, когда ваши подчиненные не побоятся идти на риск. Бесчетное количество раз я рассказывал о первой своей крупной ошибке, а это была чудовищная ошибка. В 1963 году взорвался опытный завод в Питтсфилде, штат Массачусетс. Я был на другой стороне улицы в своем офисе, когда произошел взрыв, вызванный искрой, воспламенивший большой резервуар с летучим раствором. Раздался оглушительный грохот, а потом во все стороны полетели куски кровли и осколки стекла. Весь район заволокло дымом. Слава Богу, никто не пострадал. Несмотря на всю чудовищность этой ошибки, начальник моего шефа, бывший профессор Массачусетского технологического института Чарли Рид не стал устраивать мне выволочку. Напротив, его благожелательный научный подход к изучению причин этого инцидента тронул меня не только потому, что позволил улучшить наш производительный процесс, но и потому, а это было куда важнее, что он не оставил без внимания наших людей в тот момент, когда они находились в подавленном состоянии. Это была не единственная допущенная мною ошибка. За свою жизнь я совершил великое множество просчетов. Я приобрел инвестиционный банк Kidder Peabody, стиль работы которого полностью отличался от нашего и принял на работу множество ненужных нам людей. Вот, по крайней мере, две ошибки. Это был не бог весть какой опыт, но я открыто рассказывал о своих ошибках с целью показать, что совершать промахи вполне допустимо, если извлекать из них уроки. Не нужно читать норовоучения и уж тем более впадать в уныние по поводу допущенных вами промахов. Практика показывает, чем с большим юмором и легкостью вы относитесь к собственным промахам, тем большее число ваших подчиненных поймет, что каждый имеет право на ошибку. Что касается стремления расширить свои знания, то и в этом случае вы должны служить примером. Поймите, стать боссом вовсе не значит стать источником всех знаний. Ознакомившись с передовым опытом, которым обладала другая компания, я всегда пытался внедрить его в структурах General Electric. Возможно, я часто преувеличивал значение этого опыта, но я хотел, чтобы мои люди знали, с каким энтузиазмом я отношусь к новым идеям. И я действительно относился к ним с энтузиазмом. Вы также можете и должны учиться друг у друга. Вспомните того руководителя из Чикаго, спросившего меня, как давать оценку подчиненным, которые умнее его самого. Я дал ему следующий ответ. Учитесь у них. Вы должны стремиться к тому, чтобы все ваши подчиненные были умнее вас. И это вовсе не значит, что вы не сможете ими руководить. Нет такого закона, с помощью которого можно было бы заставить людей идти на риск или тратить время на обучение. В большинстве случаев у них нет достаточной уверенности в том, что за свой риск они получат соответствующее вознаграждение. Если вы желаете изменить такое положение дел, покажите им пример. Вам понравится созданная вами же атмосфера волнующего риска и те результаты, которых вы добьетесь. Понравится это и вашим подчиненным. Правило восьмое. Руководители умеют поздравить с успехом. А как насчет корпоративных праздников, которые заставляют менеджеров изрядно нервничать? Возможно, проведение вечеринки кажется им делом, не связанным с их профессиональной деятельностью или заставляет испытывать беспокойство из-за того, насколько совместное празднование соответствует их имиджу и статусу или заставляет тревожиться, что, упиваясь успехом, их подчиненные перестанут выкладываться на работе. Но независимо от причины, празднования на работе проводятся довольно редко. И такая ситуация наблюдается повсюду. Во время своих поездок я часто спрашиваю своих слушателей, все ли они сделали для того, чтобы отдать должное тем успехам, большим или малым, которых добился их коллектив в минувшем году. Я не имею в виду те помпезные банкеты с оркестрами, которые устраивают компании и которые терпеть не могут все их сотрудники. В ходе подобных мероприятий всеработники ровными колоннами следуют в местный ресторан, где они проводят вечер, делая вид, что им очень весело, хотя, по правде говоря, предпочли бы провести его дома. Я имею в виду отправку сотрудников с их семьями в Дисней Уорлд или вручение каждому из них двух билетов на какое-нибудь знаменитое шоу в Нью-Йорке или подарок каждому в виде нового айпод или что-нибудь еще в этом роде. Но в ответ на мой вопрос, кто из вас всегда отмечает достигнутые успехи, почти никто не поднимает руки. Нельзя сказать, что Дженерал Электрик является исключением из этого правила. В течение целых 20 лет я без устали твердил о том, что празднование играет важную роль. Но еще будучи исполнительным директором, я во время своей последней поездки в наш учебный центр, расположенный в Кротонвилле, задал примерно сотне менеджеров следующий вопрос. В должной ли мере вы в своих коллективах отмечаете достигнутые успехи? Даже зная, что я хотел от них услышать, менее половины дали мне утвердительный ответ. Какие возможности упущены? Ведь празднования заставляют людей чувствовать себя победителями, создают атмосферу признания заслуг и дают заряд положительной энергии. Представьте себе команду, выигравшую чемпионат по бейсболу и не поливающую все вокруг себя пеной шампанского. Вы просто не сможете это представить. И тем не менее, компании все время добиваются успеха, а их сотрудники отмечают победу в лучшем случае тем, что хлопают друг друга по рукам. Работа является слишком важной частью жизни, чтобы не отдавать должное достигнутым успехом. Старайтесь не упустить ни одной такой возможности. Извлекайте из них максимум пользы. Если вы этого не сделаете, никто не сделает. Нет простого рецепта, следуя которому можно стать лидером. Если бы он только был. Управление это постоянное напряжение сил с обязательным балансированием между крайностями, с постоянной ответственностью и ощущением давления. Тем не менее, попадаются хорошие руководители, причем самых разнообразных типов. Среди них есть спокойные и взрывные лидеры, руководители аналитического и импульсивного склада. Некоторые из них тверды, как сталь в отношениях со своими подчиненными, другие исполнены участием. При поверхностном взгляде вам было бы трудно определить, какими качествами обладают эти руководители. Но при глубоком рассмотрении вы, несомненно, увидели бы, что лучшие из них проявляют горячую заботу о своих подчиненных, о росте их профессионализма и успешном продвижении по служебной лестнице. И вы бы увидели, что сами они прочно сидят на своих местах. Они ведут себя естественно и всегда искренне, честны, оптимистичны и доброжелательны. Меня часто спрашивают, рождаются ли люди руководителями или ими становятся. Я отвечу, что и то, и другое верно. Определенные характеристики, такие как уровень интеллекта и энергии, судя по всему, закладываются с рождения. Но с другой стороны, некоторые навыки руководителя, такие как, например, уверенность в собственных силах, усваиваются в раннем детстве, в школе, во время учебы, в университете и во время занятий спортом. Другим навыкам вы обучаетесь на работе посредством запоминания многократно повторяющегося опыта. Вы пробуете что-то сделать, у вас это не получается, и вы извлекаете из этого урок, либо получаете, и тогда вы приобретаете уверенность в своих делах, необходимую для того, чтобы повторить этот опыт, но добиться лучшего результата. Чаще всего проблема руководства встает перед нами в тот самый день, когда мы становимся начальниками и правила игры меняются. Прежде ваша работа затрагивала только вас. Теперь она затрагивает их. Глава шестая. Наем работников. Из чего сделаны те, кто добивается успеха? Когда я выступаю перед деловой аудиторией, иногда мне задают вопрос, который приводит меня в полное замешательство, потому что я совершенно не представляю себе, как на него ответить. Так, например, пару лет тому назад на конференции руководителей страховых компаний, проводившейся в Сан-Диего, одна женщина поднялась со своего места и спросила. Назовите мне тот единственный вопрос, который следует задать во время интервью, чтобы решить, брать человека на работу или нет. Единственный? Переспросил я, озадаченно покачав головой. Я не могу предложить вам единственный вопрос. А сами-то вы как думаете? Я хотела у вас узнать, ответила она. Аудитория ответила хохотом, причиной которого было не только то обстоятельство, что этот вопрос поставил меня в тупик, но также и то, что затронутая этой женщиной проблема по всей вероятности была всем хорошо знакома. Нанять хороших работников трудно, нанять замечательных работников очень трудно. И все же нет более важного условия достижения успеха, чем прием на работу подходящих людей. Ни самые мудрые стратегии, ни самые продвинутые технологии не станут эффективными до тех пор, пока их не приведут в действие замечательные специалисты. Поскольку правильный подход к вопросу приема на работу является столь важным и столь проблемным аспектом, ему уделяется в этой главе очень много места. Сначала мы кратко рассмотрим три серьезных проверки, которые вам надо выполнить прежде, чем вы даже подумаете о том, чтобы кого-то принять на работу. Затем мы изложим основные положения системы найма 4S и 1E, которые я пользовался в течение многих лет. Эта система получила данное обозначение благодаря тому забавному совпадению, что названия четырех рассматриваемых в ней особенностей характера начинаются с буквы С. Есть там и буква Э, которая обозначает такое качество, как энтузиазм. После этого мы изучим четыре упомянутых особенностей характера, которые вы должны найти в людях, принимаемых вами на руководящей должности. В предыдущей главе говорилось о том, что вы обязаны делать, когда являетесь руководителем. Мы рассматривали правила руководства. Здесь же мы прежде всего будем говорить о том, как нанимать на работу руководителей. И, наконец, я отвечу на 6 ЧЗВ, часто задаваемых вопросов о найме работников, которые мне задают во время моих поездок. И дам ответ на тот невозможный вопрос, который мне задала женщина на конференции в Сан-Диего. В конце концов, за пару лет можно было как следует обдумать ответ. Проверки. Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы оценить возможность найма людей на работу, им придется пройти через три системы отсева. Не забывайте, что эти тесты следует проводить в самом начале процесса найма, а не тогда, когда вы уже готовы поставить свою подпись. Первая проверка – это проверка на честность. Честность – это слово, которое имеет несколько расплывчатый смысл, поэтому позвольте мне предложить вам мое собственное определение этой черты характера. Честные люди говорят правду и держат свое слово. Они берут на себя ответственность за совершенные действия, признают ошибки и устраняют их. Они знают законы, которые действуют в их стране, в их отрасли бизнеса и в их компании, причем как писанные, так и не писанные, и следуют этим законам. Они играют по правилам и хотят добиться успеха праведным путем. Как выполнить проверку на честность? Если кандидат на руководящую должность является работником вашей компании, тогда это сделать довольно легко. Вы уже видели его или ее в деле или знаете человека, который видел. Если вы берете человека со стороны, то вам надо положиться на результаты проверок его репутации и на отзывы о нем. Но все это не слишком надежно. Вам придется положиться и на свое чутье. Выглядит ли поведение этого человека естественным? Открыто ли он признает свои ошибки? Является ли его рассказ о своей жизни в равной мере искренним и осмотрительным? Со временем многие из нас вырабатывают в себе способность инстинктивно определять, честен человек или нет. Не бойтесь использовать такую способность. Вторая проверка это проверка на интеллект. Это вовсе не значит, что ваш кандидат должен прочитать всего Шекспира или обладать способностью решать сложные задачи по физике. Но он в значительной степени должен обладать пытливостью ума и широтой знаний, которые сможет применить на практике и в сложных современных условиях будет способен руководить другими толковыми специалистами. Иногда люди путают образованность с интеллектом. В начале своей карьеры я тоже путал эти понятия. Но с опытом я понял, что толковые специалисты могут получить образование где угодно. Я знал многих талантливых людей, закончивших Гарвард и Ель. Но некоторые из самых лучших руководителей, с которыми мне приходилось работать, учились в таких местах, как Брайан Колледж в Провиденсе, штат Род-Айленд или университет Дюбюка в Айове. Дженерал Электрик повезло, что все эти люди являются ее сотрудниками. С моей точки зрения, образование кандидата является только одним из штрихов общей картины, особенно, когда речь идет об интеллекте. Третьим выигрышным билетом является зрелость кандидата. Между прочим, зрелость совершенно не зависит от возраста. Существуют определенные признаки, которые указывают на то, является человек достаточно зрелым или нет. Зрелый человек умеет подавить раздражение, противостоять ударам судьбы и неудачам, а когда все складывается как надо, он наслаждается успехом, в равной степени проявляя и радость, и сдержанность. Зрелые люди с уважением относятся к чувствам других, они уверены в себе, но не заносчивы. Обычно зрелые люди обладают чувством юмора и особенно часто проявляют его по отношению к себе. Как и в случае с честностью, не существует такой проверки, которая полностью убедила бы вас в зрелости вашего кандидата. Вам снова придется полагаться на отзывы о нем других и на результаты проверок его репутации, а главное на ваше собственное чутье. Система 4С и 1Е Мне потребовались годы для выработки системы 4С. Ничуть не сомневаюсь в том, что у других есть свои аналогичные системы, весьма эффективно помогающие им создавать успешные команды. Но я обнаружил, что именно данная система годами работает без сбоев в любой сфере бизнеса и в любой стране. Первое С это способность нести в себе заряд положительной энергии. Мы уже говорили об этой черте характера в главе о руководстве. Под этой способностью надо понимать стремление постоянно двигаться вперед, упоение активной деятельностью и наслаждение переменами. Люди, которые несут заряд положительной энергии, как правило, общительны и оптимистичны. Они умеют поддерживать беседу и легко сходятся с людьми. Они сохраняют бодрость в течение всего дня и очень редко выглядят уставшими. Они не жалуются на тяжелую работу, поскольку обожают работать. Кроме того, они обожают заниматься спортом. Одним словом, люди с положительным зарядом энергии любят жизнь. Второе С это способность побуждать к действиям других. Положительная энергия это способность повышать активность других людей. Тот, кто побуждает к действиям других, может вдохновить своих подчиненных взяться за то, что кажется невозможным и получать от этого массу удовольствий. Опыт показывает, что можно многое отдать ради возможности работать под началом таких руководителей. Но побуждать к действиям это не значит произносить патетические речи. Для этого нужно обладать глубокими профессиональными знаниями и умением убеждать в необходимости сделать такое дело, которое всколыхнет подчиненных. Лучшим примером такого руководителя является Шарлин Бигли, которая начинала свою карьеру в General Electric стажером по финансовому менеджменту. Это было в 1988 году, а уже через несколько лет сменившая множество должностей Шарлин была избрана руководителем внедрения программы 6SIGM в транспортную отрасль компании. Именно здесь она впервые проявила свои блестящие способности руководителя. Вдохновленные ее энтузиазмом подчиненные сумели сделать программу 6SIGM объектом пристального внимания всей корпорации. Трудно объяснить способность Шарлин побуждать людей к действиям, потому что здесь налицо совокупность самых разнообразных умений. Она великолепно выполняет функцию передаточного звена и умеет четко определить задачи. Она очень ответственно относится к своей работе, но при этом не напускает на себя излишней серьезности. Она обладает хорошим чувством юмора и не скупится на похвалы. Она ко всем заданиям подходит максимально вдумчиво и с полной самоотдачей, независимо от того, насколько трудной является эта работа, ее необходимо выполнить. Способность Шарлин побудить к действиям группу внедрения проекта 6SIGM стала одной из тех причин, которые позволили выделить ее среди многих других и поставить в ряд наиболее перспективных работников General Electric. После внедрения проекта 6SIGM и выполнения еще нескольких ответственных заданий, ее избрали главой аудиторской группы нашей корпорации, а затем исполнительным директором, входящей в General Electric компании Fanuc Automation. Сейчас 38-летняя Шарлин является исполнительным директором и президентом компании по производству рельсов с объемом продаж 3 миллиарда долларов в год. Третья С это способность сделать выбор и найти в себе мужество принять твердое вполне конкретное решение. Все кажется нам старым как мир, и все же каждый из нас может посмотреть на возникшую проблему под совершенно неожиданным углом. Некоторые достаточно умные люди постоянно анализируют все существующие возможности, но только те из них, кто добивается успеха, знают, когда надо перейти от оценки ситуации к принятию твердого решения и делают это даже не обладая всей информацией. Что может быть хуже менеджера, который не может избавиться от соблазна твердить одну и ту же фразу? Давайте вернемся к этому вопросу через месяц и уж тогда-то как следует его рассмотрим. Или уподобляется тем отвратительным типам, которые говорят вам «да», но позже, когда к ним подходит кто-то еще, они под влиянием этого человека меняют свое мнение. Мы называем таких безвольных типов боссами последнего визитера. В отношении выбора у некоторых самых толковых сотрудников, которых я принимал на работу, многие из них прежде работали в сфере консалтинга, возникали настоящие проблемы, особенно если им приходилось работать на производстве. Каждый раз, когда им приходилось сталкиваться с трудностями, они находили множество способов выхода из сложившейся ситуации, бесконечное рассмотрение которых мешало им перейти к действиям. Такая нерешительность приводила к тому, что возглавляемые ими структуры долгое время находились в состоянии неопределенности. В некоторых случаях это привело к необратимым роковым последствиям. Из этого следует четвертое С. Способность добиваться выполнения работы, то есть исполнительность. Быть может, это четвертое С покажется вам вполне очевидным, но в течение нескольких лет мы руководствовались только тремя первыми С. Считая эти характеристики более чем достаточными, мы оценивали сотни кандидатов и, определив, что масса этих людей обладает высоким потенциалом, направляли многих из них на руководящие должности. В этот период я вместе с руководителем отдела кадров General Electric Биллом Коннити ездил по предприятиям, где мы проводили совещания, оценивающие эффективность работы персонала. На этих совещаниях мы работали с одним единственным листом бумаги, на котором имелось фото руководящего работника, отзыв его или ее начальника и три кружочка, каждый из которых обозначал одно из трех С. Каждый кружочек был заштрихован в зависимости от того, насколько хорошо человек соответствовал предъявляемым требованиям. Например, у работника мог быть наполовину заштрихован кружочек способностей нести заряд положительной энергии, полностью заштрихованный кружочек способности побуждать к действиям других и на четверть заштрихованный кружочек способности делать выбор. Как-то в пятницу вечером, после продолжавшейся неделю поездки по нашим предприятиям, расположенным на Среднем Западе, мы с Биллом летели обратно в штаб-квартиру и страница за страницей просматривали сведения о тех перспективных сотрудниках, у которых были полностью заштрихованные все три кружочка. «Знаешь, Джек, мы что-то упускаем», сказал Билл, повернувшись ко мне. «Все они, конечно, замечательные люди, но некоторые из этих результатов вызывают сомнения». «Мы упустили такой показатель, как исполнительность». Оказывается, можно обладать положительной энергией, побуждать всех окружающих к действиям, принимать трудные решения и при этом не доводить дело до конца. «Способность исполнять порученные задания – это особое, отличное от других умения». Исполнительный человек знает, как воплотить принятые решения в действия и довести эти действия до полного завершения, преодолевая сопротивление, неразбериху и неожиданные препятствия. Исполнительные люди знают, что успех зависит от результатов. Если кандидат обладает всеми четырьмя «С», то вам остается найти в нем «Э», то есть энтузиазм. «Под энтузиазмом я понимаю глубокую и неподдельную увлеченность своей работой. Энтузиасты проявляют неподдельную заботу о своих людях, а не заботятся о том, чтобы их коллеги, подчиненные и друзья добились успеха. Эти люди обожают расширять свои знания и повышать уровень профессионализма и получают огромное удовольствие, когда и окружающие занимаются тем же. Забавно то, что энтузиастов увлекает не только работа. Они проявляют энтузиазм во всех других сферах деятельности. Они до мелочей разбираются в любом виде спорта или являются фанатичными поклонниками своего университета или помешаны на политике. Одним словом, в их жилах течет горячая кровь». Прием на высшие должности три предварительные проверки и система 4S и 1E применимы всегда, когда надо решить вопрос о найме на работу, независимо от масштабов вашего предприятия. Но иногда вам нужно нанять руководителя высшего уровня, человека, который будет руководить основным подразделением или целой компанией. Для этого существует четыре еще более тщательно продуманные характеристики. Первая характеристика – это личностная аутентичность. Почему? Все очень просто. Человек не сможет принимать трудные решения, занимать непопулярную позицию и отстаивать то, во что он верит, если он сам себя не знает и если это его вполне устраивает. Я говорю об уверенности в собственных силах и убежденности. Эти черты характера делают лидера смелым и решительным, что крайне важно в наше время, когда приходится действовать очень быстро. Не менее важно и то, что личностная аутентичность делает лидеров привлекательными. Лучшего слова я не могу найти. Их достоверность проявляется в общении с людьми и в том, как они обогащают их на эмоциональном уровне. Их слова оказывают воздействие на подчиненных. Они находят в них глубокий внутренний отклик. Когда я работал в General Electric, у нас время от времени появлялись очень успешные руководители, которых просто нельзя было перевести на следующий более высокий уровень. Поначалу мы с трудом понимали, что происходит. Эти руководители демонстрировали приверженность к принятым у нас ценностям и добивались хороших показателей. Но обычно они не могли наладить взаимоотношения со своими подчиненными. В чем же была причина? В конце концов мы выяснили, что в поведении таких руководителей всегда сквозила определенная доля фальши. Они хотели казаться не теми, кем были в действительности и притворялись более властными, более успешными, более сообразительными, нежели в действительности. Они не впадали в раздражение и не кричали, но из кожи вон лезли, чтобы сыграть придуманную для себя роль. Лидеры не могут позволить себе и намека на фальш. Они должны хорошо себя знать, и тогда они смогут быть откровенными со всеми окружающими, побуждать к действиям своих подчиненных и вести их за собой, пользуясь авторитетом, который невозможно заработать без личностной аутентичности. Вторая характеристика это способность видеть перспективу. Каждый руководитель должен обладать концепцией развития и способностью предвидеть будущее. Но хорошие руководители помимо этого должны обладать особой способностью предугадывать совершенно непредсказуемое. Что касается бизнеса, то в условиях жесточайшей конкуренции лучшие руководители обладают шестым чувством, которое позволяет им предугадывать изменения рынка, а также шаги уже существующих конкурентов и появления новых. Бывший вице-председатель General Electric Пауло Фреско был одаренным шахматистом. Это его мастерство нашло применение в каждой из трех международных сделок, которые он заключил на протяжении тридцати лет. Так или иначе, но благодаря своей интуиции и сообразительности, он умел поставить себя на место человека, который сидел по другую сторону стола, что во время переговоров позволяло ему предугадывать каждый новый ход своего оппонента. К нашему изумлению, Пауло всегда знал, каким будет следующий шаг. Ему никогда не было равных, потому что он всегда знал, о чем думает его соперник еще до того, как сам соперник об этом узнавал. Способность видеть перспективу — это способность представить невообразимое. Третья характеристика — это стремление окружать себя людьми, которые лучше и умнее вас. Каждый раз, когда мы в General Electric сталкивались с каким-нибудь кризисом, я собирал группу самых толковых и смелых сотрудников, которых мог найти на любом уровне внутри компании, а иногда из-за ее пределами и из-за всех сил эксплуатировал их знания и опыт. Убедившись в том, что все они рассмотрели проблему с разных ракурсов, я вместе с ними погружался в море информации и мы находили выход из кризиса. Эти совещания почти всегда носили дискуссионный характер, и я выслушивал самые разнообразные и весьма обоснованные мнения. Свои лучшие решения я принимал на основе того, о чем узнавал в ходе этих дебатов. Возникавшие разногласия заставляли нас задавать важные вопросы и подвергать сомнению высказанные предположения. Благодаря такому опыту каждый из нас приобретал новые знания и становился лучше подготовленным к тому, чтобы преодолеть следующий кризис. Хороший руководитель обладает мужеством собрать команду таких специалистов, среди которых сам он порой выглядит как последний тупица. Я понимаю, что на первый взгляд в таком утверждении мало логики, ведь вам хочется, чтобы руководитель был умнее своих подчиненных. Но если он такой умный, тогда он воспользуется любым средством, которое поможет ему принять наилучшее решение. Четвертая характеристика это невероятная стойкость. Любой лидер совершает ошибки, он может споткнуться и упасть. Весь вопрос в том, сумеет ли руководитель высшего звена извлечь уроки из своих ошибок, перегруппироваться, а потом убедившись в своей правоте и вновь испытывая уверенность в собственных силах, с удвоенной скоростью двинуться вперед. Эта черта характера называется стойкостью, и она настолько важна, что руководитель должен обладать ею еще при поступлении на работу. Ведь если такое качество отсутствует, то во время кризиса будет уже слишком поздно его в себе вырабатывать. Вот почему подбирая кандидатов на новые руководящие должности, я всегда искал людей, которым один или два раза довелось перенести жесточайшие испытания. Особенно мне нравились те, которых полностью выбивало из седла, но которые доказывали, что они способны найти в себе силы, чтобы начать все сначала, и даже с большим усердием, чем прежде. Сегодняшний международный бизнес норовит сбросить на землю любого лидера, и ему удастся это сделать неоднократно. Но лидер должен знать, как снова оказаться в седле. ЧЗВ о найме работников Теперь давайте рассмотрим шесть ЧЗВ, часто задаваемых вопросов о найме, на которые мне приходилось отвечать в течение нескольких последних лет. После этого я, наконец, попытаюсь дать ответ женщине из Сан-Диего, желающей узнать, можно ли свести интервью с кандидатом к одному единственному, но решающему вопросу? Я уже говорил, что давно обдумываю свой ответ. Первое. Как вы проводите интервью с человеком, который желает устроиться на работу? Мне сразу же хочется ответить следующим образом. Никогда целиком не полагайтесь на результаты вашей первой встречи с кандидатом. Независимо от того, насколько вы ограничены во времени и насколько перспективным кажется вам тот или иной претендент, убедитесь в том, что у каждого кандидата берут интервью несколько сотрудников вашей компании. Со временем вы обнаружите, что у вас есть несколько человек, обладающих особым даром выявлять талантливых людей и тех, кто пытается ввести вас в заблуждение. Положитесь на них. Такой способностью обладал руководитель моего подразделения по работе с персоналом Билл Коннэйти. Он видел кандидатов насквозь, определяя характер человека по рукопожатию, улыбке или той манере, с которой он рассказывал о своей семье. И прислушивайтесь к мнению внушающих доверие коллег, которые говорят, что тот или иной кандидат произвел на них отрицательное впечатление. Это неприятное ощущение обычно является признаком того, что данный кандидат совсем не тот человек, каким он хочет казаться. Когда в ходе собеседования наступит ваша очередь рассказывать, постарайтесь преувеличивать те трудности, с которыми кандидату придется столкнуться на новом месте. Опишите все самые неприглядные стороны предлагаемой работы. То, что она потребует от кандидата упорного труда, то, что ему придется вести дискуссии, то, что вокруг него будут плести интриги, и то, что он часто будет находиться в состоянии неопределенности. Сгущая краски, обратите внимание на реакцию кандидата. Если человек показывает, что все это его вполне устраивает, то это должно вызвать беспокойство, так как, скорее всего, у него мало других вариантов, если они вообще есть. Возможно, что вы его единственная надежда получить работу. Кандидат должен произвести на вас приятное впечатление, если в ответ он забросает вас вполне конкретными вопросами, например, «Как скоро вы ожидаете достижения результатов?» или «У меня будет достаточно людей, чтобы это осуществить?» Но еще большее впечатление он произведет в том случае, если поинтересуется, какой стиль работы принят в компании. Трудности, связанные с будущей работой, заставят хорошего кандидата в полной мере проявить свою любознательность и в большей степени, чем когда-либо, положиться на собственные силы, но он не будет, демонстрируя ненужный энтузиазм, соглашаться на все подряд. И, наконец, после того, как все уже сказано, не ограничивайтесь просмотром только тех отзывов, которые вам предлагает сам кандидат. Попробуйте расспросить о нем тех, кто его знает, впрочем, я уже об этом говорил. Когда вы этим займетесь, старайтесь, чтобы разговор не был поверхностным. Подавите в себе естественное желание слышать только хорошее. Заставьте себя сомневаться во всем, что звучит, как речь адвоката. Воспользуйтесь своим умением вести дружескую беседу. Дайте себе обещание не повторять то, что вы слышите от других. Сделайте это. Мне много раз приходилось слышать. Да вы что, смеетесь? Мы были рады тому, что отделались от этого парня. Второе. Мне просто надо нанять человека, который будет заниматься технической экспертизой. Зачем мне утруждать себя применением системы 4С? Вполне очевидно, то, что прием на работу человека, который является высококвалифицированным техническим специалистом и в то же время демонстрирует наличие всех 4С, был бы настоящей удачей. Но если вы действительно так остро нуждаетесь в техническом специалисте, скажем, вам срочно нужен программист или специалист в сфере научных исследований, тогда вполне достаточным было бы наличие у этого человека таких черт характера, как энергия и энтузиазм, наряду с высоким уровнем интеллекта и большим опытом работы. Ну и, разумеется, честностью. Наличие таких черт характера необходимо у любого человека, которого вы нанимаете на работу. Третье. Что, если кандидату не хватает одного или двух С? Можно ли воспитать в нем эти качества? Любой кандидат, которого вы нанимаете на руководящую должность, должен обладать первыми двумя С, позитивной энергией и способностью побуждать людей к действию. Это черты характера, и я не думаю, что их можно кому-то привить. Откровенно говоря, я посоветовал бы вам не нанимать людей, ни на руководящую должность, ни на любую другую, если они не обладают достаточным количеством позитивной энергии. Такие сотрудники только ослабят вашу команду. С другой стороны, способность сделать выбор и исполнительность можно развить с помощью опыта и управленческого тренинга. Время от времени мне приходилось видеть людей, которым удалось научиться принимать решения и добиваться достижения результатов. В аудиторской группе General Electric можно найти массу таких примеров. Каждый год она принимает около 120 человек, преимущественно сотрудников, закончивших курсы повышения квалификации финансового менеджмента, но около четверти из них это специалисты других направлений, например, инженерно-технические работники и производственники. Типичный кандидат в аудиторскую группу имеет около трех лет опыта работы в компании. В течение первого года эти новички в качестве членов аудиторских групп численностью от трех до шести человек, каждая ездит по предприятиям General Electric, расположенным в различных странах мира. После года этой изнурительной аналитической работы они возвращаются в главной офис той отрасли, на предприятиях которой проводилась аудиторская проверка, чтобы представить ее результаты исполнительному директору и главному финансовому директору. Часто им есть о чем рассказать, и кое-какие сведения являются не слишком приятными. Вскоре после этого молодые аудиторы проходят испытательный срок. Они держат при себе свои комментарии, передавая все полномочия более опытным членам аудиторских групп. Обычно проходит от трех до пяти лет, пока эти аудиторы выработают в себе способность сделать бескомпромиссный выбор. Они добиваются этого благодаря тому, что наблюдают за действиями своих более опытных коллег по группе, получают от них множество наставлений и обладают возможностью применять свои знания на практике. Помимо этого, они приобретают невероятное умение доводить до конца порученную им работу. В итоге у них появляются чувства ответственности и они добиваются того, чтобы их рекомендации были приняты к исполнению. Если этого не происходит, они устраивают невероятный скандал, а это лучшая гарантия того, что впредь с их мнением будут считаться. Доводы в пользу того, что умение делать выбор и доводить дело до конца можно научиться вполне очевидны. Исполнительные директора нескольких крупнейших предприятий General Electric и вице-председатель нашей компании в прошлом принимали участие в процессе усовершенствования работы аудиторских групп. Четвертый. Может ли человек, не обладающий четырьмя С, а также не энтузиаст преуспеть в бизнесе? Безусловно, может. Человек может достичь высочайших вершин только благодаря тому, что он очень сообразителен. Или благодаря тому, что он обладает невероятной способностью доводить дело до конца. Всем нам известны такие примеры. Многие из таких людей являются всемирно известными изобретателями и предпринимателями и обычно они работают в одиночку. Что касается работы в коллективе, то я знаю немногих людей, добившихся успеха, особенно в качестве лидеров, не обладая четырьмя С и энтузиазмом. Пятое. Я всегда старался принимать людей, умеющих быстро делать порученную им работу. Не считаете ли вы это решающим фактором? Нанимая работника, вам приходится делать выбор. Взять того, кто быстро справляется с какой-то работой, или того, кто обладает потенциалом для дальнейшего профессионального роста. Мой совет. Старайтесь выбрать второй вариант. Но сам я не всегда придерживался такого мнения. Впервые я нанимал менеджеров, когда мне было 28 лет. Когда мне нужно было создать работоспособную команду. Я принял на работу такого же молодого, как я, специалиста и назначил его менеджером в научно-исследовательский отдел. Главой отдела сбыта я поставил одного славного малого, который уже там работал, а что касается должности руководителя производства, то я остановил свой выбор на весьма опытном работнике. Я знал его по работе, которую он выполнял в другом отделе того же подразделения. Тогда я не задумывался об этом, но перспективы большинства из этих людей не выходили за рамки тех обязанностей, которые я на них возложил. Наш бизнес стремительно развивался, а они не обладали такими качествами, которые давали бы возможность расти с необходимой скоростью. Не прошло и четырех лет, как нам пришлось расстаться со всеми этими людьми и снова заполнять образовавшиеся вакансии. Впервые получив возможность самостоятельно подобрать руководящих работников, я не нашел ничего лучшего, как нанять именно этих людей. Я хотел, чтобы выполнялась работа и не более того. Но в конце концов я понял, что лучше выбирать кандидатов, обладающих высоким потенциалом и способных расти вместе с бизнесом или способных со временем занять более высокую должность в другом подразделении компании. Принятие на работу высококвалифицированного ремесленника, человека, который быстро справляется с работой, но обладает возможностями, ограниченными той должностью, которую вы ему предлагаете, это настоящее искушение, поскольку это позволяет решить неотложные проблемы. Но очень скоро такие ремесленники начинают сдавать. Они слишком хорошо знают свою работу, и она начинает их утомлять или, как в моем случае, они не справляются с постоянно возникающими новыми трудностями. Их подчиненные впадают в уныние, поскольку видят, что начальники топчутся на месте и поэтому начинают задумываться о собственных перспективах. Хороший практический совет состоит в том, чтобы не предлагать людям работу, которая станет последним этапом их карьеры, если, конечно, это не должность руководителя какой-то функциональной области или исполнительного директора. Шестое. Сколько времени потребуется, чтобы выяснить, правильно ли вы сделали выбор? Обычно не более года, но чтобы говорить о чем-то с полной уверенностью, потребуется около двух лет. Вывод вполне очевиден, когда человек добивается тех результатов, на которые вы надеялись. Довольно легко заметить, что у принятого на работу человека отсутствует исполнительность и энергия, на которые вы так рассчитывали. Но порой бывает так, что в новых условиях человек не сразу проявляет способность побуждать людей к действиям и делать самостоятельный выбор. Люди хотят сначала освоиться в новой обстановке, а уж потом воодушевлять своих подчиненных или принимать радикальные решения. Но, как я уже говорил, вам потребуется самое большее два года, чтобы убедиться в том, что работник не оправдывает ваших ожиданий, и тогда признав собственную ошибку, вы постараетесь от него избавиться. Если вы добросовестно выполняете свои обязанности и беспристрастно оцениваете людей, тогда нанятый вами работник не должен преподнести вам сюрпризы, а вполне естественные расхождения между прогнозами и реальностью не вызовут горьких разочарований. Правильный выбор кандидата – дело сложное. Будучи начинающим руководителем, я делал правильный выбор в 50% случаев. Спустя 30 лет я улучшил этот показатель, доведя его приблизительно до 80%. С моей точки зрения не стоит чрезмерно упрекать себя в том, что порой вы делаете неверный выбор, особенно если вы начинающий менеджер. Меняется обстановка, меняются люди, меняетесь вы сами. Но помните о том, что каждая совершенная при найме ошибка – это ваша ошибка. Исправить ее должны вы сами, а не работник отдела кадров, которого вы попросили доделать вашу скверно выполненную работу. Возьмите на себя ответственность и добейтесь честного и справедливого решения проблемы. А теперь вернемся к вопросу, который мне задали в Сан-Диего. Назовите мне тот единственный вопрос, который следует задавать во время интервью, чтобы решить, брать человека на работу или нет. Если бы во время интервью мне пришлось бы ограничиться только одной темой, я бы попытался выяснить причину ухода кандидата с двух последних мест его работы. Была ли виной тому обстановка, а может быть босс или подчиненные? Что именно заставило вас уйти? В ответах на эти вопросы всегда заложена масса информации. Попытайтесь копнуть и копнуть глубоко. Быть может кандидат ожидает слишком многого от будущей работы или от вашей компании. Возможно он надеется работать под началом совершенно или руководить подчиненными, которые всегда будут с ним соглашаться. Или рассчитывать очень быстро получить слишком крупное вознаграждение. А может быть он уходит с последнего места работы как раз потому, что обладает тем, что вам надо. Слишком большой энергии, чтобы сдерживать ее. Настолько ярко выраженной способностью побуждать людей к действиям, что хочет руководить большим количеством подчиненных. Слишком развитой для слабой женщины способностью идти на крайние меры и настолько сильным стремлением доводить дело до конца, что ей интересна такая работа, выполняя которую надо преодолевать большие трудности. Внимательно слушайте кандидата и вы все поймете. Попытайтесь влезть в его шкуру. Ответ на вопрос, почему человек ушел с последнего места работы или несколько мест, скажет вам о нем больше, чем любая другая информация. При найме работников ваша цель состоит в том, чтобы расставить игроков, способных справляться со своими обязанностями. К счастью, замечательные люди есть повсюду. Вам только нужно знать, как их выявить. Очень легко нанять людей, которые вам нравятся. В конце концов, вы будете проводить с ними большую часть своего рабочего времени. Столь же легко нанять людей, обладающих значительным опытом. Они добьются выполнения работы. Но дружеские отношения и опыт никогда не являются достаточными критериями. Каждый, кого вы нанимаете, должен быть честным, умным и зрелым человеком. Как только вы нашли таких кандидатов, приступайте к выявлению среди них тех, кто обладает четырьмя С и энтузиазмом. Помимо этого, при отборе кандидатов на должности высокого уровня ищите тех, кто обладает личностной аутентичностью, проницательностью, готовностью обратиться к другим за советом и стойкостью. Найдите людей, сочетающих в себе все эти качества, и они обеспечат вам успех. Глава седьмая. Управление людьми. Вы заполучили хороших игроков. Что дальше? Вы заполучили хороших игроков. Это замечательное начало. Теперь им нужно работать вместе, постоянно повышая производительность труда, быть лично заинтересованными в достижении успехов, стать частью компании и совершенствовать свои умения руководить людьми. Другими словами, они сами нуждаются в том, чтобы ими руководили. Написана масса книг по вопросам управления людьми, не говоря о бесчисленных курсах соответствующего направления, которые имеются в различных школах бизнеса. Разработаны программы обучения, издаются журналы и есть веб-сайты, многие из которых предлагают весьма полезные советы. И потом имеется определенный опыт, на который я в основном иссылаюсь в данной главе. Вспоминая годы, проведенные в General Electric, могу сказать, что сразу после ухода из лаборатории Plastix, именно управление людьми стало моей основной работой. В конце концов, у меня не было опыта проектирования авиадвигателей, сборки рентгеновских компьютерных томографов или создания юмористических программ для NBC. Вполне естественно, что, будучи исполнительным директором, мне приходилось принимать участие буквально во всем, начиная с выработки стратегии, запусков производства новых изделий, решения проблем сбыта и заканчивая осуществлением слияний и поглощений. Но работая на этой должности, я всегда считал, что именно человеческий фактор является той областью, в которой я мог бы принести General Electric наибольшую пользу. Управление людьми охватывает довольно широкий диапазон деятельности, который фактически можно свести к шести основным пунктам. Поскольку никто не сможет заниматься этими видами деятельности в одиночку, позвольте мне называть их коллективными. Чтобы хорошо управлять людьми, компаниям следует первое создать такие условия, при которых подразделение по работе с персоналом получит все необходимые полномочия и будет играть ведущую роль в работе организации. Менеджеры должны стать лидерами и продвигаться по служебной лестнице. Фактически лучшие сотрудники этого подразделения должны сочетать в себе качество духовного наставника с отеческой заботой. Второе. Использовать строгую и лишенную бюрократизма систему оценок, за которой будут следить так же внимательно, как за соблюдением закона Сарбейнса-Оксли. Третье. Создать эффективные механизмы, а именно материальное поощрение, признание заслуг и обучение, необходимые для стимулирования сотрудников и поддержания их энтузиазма. Четвертое. Стремление к самым тесным взаимоотношениям с профсоюзами, талантливыми работниками, а также с теми, кто занимает пассивную и деструктивную позицию. Пятое. Относиться к делу со всей серьезностью и вместо того, чтобы воспринимать 70% сотрудников средней категории как обычный статистический факт, считать их ядром и душой коллектива. Шестое. Разработать простейшую схему функционирования организации с ясными как день правилами отчетности и распределения ответственности. Насколько я понимаю, через несколько лет работы в таких условиях некоторые сотрудники смогут понять суть подобной практики и если они к ней привыкнут, то начнут задумываться о том, как им добиться того, чтобы любая порученная им работа была выполнена. Я всегда считал работу с людьми важнейшим направлением своей деятельности. Но после проведения мной выездных семинаров у меня часто складывалось впечатление, что во многих компаниях управление людьми это та сфера, которой уделяют внимание только в том случае, если на это остается время. В надежде на то, что такое положение можно изменить, я более подробно остановлюсь на уже упомянутых практических задачах. Первая практическая задача. Создать такие условия, при которых подразделения по работе с персоналом получат все необходимые полномочия и будет играть ведущую роль в работе организации, менеджеры должны стать лидерами и продвигаться по служебной лестнице. Фактически, лучшие сотрудники этого подразделения должны сочетать в себе качество духовного наставника с отеческой заботой. Приблизительно три года тому назад я был в Мехико, где выступал на конференции, участниками которой были пять тысяч руководящих сотрудников подразделений по работе с персоналом. Как обычно, это мероприятие проводилось в формате вопросов и ответов с присутствием на сцене интервьюера и интервьюируемого. В данном случае интервьюером был толковый и обаятельный Даниэл Сервитхе, исполнительный директор Бимбо, являющийся одной из крупнейших пищевых компаний этой страны. Первые 45 минут мы с Даниэлем провели беседы о стратегии, бюджете, международной конкуренции и обсудили ряд других тем, связанных с бизнесом, прежде чем пустили микрофон по рядам наших слушателей, предоставив им возможность задать вопросы. Первое взяло слово женщина. Она представилась главой отдела по работе с персоналом и работала на одного бразильского промышленника. Женщина сразу же спросила о том, какую роль должен играть отдел по работе с персоналом. Ее интересовало мое мнение на этот счет. Я тотчас дал ей ответ и, честно говоря, несмотря на то, что я уже много лет публично подчеркиваю важность этого вопроса, я подумал, что данная аудитория встретит мой ответ аплодисментами. Вне всяких сомнений начальник отдела по работе с персоналом должен быть вторым по значимости лицом в любой организации, сказал я. Для исполнительного директора компании начальник этого отдела должен иметь как минимум такое же значение, какое имеет главный финансовый директор. Аудитория почему-то затихла. Стояла такая тишина, что я, вспомнив о своем бостонском акценте, предположил, что он сбил с толку переводчика. Так ли это в ваших компаниях, спросил я. Я хочу, чтобы вы подняли руки. Кто из вас работает в компаниях, где исполнительные директора относятся с одинаковым уважением и к начальникам отделов по работе с персоналом и к главным финансовым директорам? Подняли руки 50 человек. 50 из 5 тысяч. Неудивительно, что мой ответ был встречен молчанием. Случайно я задел самый болезненный для 99% присутствующих вопрос. Позже на приеме, состоявшемся после конференции, люди один за другим стали рассказывать мне о том, насколько занижена и недооценена роль отдела по работе с персоналом в их организациях. В общей сложности я выслушал около 30 человек. Но хуже всего было то, что ситуация, о которой они рассказывали, отнюдь не является исключением. Я задавал свой вопрос о роли отдела по работе с персоналом еще на 75 мероприятиях, проведенных после конференции в Мехико. И каждый раз результаты голосования вызывали тревогу. У меня в голове это не укладывалось. Ведь даже если ваша компания слишком мала, чтобы иметь собственный отдел по работе с персоналом, все равно кто-то должен заниматься этим вопросом. Подбор работников должен быть столь же важной функцией компании, как и любая другая. А действительно, почему вопросы найма являются столь же важными, как и финансовые вопросы? Вот если бы вы были менеджером бейсбольной команды, то кого вы слушали бы с большим вниманием? Бухгалтера или ответственного по найму игроков? Денежные вопросы команды это сфера деятельности бухгалтера. Он точно знает, сколько можно заплатить игроку. Но его вклад определенно не может считаться более весомым, нежели вклад ответственного по найму, который знает, насколько хорош каждый игрок. Оба входят в круг ближайших помощников исполнительного директора и сидят за столом, где принимаются решения. К сожалению, во многих компаниях начальника отдела по работе с персоналом не пускают даже на порог того кабинета, где принимаются решения. На мой взгляд, существуют три причины, которые объясняют такое положение. Во-первых, очень трудно измерить то влияние, которое оказывает этот отдел на эффективность работы компании. Влияние отдела сбыта или научно-исследовательского отдела всегда можно увидеть, как и работу финансистов. Но отдел по работе с персоналом имеет дело с такой зыбкой областью, как умение человека. И дело не в том, что люди скрывают свои умения. Напротив, большинство утверждает, что у них умений хоть отбавляй. Сколько раз приходилось слышать фразу «Я незаменимый работник». Во-вторых, этот отдел слишком часто переводят в низший разряд или ограничивает его деятельность такими сиюминутными задачами, как выработка страховых программ и решение вопросов, связанных с рабочим расписанием, например, отпуск и гибкий график выхода на работу. Помимо этого, на него взваливают обязанность создавать здоровую атмосферу и поднимать настроение работников, поручая выпуск стенгазеты и организацию летних выездов на природу. Иногда отделу по работе с персоналом приходится решать и такие задачи, но если он постоянно будет заниматься только этим, тогда его статус никогда не будет на должном уровне. В-третьих, эти отделы часто становятся втянутыми в дворцовые интриги. General Electric прошла данный этап развития еще в 1960-е и в начале 1970-х. Ее система работы с персоналом включала в себя слухи, намеки и сплетни. Маленькая и откровенно терроризирующая всех вокруг себя группа руководителей этого подразделения хранила скрываемые от остальных отзывы о каждом менеджере компании и при желании могла очернить любого. С другой стороны, они могли очень быстро продвинуть человека по служебной лестнице. Эти люди считали себя влиятельными персонами. Положение полностью изменилось, когда бывший в то время исполнительным директором Рэдж Джонс назначил главой этого подразделения Теда Левино. Тед сбросил завесу ненужной секретности и вскоре деятельность его подразделения стала совершенно прозрачной и, что еще важнее, вполне разумной. К 1985 году, тогда Тед ушел в отставку, его подразделение уже давно занималось именно тем, чем оно и должно было заниматься. Слушать кандидатов, осуществлять дифференциацию сотрудников и помогать менеджерам становиться лидерами и делать карьеру. Вот почему лучшие руководители отделов по работе с персоналом представляют собой некий гибрид пастора, который, не осуждая своих прихожан, выслушивает их исповеди и жалобы, а также отца, который любит и воспитывает своих детей, но быстро ставит их на место, когда они сбиваются с пути. С годами я обнаружил, что люди такого типа, как правило, когда-то были руководителями других подразделений, фабрик, производственных линий или еще каких-то функциональных областей. Но мне встречались и те из них, кто стал руководителем, поднимаясь по служебной лестнице внутри именно этого отдела. И в том и в другом случае лучшие из них обладают таким статусом, который далеко выходит за рамки их ранга и титула. Они досконально разбираются в бизнесе. Они понимают, какие трения существуют между отделом сбыта и производством или между двумя руководителями, которые когда-то претендовали на одну и ту же должность. Они знакомы с той тайной иерархией, которую мысленно выстраивает каждый сотрудник. Те невидимые организационные схемы и связи, которые существуют в каждой компании. Они знают всех игроков и знают их прошлое. Наряду со своим высоким статусом эти руководители отличаются честностью, которую они буквально излучают. В основе этой честности лежит безжалостная прямота и достоверность. Эти люди умеют слушать, говорить правду и дорожить доверием других. Помимо этого, они знают, как уладить спорный вопрос. Принято считать, что хорошим компаниям не нужны арбитры. Но это не так. Сотрудники должны пройти отбор, прежде чем получить повышение. Торги внутри одного и того же подразделения приводят к всевозможным распрям относительно того, кто заслуживает большей похвалы. Некоторые считают, что премиальный фонд распределяется несправедливо. Мне повезло, что на различных этапах карьеры в моей команде всегда было несколько людей такого типа. Последним из них оказался Билл Коннити, о котором я уже упоминал в этой книге. Билл начинал свою карьеру в General Electric с курсов обучения производству и в конечном счете стал директором завода по выпуску дизельных двигателей для тепловозов в Гроув Сити, штат Пенсильвания. Затем он перешел в подразделение по работе с персоналом. Он всегда был прямым человеком. Независимо от того, с кем Билл имел дело, с руководителем высокого ранга или с почасовым работником, он всегда прямо говорил и о плохом, и о хорошем. Он умел слушать и был настолько осмотрителен, что из него и клещами нельзя было вытащить сведений, не подлежащих огласке. Я в полной мере оценил Билла, когда он был главой отдела по работе с персоналом нашего предприятия по выпуску авиадвигателей. В 1989 году предприятие оказалось в состоянии жесточайшего кризиса, так как выяснилось, что один из его сотрудников дал взятку генералу ВВС Израиля с целью получить контракт на поставку реактивных двигателей. На меня произвело впечатление то, как Билл разобрался с теми, кто был замешан в этом скандале. Некоторые из них были людьми его круга и даже его друзья. Он вынужден был принять невероятно мучительное для себя решение и рекомендовать ему уволиться, причем сделать это с тем искренним состраданием и дипломатичностью, которые свидетельствовали о его принадлежности к тем руководителям, которые сочетают в себе качества пастора и отца семейства. Если ваш отдел по работе с персоналом нормально функционирует, его сотрудники, обладающие такими же качествами, как Билл, смогут урегулировать трения и кризисы, утихомирить гнев и раздражение, найти компромиссные решения и при необходимости договориться о приемлемом для всех сторон выходе из положения. Их обязанность и состоит в том, чтобы помочь менеджерам хорошо управлять людьми. Вторая практическая задача. Использовать строгую и лишенную бюрократизма систему оценок, за которой будут следить так же внимательно, как и за соблюдением закона Сарбейнса-Оксли. Помните, что произошло, когда корпоративные скандалы стали лихорадить американскую экономику? Правительство быстро отреагировало на это принятием закона Сарбейнса-Оксли, который дает право назначить штраф или приговорить к тюремному заключению или к тому и другому виду наказания любого исполнительного директора или главного финансового директора, представляющего заведомо ложные отчетные данные. Этот закон был необходим для того, чтобы финансовая отчетность стала правдивой и для того, чтобы восстановить доверие инвесторов и пайщиков. Мне очень хочется, чтобы системам оценок уделялось такое же внимание и чтобы они были столь же строгими. В конце концов, финансовые нарушения происходят по вине людей. Но слишком часто системы оценок людей существуют только на бумаге. Еще в главе посвященной искренности я говорил, что мне часто приходится задавать своим слушателям следующий вопрос. Многим ли из вас в прошлом году довелось принять участие в заседании, на котором все высказывали предельно честные и нелицеприятные суждения, и после окончания которого вы точно знали, что нужно сделать, чтобы улучшить положение и как вас оценивают сослуживцы? Повторю еще раз, в лучшем случае поднимали руки 20% присутствующих, а в среднем не более 10%. Если этот полученный не вполне научным путем результат хотя бы в какой-то степени отражает истинное положение дел, тогда получается, что только очень немногие компании применяют на практике четкую систему оценок персонала. Мало сказать, что это плохо, это ужасно. Вы просто не можете добиться от подчиненных более высокой эффективности, если через систему абсолютно объективных оценок не будете доводить до них свое мнение о проделанной ими работе. Не существует одного единственно верного способа оценки персонала. Каждая компания будет стремиться разработать свои собственные формы и методики. Но любая хорошая система оценок должна обладать несколькими обязательными характеристиками. Простота и ясность экономят время, затрачиваемое на расшифровку витиеватой бюрократической терминологии. Если применив выбранную вами систему, вы обнаружите, что на оценку каждого сотрудника у вас уходит более двух страниц писанины, значит, что-то не так. Лично я часто оценивал около двух десятков своих непосредственных подчиненных с помощью написанных от руки записок, каждая из которых включала два пункта, что, на мой взгляд, у человека получалось хорошо и, как на мой взгляд, он мог бы улучшить свои показатели. Необходимость определять показатели персонала по заранее согласованным важнейшим критериям, имеющим прямое отношение к производительности труда каждого работника. Эти критерии должны быть количественными, основанными на том, в какой степени работники добиваются определенных целей, и качественными, основанными на том, в какой степени их стиль работы соответствует желаемому. Необходимо гарантировать, что менеджеры хотя бы раз в год будут производить аттестацию своих подчиненных и желательно дважды в год проводить с каждым из них индивидуальные собеседования. Но оценивать подчиненных следует не только в периоды проведения этих официальных мероприятий, а постоянно. Если речь идет о плановых аттестациях, то в ходе одного из индивидуальных собеседований сотрудник должен узнать, какое место он занимает среди остальных. Если ваша компания ввела в действие принцип дифференциации, то хорошая система оценки вам обеспечена. И, наконец, хорошая оценочная система должна включать в себя компонент профессионального роста. Менеджерам следует не только рассказывать своим подчиненным о следующих этапах их карьеры, но и узнавать у них именно тех двух или трех человек, которых они могли бы рекомендовать на свои места в том случае, если сами будут переведены на более высокие должности. Но даже отвечая всем этим требованиям, ни одна оценочная система не будет первоклассной, если не будет беспристрастной. Кому-то придется взять на себя ответственность и подотчетность призвать виновных к ответу, если оценочная система искажает истинное положение дел, точно так же, как это делает хорошая группа аудиторов в отношении количественных показателей. Указывает ли оценочная система уровень соответствия тем моральным ценностям, которые приняты в компании, или она указывает только на результаты, которые можно измерить в денежном эквиваленте? Применяют ли ее те, кто искренне верит в ее необходимость, или те, кто относится к ней с пренебрежением, считая пустой тратой времени? Позволяет ли она людям узнать, что им надо делать, чтобы повысить свою производительность? Только честность и беспристрастность могут воспрепятствовать превращению оценочной системы в бумажную рутину. В данном случае не поможет ни закон, ни аудиторская проверка, и поэтому все зависит только от начальника, который сам оценивает своих подчиненных, опираясь на полную поддержку отдела по работе с персоналом, а значит берет на себя ответственность за ее правдивость. Вас не посадят в тюрьму, если ваша оценка не будет правдивой, но все же старайтесь объективно оценивать подчиненных, потому что это будет только на пользу и вам, и вашей команде. Третья практическая задача. Создать эффективные механизмы, а именно материальные поощрения, признания заслуг и обучения, необходимые для стимулирования сотрудников и поддержания их энтузиазма. Я никогда не забуду тот день, когда мне довелось принять участие в совещании, на котором обсуждался вопрос о награждении Стайнменцевской премии, которая ежегодно присуждается лучшему научно-техническому сотруднику General Electric. В то время я был вице-президентом группы компаний, и поэтому, когда один из моих высокопоставленных и высокооплачиваемых заместителей председателя совета директоров стал излагать свое мнение, я тотчас навострил уши. Этим людям не нужны деньги, заявил он. Им нужно признание. Он, должно быть, забыл те времена, когда сам нуждался в деньгах. Люди, конечно же, хотят, чтобы их замечательные достижения получили признание. Мемориальные доски и публичные чествования безусловно имеют право на существование, но без денег они теряют значительную часть своего воздействия. Даже Нобелевская и Пуллицеровская премии не обходятся без денежных вознаграждений. Если ваша компания правильно руководит людьми, тогда она самым тесным образом связывает хорошую производительность с вознаграждением. Чем лучше вы работаете, тем больше получаете, причем как в моральном смысле, так и в материальном. Едва ли можно представить себе более удручающую ситуацию, чем та, при которой, усердно работая и добиваясь ожидаемых результатов или даже превышая их, вы обнаруживаете, что это совершенно не волнует вашу компанию. Вы не получаете никаких особых поощрений или получаете то, что получают все остальные. Людям нужно, чтобы вознаграждения распределялись по результатам работы и чтобы признание было заслуженным. А компаниям нужно распределять вознаграждения и поощрения для того, чтобы сохранить у себя хороших работников. Ведь это так просто. В качестве примера возьмем одну мою знакомую, которая, закончив колледж, входящий в лигу Плюща, получила диплом театрального дизайнера, но с большим энтузиазмом стала работать в качестве закупочного агента в одном престижном нью-йоркском магазине по продаже потребительских товаров. Несмотря на изнурительную нагрузку и низкую оплату, эта женщина сразу же проявила себя как перспективный работник. Товары, которые она выбирала для отдела спортивной одежды в течение полутора лет, били все рекорды продаж. Кроме того, ей удалось восстановить отношения магазина с его двумя рассерженными поставщиками. Хотя это не входило в ее обязанности и другие агенты по закупкам подшучивали над ее излишним рвением, она, чтобы лучше понять желание покупателей, работала продавцом в зале и кассиром. В течение двух лет ее успешная работа практически не находила признания. Это было весьма скверно, но и премии, которые она получала, не превышали среднего уровня. Они в точности соответствовали тем средним суммам, о которых ей говорили во время интервью. Чтобы выяснить, насколько ценным работником она является, ей пришлось решиться на увольнение. Ее начальница была ошеломлена, когда эта девушка вручила ей заявление об уходе. «Но почему вы уходите?» спросила она. «Здесь вас ждет прекрасное будущее». «Здесь настоящая патагонная система. Никому и в голову не приходит сказать мне, что я хорошо справляюсь с работой», эхом повторила ее начальница. «Да просто здесь это не принято. Вам не стоит принимать все так близко к сердцу». Предприятия по торговле потребительскими товарами печально знамениты своим тяжелым социально-психологическим климатом. Что касается отказа вознаграждать сотрудников за эффективность их работы, то подобная практика уже стала общим местом для множества предприятий и одной из главных причин ухода хороших работников. Успешная компания не может позволить себе расстаться с хорошими работниками из-за недостаточного признания их заслуг, отсутствия материального стимулирования или по какой-либо другой причине. Другим эффективным способом заинтересовать и сохранить людей является их обучение. Если вы наняли хороших работников, им обязательно захочется повысить свой профессиональный уровень. Они будут гореть желанием научиться большему и делать больше. Хороший квалифицированный рабочий захочет учиться управлять большим количеством станков, а в конечном счете и всем цехам. Хороший инженер-технолог захочет съездить в Японию и побывать в компаниях, где применяются те суперсовременные технологии, о которых он только читал. Агент по связям с общественностью захочет научиться тому, как более эффективно использовать интернет. Хорошие специалисты не считают, что они уже достигли вершины профессионализма, но они страстно желают ее достичь. Компания, умело руководящая своим персоналом, может оказать в этом помощь. Если компания может себе это позволить, она открывает собственные курсы обучения, возглавляемые своими же руководителями, которые не только выступают в роли преподавателей, но и служат образцами для подражания. Компания с меньшими ресурсами может оказать содействие обучению своих сотрудников на любых курсах повышения квалификации, где используются хорошие учебные программы. В любом случае следует добиться того, чтобы обучение рассматривалось как вознаграждение за эффективность работы, а не как подачка за впустую потраченное рабочее время. Компании не могут обещать своим сотрудникам, что всю свою жизнь они будут трудиться на одном предприятии. Международная конкуренция слишком жестока, а экономические циклы слишком часто сменяют друг друга, чтобы давать такие гарантии. Но зато можно гарантировать своим сотрудникам всяческое содействие расширению их потенциальных возможностей найти работу, получению навыков и умений, которые сделают их более привлекательными соискателями в том случае, если им придется уйти. Наряду с вознаграждениями и признанием заслуг, обучение способствует расширению таких возможностей. Будучи средством повышения профессионального уровня, оно пробуждает в людях личную заинтересованность, поскольку они видят заботу компании и понимают, что у них есть перспективы на будущее. В том случае, если вы все это делаете должным образом, они захотят связать свое будущее с вами. Четвертая практическая задача. Стремитесь к самым тесным взаимоотношениям с профсоюзами, талантливыми работниками, а также с теми, кто занимает пассивную или деструктивную позицию. Как и взаимоотношения между родственниками, взаимоотношения внутри компаний имеют свою историю и могут быть весьма натянутыми. Хорошо, когда руководители, уделяя особое внимание этим напряженным отношениям, не позволяют загонять их в тупик или просто игнорировать их, оставляя все как есть. И та, и другая тактика являются весьма гуманными, но в конечном счете они часто приводят к скандалам. Чтобы добиться хорошего управления людьми, компаниям необходимо противопоставить этим нежелательным взаимоотношениям искренность и активную деятельность. Давайте начнем с профсоюзов. Когда я работал в General Electric, всем было хорошо известно, что я не являюсь большим поклонником профсоюзов. Я считал, что они создают такие условия, которые делают компанию менее конкурентно способной и вбивают ненужный клин между руководящим составом и работниками. Я употребил слово «ненужный», так как по собственному опыту знаю, что профсоюзы играют активную роль только в тех случаях, когда предприятием или офисом руководит жестокий, глухой к мнению других или равнодушный человек, лишающий своих подчиненных права голоса и попирающих их чувство собственного достоинства. Такого босса, несомненно, следует либо заставить присмотреть свои взгляды, либо сместить занимаемые должности, поскольку массовое вступление в профсоюзы является чрезмерной ответной реакцией с долгосрочными негативными последствиями для всех. Во время моего пребывания на посту исполнительного директора General Electric у нас было несколько профсоюзов, работавших на долгосрочной основе. Я всегда чувствовал, что наши отношения отличаются взаимным уважением, к тому же у нас никогда не проводилась общенациональная забастовка. И я могу назвать две причины, которые, на мой взгляд, объясняют почему. Во-первых, мы всегда соблюдали установленные нами принципы, и, во-вторых, мы никогда не доводили ситуацию до такого состояния, когда взаимоотношения надо налаживать уже за столом переговоров. Сначала о принципах. Самое главное, что нужно помнить, работая с профсоюзами, это то, что они состоят из ваших же сотрудников. Вы вместе работаете, живете в одном городе, и зачастую ваши дети вместе играют и ходят в одну школу. Ваши жизни и ваше будущее взаимосвязаны. Вот почему основой всех ваших отношений с профсоюзами должна быть честность, ваше слово. Вы можете с ними яростно спорить, решая тот или иной вопрос, и вы будете это делать. Но ваши споры окажутся более продуктивными, если у вас всегда будет ясная позиция относительно того, какие вопросы подлежат обсуждению, а какие являются запретными. Во время переговоров обсуждайте хоть до посинения вопросы, которые вы отнесли к разряду обсуждаемых, но только эти вопросы. В противном случае ваше слово утратит свое значение, а ваши взаимоотношения будут лишены доверия. Теперь насчет стола переговоров. Приложите максимум усилий, чтобы ваша первая встреча состоялась отнюдь не за столом переговоров. Поле боя это не то место, где знакомятся. Практически каждый раз, когда мы с Биллом Конэйти ездили по предприятиям, мы встречались с представителями местных профсоюзов. Эти встречи проводились главным образом для того, чтобы получше узнать друг друга и вне зависимости от повестки дня изложить свои позиции по всем вопросам. Каждый получал возможность высказаться, но еще лучше было то, что на этих встречах мы все были в большей степени расположены к тому, чтобы прислушаться к мнению собеседника. Мы с Биллом всегда узнавали много полезного, и эти сведения сослужили добрую службу и Биллу, и компании во время переговоров с Национальным профсоюзом. А теперь давайте посмотрим, как улучшить натянутые взаимоотношения, которые могут у вас возникнуть с работниками высочайшего класса. Одно можно сказать с полной определенностью. Чтобы добиться успеха, вам нужны звезды. Я всегда был сторонником выделения звезд в особую категорию 20% работников высшей категории и щедрой раздачи им похвал и вознаграждений. Но похвалы могут привести к противоположному эффекту. Самолюбие звезды это опасная штука. Я видел, как молодых и талантливых сотрудников слишком быстро продвигали по служебной лестнице и в конечном счете их амбиции выходили из-под контроля. Я видел замечательных финансовых аналитиков, инженеров и сетевых администраторов, которым слишком часто твердили, что они незаменимы. В результате они начинали вести себя настолько заносчиво, что вызывали негодование сослуживцев. Я видел толковых, способных людей, которые становились настолько уверены в собственной значимости, что не считали нужным связывать себя какими-либо обязательствами, в том числе и обязательством соответствовать принятым в компании морально-этическим нормам. Звезды могут стать монстрами, если их вовремя не остановить. Именно поэтому кому-то приходится постоянно быть на стороже. Этим человеком должен стать босс звезды, при содействии отдела по работе с персоналом, если таково имеется. Эту работу нельзя превращать в пустую формальность. Как только вам покажется, что работник высочайшего класса проявляет высокомерие или становится неуправляемым, необходимо вызвать его и поговорить на чистоту о морально-этических ценностях и стиле поведения. Не бойтесь своих звезд, они не должны держать вашу компанию в заложниках. Иногда звезды уходят, тем самым удивляя и вас и тех, кто стоит над вами. Это может стать определяющим моментом. В идеальном случае замену находят в течение восьми часов. Да, именно восьми часов. Столь мгновенная реакция дает понять всему коллективу, что незаменимых людей нет. Это убедительно доказывает, что ни один работник не может поставить себя выше компании. Однажды, летним утром 2001 года, незадолго до того, как Джефф Иммельт занял должность исполнительного директора, Ларри Джонсон, исполнительный директор нашего предприятия по выпуску бытовых электроприборов, прибыл в штаб-квартиру с сообщением, что он переходит на должность исполнительного директора компании Альбертсонс, который принадлежит обширная сеть продуктовых магазинов и аптек, расположенных на западном побережье. Ларри с его впечатляющим послуженным списком и замечательной репутацией обладал большим авторитетом в General Electric. И хотя сообщение о его уходе явилось для нас полной неожиданностью, мы быстро приняли надлежащие меры. К четырем часам того же дня мы назначили на эту должность Джима Кэмпбелла, который работал на этом же предприятии в должности начальника отдела сбыта. Альбертсенс получила замечательного исполнительного директора, но и мы не остались в накладе. Джим тотчас приступил к своим обязанностям и с первого же дня с головой окунулся в работу. Быстро заменить выдающегося работника можно только в том случае, если у вас есть список кандидатур, готовых выполнить его работу. Именно здесь вступает в действие хорошо отлаженная система оценок, в частности планирования карьерного роста. Этот процесс может выявить одного или двух кандидатов из числа своих работников, которые смогут заменить любую уходящую звезду. Чтобы начать процесс замены, не дожидайтесь ухода звезды. К этому времени будет уже слишком поздно принимать решение. Третьим видом сложных взаимоотношений являются взаимоотношения с теми, кого я называю сбившимися с пути. Это работники, которые когда-то были хорошими исполнителями, но затем натолкнулись на какое-то непреодолимое препятствие, например, кризис среднего возраста или разочарование в своей работе. Сбившийся с пути, который, как правило, имел хорошую репутацию, теперь просто появляется на работе и, отбывая время, делает только то, что положено, но не более. В большинстве случаев никто не знает, что с этим делать. Зачастую ситуация становится настолько неловкой, что люди стараются ее не замечать. Это недопустимо. Сбившиеся с пути должны получить новый заряд энергии, что можно сделать, либо поручив им новую работу, либо отправив их на обучение. В противном случае они коснеют на своих рабочих местах и часто становятся еще более ожесточенными, чем прежде, медленно, но верно заражая своих сослуживцев вирусом неудовлетворенности. Часто бывает так, что руководители далеко не сразу расстаются с этими людьми, потому что в прошлом они добивались весьма высоких результатов. Но компания, которая хорошо управляет своим персоналом, быстро принимает меры, чтобы сбившиеся с пути снова стали активными игроками, а если эти меры не помогают, она откровенно говорит им, что игра закончена. Последний вид взаимоотношений, который нельзя оставить без внимания, это взаимоотношения с теми, кто занимает деструктивную позицию. Это люди, которые просто не могут не создавать волнения и беспорядки. Они организуют оппозицию руководству, находя множество причин, большинство из которых являются совершенно несущественными. Обычно эти люди отличаются высокой эффективностью работы, что служит им защитой, и поэтому их терпят и даже ублажают. Компания, которая умела руководить своим персоналом, сразу берет их жесткую оценку, указывая на их неподобающее поведение, и требует его изменить. Но обычно эти требования не выполняются, поскольку такие работники принадлежат к категории волевых людей. Если это так, отдалите их от тех, кто пытается добросовестно выполнять свою работу. Оградите их от пагубного влияния тех, кто занимает деструктивную позицию. Пятая практическая задача. Относитесь к делу со всей серьезностью, и вместо того, 50% сотрудников средней категории как обычный статистический факт, считать их ядром и душой коллектива. Как уже было сказано, большую часть энергии, предназначенной для решения задач по руководству персоналом, менеджеры тратят на урегулирование проблем, связанных с наличием напряженных взаимоотношений. Чаще всего это попытки спасти для компании тех, кто сбился с пути или занимает деструктивную позицию. Такое стремление вполне естественно, но оно является ошибочным. В любой организации основной объем работы выполняют те 70% персонала, которые входят в среднюю категорию. Это надежные исполнители, которые хотя и не блещут яркими талантами, но умеют хорошо и много работать. А если уделить им достаточное внимание и проявить о них заботу, они, быть может, еще сумеют блеснуть скрытыми в них способностями. Нельзя забывать о существовании этих работников и предоставлять их самим себе. Как забывают о послушных и кротких детях в семьях, где все внимание сосредоточено на вундеркиндах и возмутителях спокойствия. Хорошие компании преодолевают такое искушение. Они добиваются того, чтобы менеджеры уделяли по меньшей мере 50% времени, отведенного на работу с персоналом, представителям этой самой многочисленной категории, оценивая и наставляя их. Что касается вознаграждений, признания и обучения, то и здесь нельзя о них забывать. И еще одно важное замечание. В крупных компаниях эта категория может быть дифференцирована по группам. Иногда выявляются входящие в ее состав 20% работников высшего звена, соответствующий процент работников среднего звена и, наконец, 10% низшего. Вам надо открыто признать подобные изменения характеристик эффективности, тогда вы будете уверены, что их признают и ваши подчиненные. Как показывает практика, распространенной и опасной тенденцией является уход лучших представителей средней категории. Некоторые из них совсем немного не дотягивают до статуса выдающегося работника, у них почти такая же эффективность работы. Но когда их наравне с менее эффективными работниками относят к средней категории, не обращая внимания на их заслуги, они испытывают в компанию, где их способности получат более высокую оценку. Это серьезная потеря. Очень часто будущие звезды усердно работают, являясь скромными представителями средней категории. Хорошая компания это понимает и предельно ясно объясняет, что данная классификация является временной. Она поощряет эту группу, используя все средства, имеющиеся в распоряжении. Главный вывод состоит в том, что средняя категория имеет огромное значение. Именно она является ядром любой компании. Если вы хотите умело руководить персоналом, нельзя забывать и о его самой многочисленной категории. Шестая практическая задача. Разработать простейшую схему функционирования организации с ясными как день правилами отчетности и распределения ответственности. В 2004 году компания Клейтон, Дюбелье и Райс приобрела фирму Каллиган Интернейшнл специализирующаяся на очистке сточных вод и водоснабжения с ежегодным оборотом 700 миллионов долларов и персоналом численностью около 5000 человек, разбросанных по 30 странам мира. Председателем Совета директоров был назначен один из партнеров Клейтон, Дюбелье и Райс и бывший содиректор Эмерсон Электрик Джордж Тамке. Джордж прекрасно знал, что за последние 15 лет Каллиган сменила 10 владельцев, но он и представить не мог, что в ней царит такой хаос. Этот организационный беспорядок поразил его, как только он приступил порог офиса компании. Джордж обнаружил, что многие сотрудники просто не знают ни своих функций, ни своих обязанностей. Они понятия не имели, кому подотчетны, кто подотчетен им и за что каждый из них несет ответственность. Джордж получил массу удовольствие, когда перед вступлением сделки в силу он в течение трех месяцев изучал обстановку, сложившуюся в Каллиган. Поэтому он ясно представлял себе, как реорганизовать компанию. В течение месяца Джордж и новый исполнительный директор Каллиган Майк Качмер разработали и ввели в действие новую структуру организации, положившую конец неразберихи. Еще слишком рано говорить о воздействии этих перемен на практические результаты деятельности Каллиган, но исходя из собственного богатого опыта, я убежден в том, что устранение путаницы, а другими словами реорганизации нечетких структур, окажет значительное воздействие. К сожалению, ситуация, сложившаяся в Каллиган, отнюдь не является уникальной для транснациональных компаний, давно получивших международное признание. Совсем недавно я беседовал с новым исполнительным директором онлайновой компании Экспедиа Даррэйхас Равшахи, Когда в конце 2004 года Даррэй приступил к своим обязанностям, он тоже ступил на зыбкую почву организационной неразберихи. Экспедиа, которой не было и десяти лет от роду, оказалась чрезвычайно предприимчивой фирмой и развивалась настолько стремительно, что ни у кого из ее руководителей не нашлось времени создать четкую систему отчетности и распределить зоны ответственности. Даррэйхас Равшахи, решил в первую очередь устранить это упущение. Здесь я не ставлю себе целью описать процесс выработки оптимальной структуры организации. Каждая компания идет своим путем в зависимости от величины и бизнеса, которым занимается. Но некоторые принципы являются универсальными. Если вы хотите эффективно управлять своим персоналом, убедитесь в том, что структурная схема вашей организации является настолько ясной, что практически исключает необходимость что-либо додумывать. Она должна показывать совершенно четкую картину подотчетности и предельно ясно распределить зону ответственности. И что не менее важно, она не должна быть замысловатой. На каждом организационном уровне любая инициатива или мероприятие получают новые толкования. Это как детская игра в испорченный телефон. Каждый раз, когда сообщение переходит от одного к другому, его содержание меняется. То же самое происходит и с информацией, когда она проходит через организационные уровни, каждый из которых дополняет ее собственной интерпретацией и собственными домыслами. Значит, вся хитрость состоит в том, чтобы структура имела меньше ступеней. Организационные уровни имеют и другие недостатки. Они все усложняют и являются источником лишних затрат. Они замедляют работу, потому что увеличивают количество согласований и совещаний, необходимых, чтобы дело продвигалось вперед. Они обладают отвратительным свойством опутывать новые предприятия или небольшие подразделения крупных компаний липкой паутиной бюрократии. Они превращают вполне нормальных людей в маленьких генеральчиков, делая их элементами иерархии, где все зависит только от служебного положения. Эти отвратительные свойства организационных уровней ни для кого не являются секретом. И все же компании тяготеют к формированию многоуровневых структур. Некоторые считают, что создание этих уровней является единственно возможной реакцией на развитие предприятия. Возрастают объемы продаж и сразу же увеличивается количество региональных менеджеров по сбыту. Расширяется штат специалистов и сразу же увеличивается численность управленческого аппарата. Другие делают это под куда менее благовидным предлогом. Они формируют новые организационные уровни, чтобы создать видимость роста, хотя никакого роста нет и в помине. Иерархия уровней позволяет вам продвигать своих подчиненных по службе, а не дожидаться, пока они сами сделают карьеру. Ведь это лучше, чем сидеть сложа руки, не так ли? Нет, не так. Непреодолимая тяга руководителей к созданию иерархии уровней является той причиной, в силу которой я рекомендую вам сделать организационную структуру вашей компании в половину проще той, которую вы сочли бы для себя наиболее приемлемой. В прямом подчинении любого руководителя должно находиться 10 человек как минимум и на 30-50% больше, если он обладает большим опытом. Если ваша команда состоит из великолепных работников, вы добьетесь от них наилучших результатов при условии, что их подотчетность и зона ответственности будут абсолютно четко определены. Выработка четкой организационной структуры является не только единственным способом достичь этой цели, но и первым шагом, необходимым для функционирования компании. После того, как вы наняли замечательных сотрудников, перед вами стоит задача сделать из них команду, которая добьется успеха. Поставьте во главе отдела по работе с персоналом людей, сочетающих в себе черты пастора и отца семейства, и вместе с ними решайте кадровые вопросы. С помощью честной и объективной системы оценок добейтесь того, чтобы ваши сотрудники ясно понимали, насколько эффективно они работают. Разумно применяя такие методы, как денежное вознаграждение, признание заслуг и возможность повысить квалификацию, создайте такие условия, при которых ваши люди будут испытывать заинтересованность и желание остаться. Столкнувшись с проблемой напряженных взаимоотношений, не уклоняйтесь от ее решения. Уделяйте самое пристальное внимание вашему основному контингенту, категории работников среднего уровня. И, наконец, разработайте простую и ясную организационную структуру. Выполнение этих шести задач потребует времени и с этим нельзя не согласиться. Но компании это не здание, не машины и не технологии, это люди. Что может иметь большее значение, чем руководство людьми? Глава восьмая о том, как надо расставаться. Увольнять людей трудное дело. Теперь о грустном. В трех предыдущих главах этой книги я говорил о таких волнующих и побуждающих к действию аспектах работы, как руководство, поиск хороших работников и управление людьми, входящих в состав команды, способной добиться успеха. Но все мы знаем, что работа это отнюдь не райское место. Скорее, работа напоминает Эдем, из которого людей порой приходится изгонять. Это событие, будь то увольнение по причине невыполнения обязанностей или сокращения штата, вызванное сложной экономической обстановкой, является чрезвычайно неприятной процедурой, как для человека, который осуществляет процесс увольнения, так и для человека, которого просят уйти. Большинство хороших руководителей считают, что это невероятно трудное дело. Ведь и до, и во время, и после этого акта испытываешь чувство вины и тревоги. Что касается человека, который уходит, то день увольнения может стать худшим эпизодом его или ее карьеры. Для некоторых работа является смыслом жизни, ее главной магистралью или второй семьей, а вынужденное увольнение равносильно смерти. Другие могут относиться к работе не столь эмоционально, но для них она является финансовой необходимостью, и поэтому их пугает перспектива стать безработным. Это глава о том, как сделать расставание с работником по возможности менее болезненным процессом с минимальным ущербом для обеих сторон. Важно отметить, что расставаться с людьми приходится по различным причинам. Во-первых, бывают увольнения, вызванные нечестным поведением, воровством, ложью, мошенничеством или любым другим нарушением этических и правовых норм. Затем случаются увольнения по причине экономического спада. И, наконец, имеют место увольнения на основании невыполнения служебных обязанностей. Основное внимание в этой главе уделяется последнему из перечисленных типов увольнений, поскольку именно он, как правило, вызывает массу горьких переживаний, которых не должно возникать. В действительности этого очень легко избежать. Просто менеджерам нужно признать тот факт, что процедура увольнения это совсем не то дело, которого следует остерегаться, перепоручая отделу по работе с персоналом или, закрыв на все глаза, стараться как можно быстрее его завершить. Напротив, это процесс, всю ответственность за выполнение которого они должны взять на себя, руководствуясь двумя принципами. Сделать так, чтобы ваше решение не оказалось сюрпризом для увольняемого и чтобы оно как можно меньше его унизило. Но прежде чем мы более подробно рассмотрим способы достижения этих целей, давайте поговорим о первых двух типах увольнений. Увольнения, вызванные нечестным поведением. Здесь все очень просто. В подобных случаях надо увольнять без малейших волнений и колебаний. Сделайте это и добейтесь того, чтобы все сотрудники знали, почему вы это сделали и поняли, что последствия нарушений правил будут для всех одинаковыми. Увольнения по причине экономического спада. Это более сложный вариант. Вспомните, сколько раз в программах вечерних новостей вы видели разгневанных людей, протестующих за воротами какого-нибудь завода или у парадного входа в офис какой-нибудь фирмы. В подобных случаях людям просто сообщают, что они уволены и это приводит их в шок. Они испытывают такое чувство, словно на них неизвестно откуда свалилась бомба. Но будьте уверены в том, что высшее руководство ничего подобного не испытывает. Как правило, оно заранее знает, что в ближайшие месяцы будет объявлено об увольнении. Проявлением самой настоящей непорядочности является факт, что все остальные ничего об этом не знают. Каждый работник, а не только руководящий состав, должен знать, как идут дела компании. Понятно, что сведения о финансовом состоянии не всегда являются той информацией, которой можно со всеми делиться. Так, например, если вы руководите подразделением из десяти человек, которая входит в состав корпорации, вы можете получить доступ к сведениям о вашем предприятии, но мало что будете знать о том, как идут дела у других. С другой стороны, если вы руководите механической мастерской, где работают десять человек, у вас нет ни малейших оснований скрывать от подчиненных основные сведения о работе вашего предприятия, объем заказов, величину рентабельности продаж и тенденции изменения этого показателя, появление конкурентов с низкими издержками производства и так далее. Большинство менеджеров обладают той степенью доступа к финансовым сведениям, которые находятся где-то между двумя этими крайностями. Ваша задача состоит в том, чтобы узнавать столько, сколько вы сможете, и как можно чаще делиться своими сведениями с подчиненными. Тогда, если увольнение станет неизбежным, люди, по крайней мере, будут к нему хоть как-то подготовлены. Этому принципу надо следовать и при увольнении по причине изменения рынка. Так, например, в период стремительного взлета интернета множество компаний вступило в яростную борьбу, пытаясь заполучить по сходной цене гениев новых технологий. Но когда электронная коммерция стала реальностью, быстро выяснилось, что в компаниях слишком много этих технарей, и некоторым из них пришлось уйти. В такой обстановке большинство менеджеров воспользовалось в своих целях настойчивыми утверждениями средств массовой информации о наступившем крахе интернет-индустрии. Но получение открытого доступа к информации в любом случае должно стать ходовым товаром. В прошлом году на семинаре, состоявшемся в Орландо, штат Флорида, меня представила аудитория собственница и исполнительный директор одной фирмы из Новой Англии, в сферу деятельности которой входит предоставление консультаций и подготовка специалистов. Перед семинаров я попросил ее рассказать о своем бизнесе. Она сообщила мне, что испытала настоящий удар после внезапного появления интернета. Ей пришлось уволить половину из 30 сотрудников. И как у вас проходил этот процесс, поинтересовался я. На редкость гладко последовал ответ, который меня удивил. Мы с мужем следовали принципам открытого менеджмента. Наши сотрудники знали все о состоянии дел фирмы и когда пришла пора сокращать численность персонала, им стало грустно, но они понимали, что это необходимо. Сегодня эта фирма процветает и многие из бывших ее работников вернулись, не держа зла на своего исполнительного директора. Нет нужды говорить о том, что это идеальная ситуация. Фирма была маленькой и она извлекла слишком большую пользу из сообщений о крахе интернет-индустрии. Но даже если у вас крупная компания, а экономическая ситуация является еще более неопределенной, то играя в открытую со своими работниками, вам всегда будет легче пережить период экономического спада. Увольнение на основании невыполнения служебных обязанностей. Теперь поговорим о наиболее сложном и деликатном случае увольнения, когда с человеком надо распрощаться, потому что он плохо работает. Я уже использовал слово «откровенный», говоря о том подходе, который в подобных ситуациях исключает всякую неожиданность и сводит к минимуму горькие переживания. Но я не хотел сказать, что это легкая задача. Вовсе нет. К сожалению, приходится учиться тому, как увольнять людей прямо на рабочем месте и при самых неблагоприятных обстоятельствах. К сожалению, у вас нет никакой возможности заранее к этому подготовиться. Менеджеры не собираются вместе, чтобы поделиться своими наблюдениями и поговорить о том, как это делать. Я не знаю ни одной школы бизнеса, в которой обучали бы этому умению. В учебных программах может быть уделено много мест вопросам оценки эффективности работы персонала, но, насколько мне известно, ни одна из них не способна оказать существенную помощь в интересующем нас вопросе. Поэтому остается полагаться лишь на собственное чутье. Быть может, некоторые люди и обладают врожденной способностью увольнять без каких-либо неприятных излаждений, но я знаю, что у меня таких задатков не было. В течение многих лет данная процедура была частью моей работы, но я так к ней и не привык. Особенно плохо мне это удавалось в первые годы работы на руководящих должностях. Одно из моих самых горьких воспоминаний связано с Питцфилдом, где я руководил фирмой Пластикс. Однажды в школьный автобус вошел какой-то мальчуган и ударил моего сына Джона по лицу. За день до этого я уволил отца этого паренька и, судя по всему, сделал это не так, как следовало бы сделать. Я был уверен в том, что нормально решил этот вопрос, но это не имело никакого значения, поскольку у родителей мальчугана было другое мнение. Три грубые ошибки, совершаемые при увольнении. Иногда люди творят такое, что вполне заслуживают того, чтобы их уволили без лишнего шума. Однажды, когда я руководил Пластикс, у меня был один менеджер, с которым пришлось расстаться через три месяца после его поступления на работу. В его резюме был указан целый список престижных дипломов и вообще он производил в высшей степени благоприятные впечатления, но проявил полную неспособность решать конкретные задачи. Одна моя знакомая, получив место продавца в магазине одежды, была уволена не от работ и недели, так как по причине ее забывчивости половина клиентов не подписала дебетовые извещения о списании сумм с их кредитных карточек. Эта женщина утверждает, что если бы ее не уволил босс, она бы сама уволилась. Но обычно увольнение работников по причине невыполнения ими своих обязанностей не отличаются столь явной обоснованностью. Существует множество неясностей относительно того, кто виноват и что привело к столь плачевному финалу. В этой связи можно говорить о трех основных ошибках, совершая которые менеджеры увольняют людей не так, как это следует делать. Я говорю об излишней поспешности, недостаточной искренности и чрезмерном затягивании процесса увольнения. В качестве примера иллюстрирующего первую тенденцию возьмем одну мою знакомую, которая руководила подразделением из 60 человек, входившим в состав компании с численностью персонала 300 человек. Предприятие развивалось и в целом все складывалось хорошо. Это была компания закрытого типа. В ней сложилось некое подобие семейных отношений, при котором по родственному терпимо относились к посредственному выполнению служебных обязанностей. По будням сотрудники нередко подвозили друг друга на работу, а по выходным вместе отдыхали. Как это принято во многих небольших компаниях, аттестации здесь проходили в неформальной обстановке, и все присутствующие на этих мероприятиях отпускали массу шутливых замечаний. Когда моя знакомая продвинулась по службе и стала главой подразделения, она скоро поняла, что один из ее главных помощников, я назову его Ричардом, отвечавший за распределение товаров между потребителями, уже не соответствовал требованиям стремительно развивающегося бизнеса. Мало того, Ричард вполне откровенно занимал деструктивную позицию, о такой позиции я рассказывал в предыдущей главе. Он никогда не упускал случая поставить под сомнение авторитет новой начальницы или ее босса. Обычно он облекал свое негативное отношение в форму саркастических замечаний, которыми в коридоре делился со своими сослуживцами. Нельзя сказать, что эффективность работы Ричарда была совершенно неприемлемой, но она уже приближалась к этому показателю. Он систематически не укладывался в поставленные сроки и, судя по всему, был не в состоянии управлять постоянно усложнявшейся системой распределения товаров. Моя знакомая несколько раз указывала Ричарду на его недостатки, но пользы от этого не было. В конце концов, после целого ряда коридорных острот Ричарда, отличившихся особой язвительностью, один весьма выгодный клиент обратился с жалобой на то, что поставка заказанного им товара была осуществлена с недельным опозданием. Это переполнило чашу терпения моей знакомой, и она решила, что Ричард должен уйти. Официальная встреча, на которой Ричарду сообщили о его увольнении, прошла хуже некуда. Сказать, что он был удивлен, это ничего не сказать. Он просто пришел в ярость. Должно быть вы спятили, орал он. У нас в компании никогда не увольняют людей. Вы за это заплатите. После этого он хлопнул дверью и опрометью бросился в свой офис, который находился в другой части здания. Там Ричард организовал импровизированный митинг. В нем приняли участие восемь его непосредственных подчиненных. И хотя всего через несколько часов он собрал свои вещи и был уволен, в компании развернулось движение протеста, направленное против руководящего состава. Некоторые работники подразделения, особенно те из них, кто входил в круг друзей Ричарда, считали, что его уволили, не предупредив об этом должным образом и жаловались на то, что теперь они не могут как прежде доверять своей начальнице и вообще руководству компании. Прошло всего несколько недель, наполненных этой суетой, и производительность подразделения упала на целый порядок. Причина была в том, что сотрудники тратили массу времени, собираясь за закрытыми дверями, чтобы поговорить об увольнении Ричарда, о том, как оно было проведено и кого могут уволить в следующий раз. Моей знакомой потребовалось три месяца, чтобы восстановить равновесие и заставить свое подразделение работать как прежде. Вторая ошибка представляет собой разновидность случая с Ричардом и включает в себя отсутствие искренности и неправильное понимание справедливости. Предположим, у вас есть сотрудница по имени Гейл. Она не может добиться установленных минимальных объемов продаж, а ее сослуживцы по тем или иным причинам не могут на нее рассчитывать. Она наносит ущерб производительности своего подразделения и моральному духу его сотрудников. Но Гейл ко всем относится дружелюбно, она невероятно старательна и уже много лет работает в компании. Каждый раз, когда вы пытаетесь объяснить Гейл, насколько неудовлетворительными являются результаты ее работы, она ведет себя настолько жизнерадостно и рассеянно, что весь ваш разговор становится бессмысленным. И в конце концов вы прячете свое негативное отношение за натянутой улыбкой и невнятной просьбой работать с большей энергией. Затем наступает кризис. Гейл делает серьезный просчет и в порыве гнева вы ее увольняете. Она ошеломлена и начинает напоминать вам о тех положительных отзывах, которые вы давали ей в течение ряда лет. В ответ вы предлагаете ей выходное пособие, которое кажется вам весьма внушительным при такой низкой эффективности, с которой она всегда работала. Она отвергает пособие, которое считает просто оскорбительным и приходит в ярость. Вы тоже сердитесь, поскольку не можете поверить, что это ее оскорбляет. Вы считаете, что она должна быть благодарна за то, что вы так долго держали ее на этом месте. Гейл выходит из вашего кабинета, поочередно испытав потрясение, гнев и горькое разочарование. Но, возможно, она еще даст о себе знать. Вспомните о ней, когда упустите перспективного кандидата на какую-нибудь должность или потенциального клиента. Ведь они могли встретиться и побеседовать с Гейл, которая после такого увольнения стала представителем вашей компании. Каждый уволенный вами работник продолжает представлять вашу компанию. В течение следующих 5, 10 или 20 лет они могут обливать ее грязью или расточать похвалы. В крайне редких случаях уволенные работники выражают свой гнев прилюдно, и лишь немногие из них становятся так называемыми обличителями. Я говорю так называемыми, потому что мне приходилось видеть слишком много компаний, незаслуженно разоблаченных людьми, у которых нет иных желаний, кроме как отомстить за свое увольнение, осуществленное под руководством менеджера, который мог и которому следовало сделать это лучшим образом. А теперь о третьей ошибки. Ее допускают в том случае, если процесс увольнения идет слишком медленно, что приводит к возникновению ситуации, напоминающей эффект ходячего мертвеца. Все знают, что человека вот-вот уволят, знает об этом и сам человек, но его босс долго ждет того момента, когда надо нажать на курок. В результате все в офисе попадают в неловкое положение, что может привести компанию к той или иной форме недееспособности. Я столько раз наблюдал воздействие эффекта ходячего мертвеца, что просто не смог бы припомнить все подобные эпизоды. Впрочем, я могу вспомнить одно собрание по вопросам персонала, проходившее в штаб-квартире компании еще в мою бытность вице-президентом одного из подразделений General Electric. На нем присутствовало около десяти человек, в том числе и работник моего ранга, назову его Стив, у которого постоянно были плохие результаты. Еще перед началом собрания все уже понимали, что Стив обречен. Но как только оно открылось, неловкость положения стала еще более явственной. Руководитель группы подверг критике результаты работы Стива за несколько кварталов и не давал ему открыть рот, чтобы опровергнуть эти обвинения. Получилось, что Стив ничего не может делать, как положено. Во время перерыва на кофе все присутствующие толкались друг возле друга, стараясь держаться от Стива как можно дальше. Все отводили от него глаза. К несчастью, прошло около года, прежде чем Стива уволили. На каждом собрании по вопросам персонала мы с горьким сожалением наблюдали за тем, как его покидает уверенность в собственных силах. Мы понимали, что подчиненных Стива не могла не травмировать подобная ситуация, поскольку они несомненно видели то, что видели мы сами. Им оставалось только ждать и гадать, кто придет ему на смену. Вопрос разумеется в том, почему руководители допускают возникновение эффекта ходячего мертвеца. Одна из причин в том, что увольнение это чрезвычайно болезненная процедура, которой никто не любит заниматься и поэтому ее часто откладывают. Но в ситуации, когда действует эффект ходячего мертвеца, происходят и менее заметные процессы. Боссы так долго терзают свою жертву для того, чтобы сотрудники одного с нею ранга увидели и, образно говоря, расписались в необходимости увольнения. В какой-то степени это жестоко, но в большинстве своим боссы предпочитают выглядеть руководителями, которые принимают обдуманные, а не скоропалительные решения. Ричард, Гейл и Стив являются примерами неправильного подхода к осуществлению процедуры увольнения. А каким должен быть правильный подход? Первое. Избегайте неожиданностей. Путем предоставления сведений о финансовом состоянии можно добиться того, что увольнение в силу экономической необходимости не станет для увольняемого неожиданностью. Но как исключить фактор неожиданности из такой весьма зыбкой области, как увольнение на основании невыполнения служебных обязанностей? Следует заметить, что мы уже затрагивали этот вопрос в предыдущих главах, там, где говорилось об искренности, дифференциации и надлежащих методах управления людьми. Конкретным ответом является использование жесткой системы оценок с ее систематическими плановыми и внеплановыми аттестациями. Просто дело в том, что хорошо налаженный процесс оценки результатов является самым честным и открытым способом сделать людей информированными и подготовленными. Лучшего способа я не знаю. Когда люди знают уровень, на котором они находятся, в увольнениях фактически нет необходимости. Если же, несмотря на все усилия, ничего не получается, то в конечном счете возникает взаимное понимание того, что настало время расстаться. В такой обстановке, если работник хорошо справляется со своими обязанностями, но слегка не дотягивает до уровня, которого вы от него ожидали, может потребоваться пара лет, чтобы окончательное решение стало понятно каждому. За этот период времени вы успеете множество раз поговорить с ним об эффективности его работы и перспективах карьеры. Вы будете откровенно обсуждать возможность того, что вам с ним придется расстаться. В идеале последнее собеседование будет выглядеть приблизительно так. Босс, что ж, я думаю, вы знаете, о чем сегодня пойдет речь. Работник, да, думаю, что знаю. Итак, сколько вам потребуется времени и что там еще? Более того, в результате этого процесса может получиться так, что вам повезет и работник первым начнет этот разговор. Работник, мне предложили замечательную работу и я думаю, что мне надо соглашаться. Что вы на это скажете? Босс, у вас появился шанс сделать блестящую карьеру. Думаю, вам не следует его упускать. Такого рода расставания редко вызывают язвительные отношения увольняемых и уж тем более не является для них неожиданностью. Практику, подобную той, с которой столкнулись Ричард, Гейл и Стив, нельзя исключать полностью, но при последовательном применении системы объективных оценок она с каждым годом будет применяться все реже и реже. Второе. Сводите к минимуму горькие переживания. Чтобы процесс увольнения не вызвал чувства жгучего стыда у того, кого вы увольняете, вам прежде всего необходимо знать, какими временными рамками должны быть ограничены эти эмоциональные переживания. Для руководителя процесс увольнения начинается задолго до каких-либо конкретных действий. В процессе подготовки вы испытываете нервозность, разочарование и боль. Если вы не являетесь полным идиотом, то вас безусловно страшит вся эта процедура и особенно разговор с увольняемым. На несколько недель вы лишаетесь нормального сна и постоянно повторяете, что вы будете говорить. Чтобы успокоить нервы, вы обсуждаете ситуацию со своей супругой или лучшим другом. Между тем, ваш работник испуган, но по личному опыту знаю, что он будет до конца надеяться на лучшее. Стремление отрицать неприятности сильно в людях. Большинство приходят на заключительную беседу, надеясь на то, что случится чудо и этот день не станет последним. Но кроме этого они обычно испытывают и выворачивающий внутренности страх. И вот, наконец, приходит этот день и вы приступаете к своим обязанностям. Вы сообщаете плохие новости и внезапно испытываете облегчение. Все ваши опасения улетучиваются. Все кончено, думаете вы. Я был доброжелателен и любезен. Назначено достойное выходное пособие. Наконец-то я смогу заняться чем-то другим, например, подбором достойного кандидата на это место, которое скоро станет вакантным. Вы идете домой, чувствуя, что с ваших плеч наконец-то свалилась эта ужасная тяжесть. В этот вечер ужин кажется вам вкуснее, чем обычно. Ваш работник, мягко говоря, находится в ином настроении. Даже если он был хорошо подготовлен к тому, чтобы выслушать откровенную оценку своей работы, он все равно раздавлен. По его самолюбию нанесен жестокий удар. Если вы все делали правильно, увольнение не будет для него неожиданностью, но и в этом случае он может испытывать ужасную горечу боль. На следующий день вы должны начать действовать вопреки своим инстинктивным желаниям. Да, ваш работник плохо справлялся со своими обязанностями и уже отнял у вас непропорционально много времени и энергию. Но до тех пор, пока он не ушел, вы обязаны добиться того, чтобы он не чувствовал себя прокаженным. Восстановите в нем уверенность в собственных силах. Помогите ему советом. Дайте ему знать, что за пределами вашей компании он обязательно найдет хорошую работу, которая в большей степени будет соответствовать его способностям. Вы можете даже помочь ему найти работу. Поставьте себе цель, чтобы уволенный вами работник совершил мягкую посадку на новое место работы. Процедура извещения об увольнении может занять час, но уход человека может занять полгода. Вы сэкономите массу сил и сохраните чувство собственного достоинства, если не будете подгонять этот процесс. Печальная реальность состоит в том, что увольнения являются частью бизнеса. Но это не значит, что они должны заканчиваться горькими переживаниями, как это часто происходит. Увольнение никогда не будет доставлять удовольствие, но при правильном подходе оно может стать вполне терпимой процедурой для всех ее участников. Последствия увольнения будут сказываться в течение долгого времени. Это касается вас, вашей компании и более всего человека, которого уволили. Если ваша компания терпит крах, то вам, конечно же, не удастся совершенно безболезненно провести сокращение штата. Если же кто-то совершил бесчестный поступок, вам нужно выставить за дверь этого человека, причем сделать это как можно быстрее. Но во всех остальных случаях, когда основания для увольнения не являются столь очевидными, помните о том, что каждый раз вам надо выбрать приемлемый способ расставания и что только вы сами должны осуществлять этот процесс. Когда настанет время с кем-то распрощаться, сделайте это подобающим образом. Это не должно быть неожиданностью для увольняемого и не должно унизить его достоинства. Глава девятая Перемены И горы можно сдвинуть с места Я уверен, вы сами не раз замечали, что когда речь заходит о переменах, люди начинают заламывать руки и учащенно дышать. Вот уже более десяти лет вся промышленность уделяет самое пристальное внимание этой теме. Все ее отрасли повторяют один и тот же лозунг «Измениться или умереть». Что ж, это верно. Перемены являются необходимой частью бизнеса. Вам надо меняться и предпочтительно еще до того, как это станет вашей единственной альтернативой. Верно и то, что вы слышали о сопротивлении переменам. Люди терпеть не могут, когда их начальники объявляют о введении преобразований. Они тут же разбегаются по своим кабинетам и начинают лихорадочно обмениваться электронными письмами, в которых приводят доводы в пользу того, что скоро всему придет конец. Откровенно говоря, большинство людей испытывает такие же чувства, когда выясняется, что их любимое кафе будет закрыто. Лондонская «Таймс» перешла на таблоидный формат, и ее редактор сказал мне, что он получил письмо, в котором его спрашивали, как он себя чувствует в роли человека, ответственного за гибель западной цивилизации. Людям нравится то, что им хорошо знакомо, они любят следовать принятым образцам. Они цепляются за них изо всех сил. Это явление настолько укоренилось, что его можно смело причислить к свойствам человеческой натуры. Но объяснение данного феномена свойствами человеческой натуры вовсе не означает, что вы должны идти на поводу у него. Да, порой кажется, что попытки изменить стиль руководства подобны попыткам сдвинуть гору. Но этот процесс может оказаться невероятно интересным и стоящим затраченных усилий делом, особенно когда вы начинаете видеть реальные результаты своей работы. В годы моего пребывания в General Electric мы находились в том же состоянии постоянных перемен, в каком сегодня находится большинство компаний. Вам придется поступать точно так же, если вы хотите остаться на плаву, и тем более, если хотите добиться успеха. Исходя из этого, я считаю, что перемены это не просто какой-то вспомогательный процесс. Вот уже пару лет я поражаюсь тому количеству людей, которые на моих семинарах задают следующий вопрос. Моя организация нуждается в переменах. Как мне добиться их проведения, если все сотрудники не желают ничего менять? Обычно в этом вопросе звучат нотки отчаяния. На этот вопрос я сразу же отвечаю вопросом. Вы действительно являетесь единственным человеком вашей организации, который видит необходимость перемен, спрашиваю я. Если это так, и у вас нет властных полномочий, пробивайте свою идею, а если вы ничего не добьетесь, постарайтесь приспособиться к существующей ситуации или уйдите из этой организации. Но если ситуация не является настолько острой, то есть вы обладаете достаточной властью, чтобы добиться своего, и у вас есть единомышленники, тогда вы сможете кое-что сделать. Ваши действия в этом направлении можно свести к четырем основным пунктам. Первое. Связывайте каждое введение преобразований с достижением конкретной цели. Введение преобразований ради самих преобразований это глупое и бессмысленное занятие. Второе. Нанимайте и продвигайте только тех, кто, как и вы, за перемены и тех, кто сможет их принять. Третье. Выявляйте и избавляйтесь от тех, кто противится переменам, даже если эффективность их работы является вполне удовлетворительной. Четвертое. Учитесь извлекать пользу из самых прискорбных обстоятельств. Если руководители компании энергично обеспечивают выполнение этих требований и поощряют каждого, кто этому способствует, тогда раньше или позже весь шум вокруг введения преобразований уляжется. Перемены станут обычным делом, так и должно быть, и когда это произойдет, вы сможете и горы сдвинуть с места. Я видел этот процесс собственными глазами и могу сказать, что он не вызывает серьезных потрясений. Теперь более детально остановимся на этих пунктах. Первый. Связывайте введение преобразований с достижением конкретной цели. Введение преобразований ради самих преобразований это глупое и бессмысленное занятие. Настоящее несчастье это когда компании буквально расточают похвалы любым преобразованием и хвастаются за каждую причуду, которая приходит в голову руководству. Это приводит к перенапряжению, вызванному чрезмерным количеством перемен. Некоторые крупные компании одновременно проводят 10 различных преобразований, а еще 8 находятся в стадии подготовки. Эти скороспелые инициативы никогда не дают сколько-нибудь значимых результатов, за исключением того, что для большинства сотрудников работа становится более суетливой и менее организованной. Правильнее сделать введение преобразований относительно упорядоченным процессом. Чтобы достичь результата, люди должны сердцем и умом понять, почему необходимы перемены и куда они их приведут. Все, разумеется, гораздо проще, когда проблемы абсолютно очевидны. Например, если дела компании идут хуже некуда, прибыли катастрофически падают, конкуренты сбили цены на 20%, или появляется новый продукт, представляющий серьезную угрозу вашей позиции на рынке. Но еще легче осуществить перемены, когда СМИ постоянно твердят о вашем скором крахе. Быть может, это единственный случай, когда можно похвалить не слишком добросовестную прессу. За последние десятилетия самые крупные и достойные компании сумели извлечь пользу из сообщений прессы, в которых все было поставлено с ног на голову. General Motors, IBM и Xerox – вот только три из множества таких компаний. Когда весь мир знает о ваших проблемах, вам будет проще добиться своей цели. Но иногда необходимость перемен не начертана на небесах. Вам только кажется, что скоро возникнет угроза конкуренции. Эта угроза может оказаться иллюзорной, но, возможно, она действительно существует и в конечном счете приведет к гибели вашу компанию. Вы еще точно не знаете, но вам надо как-то отреагировать. В подобных случаях вашим лучшим оружием будет сбор как можно более обширных сведений и неослабевающие попытки объяснить своим подчиненным основные причины введения преобразований. В качестве примера возьмем конец 1970-х годов и ту ситуацию, в которой тогда находилось подразделение General Electric, которое занималось выпуском электроботовых приборов. В ту пору подразделения по выпуску электроботовых и осветительных приборов были главной опорой нашей компании. Два последних председателя совета директоров и несколько вице-председателей были выходцами из этих подразделений. Как признавали все, кто имел отношение к данной отрасли, General Electric была лидером в области производства и продажи основных бытовых приборов и, казалось, навсегда сохранит за собой эту позицию. В 1978 году, когда меня назначили главой группы потребительских товаров, я стал внимательно наблюдать за динамикой развития подразделения по выпуску электроботовых приборов и обнаружил, что вот уже несколько лет его доля на рынке быстро сокращается, а рентабельность снижается еще быстрее. Для такого стороннего наблюдателя, как я, ситуация казалась пугающе сходной стой, которая существовала в сфере производства телевизоров и автомобильной промышленности, где японцы заполняли рынок высококачественной и низкозатратной продукцией, в то время как тупо умные американские компании почти ничего не делали. Я изложил свои мысли менеджерам подразделения по выпуску электроботовых приборов в штаб-квартире этого предприятия, расположенные в Луисвилле, штат Кентукки. На совещании было много специалистов, масса людей, имеющих лишь косвенное отношение к теме разговора, а также изрядное количество бюрократов самых различных уровней. Я показывал им график за графиком, каждый из которых ясно показывал, что подразделение теряет свои позиции. И все же на первых порах понимание ситуации было, мягко говоря, минимальным. В начале я сделал основной упор на программу снижения себестоимости. Почти сразу же мне дали отповедь, выдвинув два стандартных контраргумента, которые приводят каждый раз, когда речь заходит о внедрении программы снижения себестоимости. Мы и без того урезали все, что могли. Вы просите нас вообще исключить расходы? Конкуренты спятили. Они отдают свою продукцию даром. Надо просто подождать, ведь они так долго не протянут. К счастью, меня выручил руководитель предприятия Дик Донеган, на которого я уже перестал надеяться. Он счел мои рассуждения логичными и стал поддерживать идею преобразований. Ему, как руководителю, было крайне важно исправить положение дел. Всю свою жизнь он проработал на этом предприятии и прекрасно знал своих работников. За два года он сформировал вокруг себя команду единомышленников и разогнал всех интриганов и сплетников, которых были сотни. В конечном счете отрасль электробытовых приборов претерпела радикальные изменения просто потому, что не могла без них обойтись. Но в 1978 году, когда преобразования только начинались, этот факт не был столь очевиден. И даже спустя несколько лет далеко не все поняли его значение. Ведь в действительности японцы уже не могли продавать в США крупные электроприборы. И только недавно китайцы и корейцы стали совершать набеги на этот рынок. Конкуренция между отечественными производителями оказалась достаточно жесткой, чтобы сделать перемены насущной необходимостью. Посмотрите, по каким ценам сегодня продаются холодильники. Вот почему предприятие по выпуску электробытовых приборов продолжает снижать себестоимость и до сих пор не исчерпало резервы экономии. Теперь это предприятие, которое отличается постоянным повышением производительности труда, периодическим внедрением инноваций и коллективом, который понимает, что перемены это образ жизни. Один урок, который можно извлечь из этой истории, состоит в том, что на первом этапе введения преобразований вы не всегда обладаете всей информацией, которая, на ваш взгляд, необходима для того, чтобы изложить свои мысли. Невзирая на это, вам надо идти к своим сотрудникам и рассказывать им о том, что вам известно и что вызывает у вас опасения. Сообщения о грядущих переменах потребуют от вас гораздо большего напряжения, если ваша компания расширяется. Одно дело, когда вы являетесь владельцем компании по выпуску станков с численностью персонала 200 человек, приходите на работу, собираете своих сотрудников и говорите «Приветствую всех вас! Я только что вернулся из поездки с целью заключения контрактов и полагаю, что в Венгрии нам грозит жесткая конкуренция со стороны одной новой и действительно передовой компании». Все говорит о том, что нам здесь нужны перемены. И совсем другое дело изложить свои соображения о необходимости преобразований в компании численность персонала, который составляет 100 тысяч человек, а многочисленные предприятия разбросаны по всему миру. В крупных компаниях призывы к переменам часто встречают видимость поддержки. Люди одобрительно кивают в ответ на предъявленные вами аргументы и восторженно соглашаются с тем, что все изложенные вами сведения убеждают в необходимости перемен. Затем они возвращаются к выполнению своих повседневных обязанностей. Если компания уже свернула достаточное количество программ преобразований, сотрудники сочтут ваши призывы пустой болтовней. В этом случае вы не должны заставлять их слишком долго ждать конкретных действий, иначе вы сами откажетесь от перемен. Этот всюду проникающий скептицизм дает еще больше оснований полагать, что человеку, возглавившему процесс преобразований, следует избегать пустых лозунгов, вместо которых лучше приводить убедительные и вполне конкретные доводы. Со временем логика ваших аргументов непременно одержит верх. Второе. Нанимайте и продвигайте только тех, кто, как и вы, за перемены, или тех, кто сможет их принять. Каждый, кто связан с бизнесом, объявляет себя сторонником перемен. В наши дни реальность такова, что сказать по-другому значило бы поставить крест на собственной карьере. Довольно часто можно увидеть человека, который прямо в резюме называет себя проводником перемен. Это просто смешно. По моим оценкам, в число настоящих проводников перемен входит менее 10% тех, кто занимается бизнесом. Это убежденные сторонники преобразований, которые знают, как их осуществить и получают невероятное удовольствие от самого процесса. Подавляющее большинство от 70 до 80 процентов и более не может встать во главе сторонников перемен, но убедившись в их необходимости они говорят «Ну вот, теперь все в порядке, нам уже пора приниматься за работу». Остальные оказывают сопротивление. Чтобы осуществить преобразование, компании должны активно нанимать и продвигать только подлинных сторонников перемен и тех, кого можно убедить в их необходимости. Но когда каждый заявляет о своей любви к переменам, как выяснить, кто в действительности является сторонником преобразований? К счастью, проводники перемен обычно сами дают о себе знать. Как правило, это дерзкие, очень энергичные люди с немного безумным представлением о будущем. Очень часто они являются инициаторами предложений, направленных на изменение существующего порядка и либо сами берут на себя ответственность за реализацию этих инициатив, либо просят это сделать других. Это неизменно любознательные, заглядывающие вперед люди. Они задают массу вопросов, которые начинаются с фразы «А почему бы на мне?» Обладая определенным мужеством, они отважно смотрят в лицо неизвестности. В этих людях есть нечто такое, что заставляет их действовать без какой-либо подстраховки. Они знают, что в случае неудачи сумеют подняться на ноги, стряхнуть пыль и продолжить движение. Они не боятся рискнуть, что позволяет им принимать смелые решения, даже не обладая всеми необходимыми сведениями. Все вышеизложенное заставляет меня вспомнить о Деннисе Найдене, управляющем партнере Oak Hill Capital Management, которого я знаю уже более 20 лет. Закончив в 1977 году университет штата Коннектикут, он сразу же поступил на работу в компанию Capital, входившую в состав General Electric. И уже к 1989 году стал вторым по значению руководителем этой компании. Он помог Гэри Венту расширить бизнес и увеличить чистый доход компании, который к 2000 году возрос с нескольких сотен миллионов долларов до более чем пяти миллиардов. Лучше всего охарактеризовать Денниса как энергичного и невероятно проницательного руководителя, который не жалея сил ускоряет развитие своей компании. Не было такой сделки, условия которой он не счел бы возможным улучшить, и не было таких стандартных операций или производственных процессов, которых он не мог бы пересмотреть, полностью реорганизовать и усовершенствовать. Деннис всегда считал, что установленный порядок необходимо радикально менять. И делая это, он поднял эффективность сотен заключенных его компаний и сделок на беспримерно высокий уровень. Он всегда заставлял людей выходить за рамки привычного отношения к своим обязанностям и задумываться над тем, что еще они могут сделать. Теперь под началом Денниса, как и под началом большинства проводников перемен, не так-то легко работать. Он постоянно задает вопросы, не церемонится, увольняя нерадивых работников и никогда не останавливается на достигнутом. Некоторым сотрудникам такое положение дел может показаться угрожающим или даже пугающим. Но Деннис вовсе не фанатичный трудоголик, которого не интересует ничего кроме работы. Добившиеся успеха проводники перемен редко принадлежат к такому типу людей. Для того, чтобы осуществить преобразование, вам потребуются единомышленники на самом верху вашей организации, а также множество тех, кто независимо от уровня занимаемых ими должностей, способны признать необходимость перемен. В качестве примера возьмем Боба Нардели из Home Depot. Home Depot, как и наше предприятие по производству электробытовых приборов, была компанией большинству сотрудников, которой идея перемен казалась нелепой. Когда в декабре 2000 года Боб приступил к своим обязанностям, любому стороннему наблюдателю казалось, что дела компании идут блестяще, а все ее сотрудники восторгались уровнем заработка и возможностью быстро сделать карьеру. Основатели предприятия проделали значительную работу, создав компанию практически на пустом месте и разработав схему опционов на акции, позволяющую их приобретать тысячам работников, которые в 1990-е годы, когда прибыли компании и стремительно подскочили, обожали играть на повышение. Но были проблемы, которых никто не хотел замечать. Предприятие расширилось, а его внутренние процессы мало изменились. Тщательный учет внутренних резервов, стратегия накопления запасов, рекомендации по закупкам необходимых товаров, все это осталось на прежнем уровне. Но этого было слишком мало, чтобы сохранять конкурентоспособность. Благодаря более высокому уровню обслуживания и более современным магазинам, главный конкурент компании Лаус лишала Home Depot ее лидерства. Боб руководил компанией меньше месяца, но уже начал смело говорить об этих проблемах, приводя в качестве аргументов множество данных. Но мало кто воспринимал эти доводы как призыв к действию. Многие старых сотрудников открыто тосковали по тем временам, когда компании руководили ее основатели и все только и делали, что богатели. Кто мог осудить их за эти ностальгические воспоминания? Но установленный порядок надо было менять, и Боб понимал, что он не сможет это сделать с такой командой, которая досталась ему в наследство. Он быстро принял на работу своих людей, которые были его единомышленниками, и повысил несколько старых работников, которые, по его мнению, были способны признать необходимость перемен. Совместными усилиями они восполнили недостающие звенья внутренней организации и добились того, что компания вновь оказалась на подъеме. Боб оказался в неблагоприятной обстановке, но на его стороне были верные люди. Третье. Вы являйте и избавляйтесь от тех, кто противится переменам, даже если эффективность их работы является вполне удовлетворительной. Говоря о введении преобразований, следует отметить, что это самая трудная задача для практического осуществления. В предыдущей главе я говорил о том, как трудно расставаться с любым работником, но особенно тяжело увольнять людей, которые фактически не причинили никакого вреда и, возможно, в дальнейшем могли бы вполне удовлетворительно справляться со своими обязанностями. Но в любой организации, как показывают примеры нашего предприятия по производству электроботовых приборов или компании Home Depot, существует группа людей, для которых любые перемены будут абсолютно неприемлемыми, независимо от того, насколько убедительными являются ваши доводы. Либо они не могут этого допустить в силу каких-то личностных особенностей, либо по причине укоренившихся предпочтений в эмоциональной, интеллектуальной или политической сфере. Они не видят способа улучшить существующее положение дел. Обычно с такими людьми приходится расставаться. Быть может, это звучит слишком резко, но никому нет пользы от того, что вы держите в своей организации оппозиционеров. Они стимулируют скрытое сопротивление и снижают моральный дух тех, кто поддерживает перемены. Эти люди попусту тратят время, работая в компании, концепцию которой они не разделяют. Следует всячески поощрять их стремление на эти организацию, концепция которой им подходит. Рассмотрим один необычный пример. Я имею в виду Билла Харрисона, исполнительного директора JP Morgan Chase, который в ходе осуществления преобразований своего банка попросил уйти одного весьма уважаемого руководителя высокого уровня. Этот шаг казался еще более невероятным, поскольку Билл предпринял его как раз в тот момент, когда его собственный авторитет находился под угрозой. Дело в том, что все это происходило в самый разгар крушения Энрон, когда многие задавали себе вопрос, не попадется ли и сам Билл на удочку Энрон и других печально известных компаний, выдав им ссуды своего банка. В течение этого периода Билл выступил с инициативой проведения переподготовки руководителей с целью преобразования недавно слившихся Chase и JP Morgan в банк с более определенным рыночным фокусом, что означало большие перемены для учреждения, филиалы которого, подобно многим отделениям, расположенным на Уолл-стрит, гордились собственной индивидуальностью. Самым ярым оппозиционером был исполнительный директор одного из основных отделений JP Morgan Chase, который был выдающимся специалистом своей области. Он предпочитал концепцию «Одинокого волка», характерную для инвестиционных банков и развернул скрытую компанию сопротивления, направленную против Билла. Поэтому Билл и попросил его уйти. Чтобы в подобной ситуации решиться на такой шаг, требовалось обладать огромным мужеством. Но Билл совершенно справедливо считал, что процесс преобразования JP Morgan Chase не сможет двигаться вперед, пока на его пути стоит этот оппозиционер и его сторонники. Благодаря тому, что все было сделано открыто и по справедливости, уход этого человека прошел вполне гладко. Программа преобразований была успешно осуществлена. После того, как Билл приступил к выполнению своей программы, потребовалось два года, чтобы провести тщательное изучение своего руководящего состава банка. В ходе опроса всех руководящих сотрудников банка, продолжавшегося в течение двух лет с момента начала преобразований, выяснилось, что на тех, кто поддержал эту инициативу, руководство банка производило благоприятные впечатления в 20 раз чаще, чем на тех, кто ее не поддерживал. В целом, менеджменту крайне редко приходилось сталкиваться с такими сложными случаями смещения оппозиционеров, с каким столкнулся Билл Харрисон. Но мне приходилось видеть у руководителей, которые даже в тех случаях, когда ситуация не является столь удручающей и не осложнена столь серьезными политическими обстоятельствами, не смещают оппозиционеров из-за того, что они обладают какими-то особенными способностями или просто потому, что они с ними уже давно работают. Не следуйте их примеру. С течением времени оппозиционеры становятся еще более твердолобыми консерваторами, а их сторонники еще более закоренелыми тупицами. Они являются губителями перемен. Избавьтесь от них и сделайте это как можно быстрее. Четвертое. Извлекать пользу из самых прискорбных обстоятельств. Большинство компаний извлекает выгоду из явно благоприятных обстоятельств. Когда конкуренты терпят неудачу, они прибирают к рукам их клиентов. Когда появляется какая-то новая технология, они вкладывают в нее деньги и производят расширение товарного ассортимента. Для того, чтобы стать организацией, которая действительно проводит преобразование, у вас должно хватить духу смело смотреть в лицо самым угрожающим, самым отвратительным и самым непредсказуемым событием, правильно оценивать их и извлекать из них максимум выгоды. Это потребует определенной решимости, а иногда и крепких нервов, но и выигрыш вы получите огромный. Давайте вспомним финансовый кризис азиатских стран, разразившийся в 1997 году. Спекулянты валютой определенно извлекали выгоду из этого ужасного события. Они живут за счет операций по обмену валют, но они отнюдь не являлись монополистами в этой области. В тот же период General Electric весьма успешно скупала по заниженной стоимости тайландские ценные бумаги, обеспеченные автомобильными кредитами. Другие преуспели на скупки недвижимости по бросовым ценам. Бедствия, которые в 1990-х выпали на долю банковского сектора японской экономики, дали многим компаниям шанс скупить по весьма привлекательным ценам авуары банков и проникнуть на рынок, который прежде был для них закрыт. Такие компании, как ферма по выкупу задолженностей Ripplewood Holdings, AIG, Citigroup и General Electric шли на огромный риск, действуя в ужасной обстановке, когда практически каждый эксперт предрекал гибель Японии. Когда Япония пришла в себя, эти рискованные ставки принесли огромный выигрыш. Банкротство является еще одним бедствием, которое предоставляет самые разнообразные возможности. Банкротство компании это трагедия для ее сотрудников. Они лишаются рабочих мест, а от их надежд на хорошую пенсию не остается и следа. Но и рабочие места и перспективы на будущее могут возродиться из пепла. Когда развалилась Enron, одна из самых больших трагедий за всю историю бизнеса, Уоррен Баффетт смог недорого купить акции своего бывшего предприятия по строительству трубопроводов. А Дженерал Электрик прибрала к рукам предприятие по производству ветровых электростанций, купив его по цене, считавшейся весьма выгодной. Крах компании Вивенди стал настоящим бедствием для ее исполнительного директора Жана-Мари Месьера, многих сотрудников и акционеров. Но ее финансовые потребности предоставили Эдгару Бронфману возможность снова заняться музыкальным бизнесом, заплатив за это весьма незначительную сумму, а Дженерал Электрик купить превосходные имущества этой медиакомпании. Нет необходимости говорить о том, что ни один бизнесмен никому не пожелает таких бедствий, но они обязательно будут иметь место. Будут происходить резкие скачки цен на нефть, здания будут рушиться по причине землетрясений, компании будут становиться банкротами, а страны будут отгораживаться от внешнего мира. Сегодня существует постоянная угроза террористических актов, но даже если бы терроризм в конечном счете удалось бы сдержать, к сожалению это нам не грозит, всегда будут иметь место выборы или революции, которые меняют ход истории. Большинство компаний извлекают выгоду из явно благоприятных обстоятельств, но некоторые из них помимо этого обладают способностью извлекать максимум пользы из самых прискорбных обстоятельств. Так, например, сразу после 11 сентября возник совершенно новый вид залогового бизнеса. Разумеется, вы всей душой против такого бизнеса. Но эти компании будут извлекать пользу из осознания того, что осуществлять перемены это значит не упускать ни единой возможности даже той, которую приносит несчастье. Когда происходит преобразование, стоит такой шум, что очень легко запутаться и поставить все с ног на голову. Но на практике существует всего лишь четыре основных момента, которым следует уделять внимание. Вам необходимо приводить убедительные доводы в пользу каждого преобразования, заручиться поддержкой верных людей, избавиться от противников, не упускать ни единой возможности, даже той, что возникает в результате несчастья, случившегося с другими. Вот и все. Но в ходе осуществления перемен вы не обязаны добиваться того, чтобы абсолютно все были посвящены в ваши планы. В этом просто нет необходимости. Глава десятая. Антикризисное управление. От горьких стенаний к уверенности в благополучном исходе. Нет ничего удивительного в том, что антикризисное управление часто относит к экстренным пожарным мерам. Подобно пожару четвертой степени опасности различные экстренные ситуации могут полностью уничтожить организацию. Менеджеры проводят одно совещание за другим, пытаясь выяснить, что же, черт возьми, происходит, тогда как остальные сотрудники собираются маленькими группками по всему офису и шепчутся. Они до хрипоты спорят о том, у кого полетит голова с плеч. Войдя в раж, они готовы обвинить всех окружающих. Часто паника достигает таких масштабов, что работа полностью останавливается. Вам знакома эта ситуация? Да, порой имеют место кризисные ситуации. Пока в компаниях работают живые люди, будут иметь место ошибки, разногласия и скандалы. Будут происходить несчастные случаи, кражи и мошенничества. Правда состоит в том, что те или иные проявления нежелательного и неприемлемого поведения просто неизбежны. Если бы люди всегда следовали установленным правилам, не было бы ни полиции, ни судов, ни тюрем. Что касается лидеров, то для них кризисы часто оказываются самыми болезненными и мучительными испытаниями. Кризисы могут сделать их дни тревожными, а ночи бессонными, в результате чего они могут получить такую эмоциональную встряску, какой не испытывали, решая самые сложные производственные проблемы. Но помимо всего этого, кризисы заставляют руководителей предпринимать действия, направленные на урегулирование ситуации. С одной стороны, вы должны воспользоваться всеми своими возможностями, чтобы понять ситуацию и найти выход из кризиса. Чтобы потушить пожар, вам придется потратить массу времени и энергии, главным образом своей собственной. В то же самое время, вам надо действовать скрытно, поддерживая мнение, что в действительности ничего страшного не происходит. К сожалению, именно этим руководители обычно пренебрегают. Дело в том, что когда вы сосредоточены только на кризисе, он может охватить всю организацию, заставив ее испытывать парализирующий ужас. Эти, направленные на урегулирование действия, очевидно, должны быть жесткими, чтобы справиться с поставленной задачей в тот момент, когда ситуация кажется совершенно безвыходной. Вначале вы никогда не обладаете всей нужной вам информацией, и поэтому находите решение гораздо медленнее, чем хотелось бы. А то решение, которое действительно положит конец кризису, редко кажется вам справедливым и правильным. Иногда от этого страдают хорошие работники, и единственное, что вас может обрадовать, это то, что неприятности наконец позади. Каждый кризис имеет свои особенности, некоторые из них являются исключительно внутренними проблемами, которые очень быстро решаются. Другие представляют собой огромные мыльные пузыри со всякого рода судебно-правовыми разбирательствами. В силу уникальности каждого кризиса трудно выработать общие правила выхода из кризисных ситуаций. Но есть пять аспектов, которые вы можете принять во внимание, прогнозируя пути развития вашего кризиса. Фактически, именно благодаря этим аспектам мне удалось преодолеть все кризисы, с которыми я сталкивался, начиная со скандала, вызванного разоблачением взяткодателей из нашей компании Aircraft Engines, в которой был замечен и генерал израильских ВВС, ожесточенных споров этой компании с правительством относительно точности хронометражных карт, и скандала в Кидр-Пидоле, где один работник исказил на миллионы долларов данные о прибыли. Эти предположения не являются формулой антикризисного управления, но я надеюсь, что они помогут вам двигаться в правильном направлении, когда вы перейдете от горьких стенаний к уверенности в благополучном исходе. Во-первых, предположите, что ваши проблемы серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В начале кризиса менеджеры могут потерять массу времени, отрицая наличие той или иной негативной тенденции. Не допускайте, чтобы это случилось с вами. Вместо того, чтобы идти по пути безоговорочных отрицаний, лучше приучите себя к мысли, что проблема станет более масштабной, неприятной и угрожающей, чем вы можете себе представить. Во-вторых, согласитесь с тем, что нет никаких тайн, которые раньше или позже не станут всем известны. Одной из наиболее распространенных тенденций, которые имеют место в кризисных ситуациях, является замалчивание фактов. Менеджеры делают отчаянные попытки перекрыть поток информации, гораздо лучше опережая развитие негативной ситуации, раскрыть масштаб возникшей проблемы еще до того, как это сделают другие. В-третьих, предположите, что предпринятые вами и вашей организацией меры по преодолению кризиса будут выставлены в самом худшем свете. Средства массовой информации не обязаны содействовать тому, чтобы во время кризиса вы и ваша организация выглядели вполне пристойно. Они не будут этим заниматься. И вообще забудьте о СМИ. В трудные времена самой взыскательной аудиторией может стать ваш собственный коллектив. Но в этом случае суть в том, чтобы вы заранее определили свою позицию и делали это как можно чаще. В-четвертых, предположите, что преобразования затронут как организационные процессы, так и персонал. Практически нет кризисов, которые заканчиваются без кровопусканий. Настоящие кризисы не затухают сами по себе. Они требуют от вас решений, которые изменяют текущие процессы или вводят в действие новые. Столь же часто это может изменить жизнь и карьеру того или иного сотрудника. В-пятых, предположите, что ваша организация все же уцелеет и благодаря тому, что случилось, станет еще сильнее. Мы извлекали уроки из каждого кризиса, что сделало нас более разумной и эффективной организацией. Обращение к собственному богатому опыту может слегка скрасить даже самые неприятные периоды вашей жизни. В поисках иммунитета. В прошлом году мы побывали в Амстердаме, где познакомились с одной голландской журналисткой, недавно поправившейся после болезни, которая на два года лишила ее памяти. Она подробно рассказала нам, что для нее худшим последствием потери памяти оказалось то, что она назвала отсутствием бытового иммунитета. Каждый раз, когда она совершала ошибку, прикасалась к горячей плите или, несмотря на проливной дождь, выходила на улицу без зонта, у нее было такое ощущение, что с ней это случилось впервые. Она не училась на собственном опыте. Когда мы с ней встретились, она освещала кризисную ситуацию, в которой оказалась сеть голландских продуктовых магазинов «Ахольд», обвинявшаяся в серьезных махинациях с бухгалтерскими отчетами. В ходе нашего разговора эта женщина размышляла о том, что будет с этой компанией, если ей удастся преодолеть возникшие трудности. Однажды, коснувшись горячей плиты, сделает ли она это и во второй раз или будет гораздо строже, чем прежде, следить за своей финансовой отчетностью? Я предположил, что в будущем «Ахольд» возможно и совершит другие ошибки, но крайне маловероятно, чтобы эта компания допустила тот же промах с бухгалтерской отчетностью, она запомнит его надолго. Обычно после кризиса компании впадают в противоположные крайности. Они возводят бастионы, предписания и процедур, чтобы успешнее сражаться с противником, который однажды уже вторгся в их пределы. Или, используя метафору голландской журналистки, они создают некий механизм, обеспечивающий невосприимчивость к подкосившему их недугу. Такой же механизм, каким обладают дети, которые не могут дважды переболеть ветрянкой. Итак, существует тонкий защитный слой антикризисного управления, который может избавить вас от повтора катастрофы. Таким образом, кризисы можно предотвратить с помощью мер профилактики. Есть три основных метода профилактики, причем большинство компаний чаще всего применяют два первых. Первый метод это жесткий контроль, то есть упорядоченная система финансовой отчетности с жесткими процессами внутреннего и внешнего аудита. От линейных руководителей следует требовать, чтобы они знакомились с результатами каждого аудита и принимали соответствующие меры. Второй метод тесно связан с наличием здоровых внутренних процессов, таких как тщательно разработанная процедура найма новых работников, объективные аттестации и всесторонние программы обучения. Словом, все то, что делает стратегию компании ясный как день. Что касается принятых норм поведения, различных правил внутреннего распорядка и предписаний, то это едва ли будет для вас чем-то новым. Третий метод является менее распространенным и, разумеется, менее известным. Это культура честного ведения дел, под которой я понимаю искренность, открытость, справедливость и строгое соблюдение правил и предписаний. В коллективе с такой культурой вы не увидите ни фальшивых кивков одобрения, ни лукавого подмигивания. Люди, нарушившие правила, не уходят из компании по личным мотивам или для того, чтобы уделять больше времени своим семьям. Они публично подвергаются критике и причины их ухода становятся понятными каждому. Возможно, юристы посоветуют вам не высказываться слишком откровенно. Но если у вас есть достоверные факты, вам следует без всяких колебаний выложить, кто и как нарушил установленные правила. Вы извлечете огромную воспитательную пользу, наказывая в назидание другим тех, кто переступил черту. Быть может, публичные поношения и наказания покажутся вам слишком суровыми мерами. Но это лучшая гарантия того, что когда в вашей организации вспыхнет искра, которая может вызвать пожар, то есть, когда кто-то совершит бесчестный поступок, по меньшей мере пара очевидцев, немедленно крикнет пожар. Умение предотвратить кризис никоим образом не является отвлеченной наукой, а представляет собой первую линию антикризисной обороны. До тех пор, пока вам не потребуется создать механизм невосприимчивости, никогда не полагайтесь на уже имеющийся у вас горький опыт. Анатомия кризиса. Прежде чем мы подробно поговорим о каждом из уже упомянутых предположений, давайте кратко рассмотрим все этапы развития кризисной ситуации от ее возникновения до ее завершения. В большинстве случаев кризисы бьют по самым слабым местам. Они начинаются, когда кто-нибудь останавливает вас в кафетерии и задает сбивающий с толку вопрос, который начинается словами «Ты слышал?» Либо когда вы получаете электронное или обычное письмо, в котором сообщается о возможности того или иного нарушения. Отправной точкой может стать и телефонный звонок, которого вы никак не ожидали. Так, например, случилось в 1985 году, когда главный юрист-консульт Дженерал Электрик позвонил мне по телефону и сообщил о расследовании нарушений, связанных с хронометражными картами, которые идет в нашем предприятии в Велишфонд штат Пенсильвания, где по государственному заказу изготовлялись сопла ракет. Мне никогда не приходилось работать на предприятии, где работники распределяют свое время согласно заранее установленному плану, не говоря о том, что и сам я никогда не заполнял хронометражную карту. Мне было известно только то, что люди, работавшие в нашей аэрокосмической отрасли, ничего не выигрывали от хронометража производственного процесса, поскольку всем инженерам этой отрасли платили только оклад. Моей первой реакцией было невозмутимо «Угу, держите меня в курсе». Он так и сделал, но прежде чем я об этом узнал, ситуация с хронометражными картами вышла из-под контроля и превратилась в настоящий огненный смерч, усмирение которого отняло массу времени и сил. Это случилось в первые два года моей работы на посту исполнительного директора. Иногда развитие кризиса не идет дальше одного единственного события, как случилось с аварией Эксен-Вальдес у берегов Аляски, когда в океан вылились миллионы галлонов сырой нефти. Или когда компания Johnson & Johnson вдруг обнаружила, что кто-то кладет отраву в бутылки с талинолом. Но в большинстве случаев кризисы не взрываются словно бомбы. Они появляются на свет в мучительных судорогах и конвульсиях. Я не знаю подробностей кризисной ситуации, в которой оказалась компания Мерк в связи с Виоксом, но держу пари, что все началось несколько лет тому назад, с пары на первый взгляд не связанных друг с другом случаев нарушения сердечной деятельности у людей, принимавших это лекарство. Сообщения о таких инцидентах возможно вызвали у некоторых ученых смутные подозрения, что все это как-то связано с Виоксом. И в конце концов было начато более серьезное исследование. Вероятно, именно с этого момента ситуация стала развиваться таким образом, что все закончилось отзывом проданной продукции осенью 2004 года. Чаще всего именно так и происходит. Кризисы проникают в структуру организации и развиваются там до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы. Как снежные комья, которые скатываются с горы, они подпрыгивают, мечутся из стороны в сторону и набирают вес и скорость. Никогда нельзя с полной уверенностью сказать, где именно они закончат свой путь. Но можете не сомневаться в том, что это произойдет. Вероятно, путешествие к подножью горы будет не слишком приятным, но раньше или позже оно закончится, и вы вернетесь к нормальной жизни. Во всяком случае, до следующего кризиса. План действий. А теперь вернемся к тем пяти аспектам, которые надо держать в голове, когда разразится кризис. Первое. Проблемы серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на все ваши упования и молитвы, очень редко бывает так, что кризисы, которые вначале являются совсем небольшими, так и остаются в зачаточном состоянии. В подавляющем большинстве случаев они масштабнее, чем вы можете себе представить после того, как впервые о них узнаете. К тому же они будут более продолжительны и неприятны, чем вы ожидаете. В них будет втянуто большее количество людей, чем вы предполагали, и в них сунет нос такое число юристов, какое вы себе и представить не могли. По этому поводу будет сказано и написано столько гадостей, сколько не приснится и в самом кошмарном сне. Поэтому вы должны как можно скорее привести свои мысли в порядок. Приступайте к урегулированию каждого кризиса, исходя из предположения, что где-то в вашей организации случилось худшее, что только можно себе представить, и что не менее важно убедите себя в том, что вы полностью владеете ситуацией. Другими словами, считайте, что ваша компания совершила ошибку и вы должны ее исправить. Моя прохладная реакция на кризис с хронометражными картами это как раз тот случай, который имеет отношение к рассматриваемому здесь вопросу о важности обладания правильным образом мыслей, которого у меня тогда не было. В силу того, что у меня не было опыта антикризисного управления, я предположил, что ситуация не может быть слишком скверной, поскольку никто не мог извлечь личные выгоды из нерационального использования рабочего времени. «Быть может, размышлял я, несколько человек небрежно заполнили свои карты и на этом попались. Ну и что?» Но все дело в том, что хронометраж не допускает никаких «ну и что?» Как только Каспар Уайнбергер был назначен министром обороны, он сразу же встал во главе кампании, которую президент Рейган развернул против мошенничества, расточительства и злоупотреблений в сфере государственного управления. В газетах напечатали многочисленные статьи о кампаниях, которые запрашивали 400 долларов за каждый молоток, поставляемый по государственному заказу, и 1000 долларов за каждое сидение для унитаза. Мы могли стать следующей мишенью. Нам удалось выяснить, что из тысяч хронометражных карт, зарегистрированных нашим предприятием в Пенсильвании, 99,5% были заполнены правильно. Несмотря на то, что лишь 0,5% карт были заполнены неправильно, все равно это было нарушение. Вместо того, чтобы трезво оценить этот факт, мы стали рассматривать его с точки зрения привычной нам логики. Мы рассуждали приблизительно следующим образом. Большинство хронометражных карт заполнено правильно, а ошибки были случайными, и вообще мы выполняем государственный заказ по заниженным ценам, и все это не более, чем политическая игра «Охота на ведьм». Если бы я обладал зрелым складом ума, я бы сказал, мы совершили ошибку, давайте сделаем все необходимое для того, чтобы ее исправить и выйти из кризиса. Я не хочу сказать, что обладая зрелым складом ума, вы всегда должны принуждать всех к активным действиям. Но иногда бывает так, что вы абсолютно ни в чем не виноваты, и вам надо бороться за справедливость. В 1992 году бывший работник нашего предприятия по обработке алмазов решил стать обличителем, заявив, что мы пошли на тайный сговор с компанией «Дебирс» с целью установить единые цены на рынке технических алмазов. Когда я узнал, что наших людей обвиняют в сговоре, у меня возникло ощущение, что это просто рассерженный парень, увольняя которого, надо было вести себя потактичнее. Тем не менее, мы предприняли тщательное расследование, словно были в чем-то виновны, и стали искать малейшие свидетельства, которые можно было бы использовать против нас. Нам ничего не удалось раскопать. Это позволило бросить все наши силы на юридическую схватку с правительством, и мы одержали крупную победу, когда в 1994 году федеральный судья отклонил версию государственного обвинения. С помощью такого же трезвого подхода мы успешно преодолели еще один кризис. В конце 1980-х люди, руководившие нашим предприятием по выпуску электробытовых приборов в Луисвилле, штат Кентукки, услышали громкие жалобы с мест реализации, вызванные тем, что холодильные компрессоры требуют ремонта спустя год или два после продажи. Подавляющее большинство рекламаций приходило из штатов с жарким климатом. Спустя несколько месяцев они стали приходить и из северных штатов. Круг замкнулся. Мы немедленно собрали группу экспертов из каждого подразделения компании, металлургов и статистов из нашего общего научно-исследовательского отдела, инженеров-конструкторов из Эйкрафт Энджинс, обладавших опытом работы с вращающимися деталями и специалистами по маркетингу, которые уже изучили, какое воздействие оказал на потребителя отзыв другой продукции массового спроса. В течение месяца участники этой группы еженедельно собирались вместе, а по телефону общались ежедневно. В ходе всех этих бесед они обсуждали новые данные и рассматривали различные варианты. Не прошло и трех месяцев, как стало ясно, что единственным выходом является общенациональный отзыв уже проданных изделий. Нам пришлось списать со счетов 500 миллионов долларов и получить весьма нелестные отзывы о наших технических способностях, появившихся в Уолл-стрит-жорнал. Но наше стремление еще на ранней стадии понять масштаб проблемы и взять на себя ответственность за ее решение встретило полное понимание со стороны потребителей. Суть в том, что при первых же признаках кризиса вы должны приступить к поискам выхода из ситуации. Исходя из худшего сценария, трезво оцените положение и начинайте энергично работать. Представьте себе, что перед вами острейшая проблема и вам надо ее решить. Второе. Нет таких тайн, которые раньше или позже не станут всем известны. В главе об управлении людьми говорилось о пагубном воздействии, которое оказывают слои организационной структуры и которое я сравнил с детской игрой в испорченный телефон. Суть этой игры в том, что первый участник шепчет секрет второму, тот третьему и так продолжается до тех пор, пока последний игрок не скажет во всеуслышание то, что ему передали. Нет ничего удивительного в том, что окончательная версия не имеет ничего общего с первоначальной. Во время кризисов тоже играют в испорченный телефон. Информация, которую вы пытаетесь скрыть, рано или поздно станет известно и, переходя от одного сотрудника к другому, будет сокращаться, искажаться и терять первоначальный смысл. Этого можно избежать только в том случае, если вы сами ознакомите всех с возникшей проблемой. Если нет, то можете не сомневаться, что за вас это сделают другие и вы от этого только потеряете. Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Юристы нам не позволят. И вы совершенно правы. Во время кризиса ваши юисконсульты будут советовать вам говорить как можно меньше. Они предупредят вас о недопустимости впутывания в это дело какого-нибудь Джо или какой-нибудь Джойс, потому что необходимость их участия все еще не вполне очевидна. Нельзя сказать, что в этом нет ни доли здравого смысла. Но только не надо слепо следовать советам юристов. Они должны позволить вам сказать ровно столько, сколько вы сможете сказать. Но вы должны быть уверены в том, что будете говорить только правду и никакой полуправды. В истории бизнеса можно найти массу случаев полного раскрытия информации, но, судя по всему, компания Johnson & Johnson в этом смысле является высочайшим стандартом, благодаря тому подходу, с помощью которого она вышла из кризисной ситуации, связанной с Тейленолом. Чтобы рассказать о сложившейся ситуации и о ее масштабе, компания ежедневно устраивала пресс-конференции, причем иногда несколько пресс-конференций в день. Она открывала доступ на свои расфасовочные фабрики для наблюдения за производственными процессами и постоянно знакомила общественность с результатами своего расследования и тем, как осуществляется отзыв, подступивший в продажу продукции. Но, возможно, некоторые из лучших примеров полного раскрытия информации даст нам газетный бизнес. В 1980 году Вашингтон-Пост напечатала целую серию статьи, в которых описала, как одной из ее репортеров Джанет Кук удалось одурачить своих редакторов, читателей и жюри Пуллицеровской премии, поверивших в жуткую историю о восьмилетнем ребенке, пристрастившемся к героину. Или возьмем Нью-Йорк Таймс и напечатанные в нем материалы о ее собственном репортере Джейсоне Блэри, который сфабриковал бесчисленное множество статей. К расследованию газета привлекла своих лучших репортеров, которые подробнейшим образом осветили всю эту историю. Рядовые репортеры газеты и ее руководители порой попадали в такие драматические ситуации, что их репортажи воспринимались как сюжет мыльной оперы. Но в конечном счете репутацию Таймс спасла именно открытость, которую газета проявила во время этого кризиса. Чем больше она говорила о фальсификации Джейсона Блэра, тем больше люди ей доверяли. Чем больше она разоблачала те внутренние силы, которые позволили Блэру печатать свои фальшивки, тем лучше люди понимали, что газета делает все, чтобы найти решение тех глубоких проблем, которые привели к этому инциденту. Все это применимо к любому кризису. Чем более открыто вы говорите о проблеме, которая его вызвала и о том, как ее разрешить, тем больше доверия вы внушаете тем, кто наблюдает за вами, как внутри вашей организации, так и за ее пределами. А во время кризиса доверие это то, в чем вы постоянно нуждаетесь. Третье. Предпринятые вами и вашей организации меры по преодолению кризиса будут выставлены в самом худшем свете. В некоторых сферах бизнеса инсайдеры благодаря своей информации получают доли рынка. В других отраслях они увеличивают свои доходы или количество новых франчайзингов, открытых в течение года или улучшают показатели потребительской удовлетворенности. В журналистике они добиваются крушения империй и неспровержения императоров. Таким образом, их призвание в том, чтобы любым способом ставить под сомнение признанные авторитеты. Не сомневайтесь в том, что я говорю, это исходя из собственного опыта. В 2002 году во время моего ставшего достоянием широкой общественности развода возник спор, вызванный льготами, который предоставлял не контракт о собственном удержании, что было настоящим подарком для средств массовой информации. Но это едва ли можно назвать первым случаем, когда пресса перешла мне дорогу. Вскоре после вступления на должность исполнительного директора, когда компания вступила в период широкомасштабных сокращений штата, меня окрестили нейтронным джеком в честь бомбы, которая убивает людей, но оставляет строение. Годом позже меня назвали одним из самых крутых боссов Америки и уж поверьте, подтекст этого эпитета не был позитивным. В 1994 году во время кризиса Кидер-Пиболи мое фото появилось на обложке журнала Fortune под заголовком «На Уолл-стрит джека ждет кошмар». В статье выдвигался тезис о том, что крах морально-этических устоев банка Кидер-Пиболи был вызван давлением со стороны General Electric, которое повлияло на прибыли. Острые уколы прессы это ужасные испытания, они вас возмущают и приводят в ярость. Но в данном случае не имеет никакого значения ни то, насколько вы сами себя считаете невиновным, ни то, насколько высоко вы оцениваете эффективность, с которой ваша организация справляется со своими проблемами. Репортеры не будут подавать ситуацию в том виде, в каком вы ее представляете. Они расскажут о ней так, как сами ее увидели. С этим ничего не поделаешь, так уж устроен бизнес. Но когда у вас все в порядке, вы обычно с радостью читаете статьи с положительными отзывами. Что касается меня, то за свою карьеру я получил больше положительных отзывов прессы, чем объективно того заслуживал. Во время кризиса все кардинально меняется. Вас и вашу организацию изобразят в таком негативном свете, что вы сами себя не узнаете. Не отчаивайтесь. Вы и хотели бы изменить такое положение, но не сможете ничего сделать. Помимо выявления возникшей проблемы в полном ее масштабе, о чем мы говорили в предыдущем параграфе, вам надо собраться с мыслями и определить вашу позицию прежде, чем это сделают другие. Если вы этого не сделаете, ваша недальновидность будет истолкована как признание вины. Точно так же ведут себя и присяжные, но не адвокаты, когда кто-нибудь отказывается выступать в свою защиту. Но некоторые организационные кризисы не становятся достоянием широкой публики. Этого не происходит, когда менеджер среднего звена уходит вместе со всей своей командой. Или когда реорганизация предприятия или подразделения приводит к бесконечным размолвкам и вносит чудовищный беспорядок. Или в тех случаях, когда какого-нибудь крупного клиента не устраивает уровень вашего обслуживания и он отдает предпочтение вашему конкуренту. Или когда уволенный работник гневно обвиняет высшее руководство компании в дискриминации. Но даже если СМИ не проявляют интерес к этим событиям, они обязательно вызовут интерес у ваших работников. И в данной ситуации применимы те принципы, о которых мы уже говорили. Открыто обсудите сложившуюся ситуацию. Определите свою позицию. Объясните, почему возникла данная проблема и как вы намерены с ней справиться. И точно так же, как во время серьезных кризисов, вызывающих общественный резонанс, не забывайте о том, что у вас есть предприятие, которым надо руководить. Убедитесь в том, что вы продолжаете этим заниматься. Четвертое. Преобразование затронут как организационные процессы, так и персонал. Практически нет кризисов, которые заканчиваются без кровопусканий. Большинство кризисов формально заканчивается тем или иным урегулированием, финансовым, правовым или еще каким-либо. Затем начинается процесс устранения недостатков, то есть преобразования. Обычно в первую очередь перестройка идет внутри организации. Например, в ситуации с хронометражными картами мы ввели в действие предписание 2011, которое приводило в порядок все наши отношения с правительством. Это предписание было настолько детально разработано, что от нас требовалось лишь точно выполнять все его положения. Я не являюсь приверженцем бюрократизма, но ситуация с хронометражными картами потребовала введения именно таких механизмов. Иногда перестройки внутриорганизационных процессов бывает недостаточно. У нас уже 30 лет существовало предписание о действиях в случае обнаружения незаконных выплат предписания 24, введенное с целью предотвращения взяточничества. Но оно не помогло нам, когда в 1990 году региональный управляющий по сбыту продукции нашей компании Aircraft Engines вступил в тайный сговор с генералом израильских ВВС с целью перемещения денежных средств, предназначенных для опыта по основным контрактом General Electric на оплату поставок двигателей для израильских боевых самолетов F-16. Это было не шуточное дело. Чтобы запутать следы, эти двое открыли общий счет в швейцарском банке и ввели в дело несуществующего подрядчика из Нью-Джерси. Более полутора лет СМИ всего мира освещали этот кризис. Состоялись слушания в Конгрессе, а против работника General Electric Герберта Стейндлера было открыто уголовное дело. В конце концов он оказался за решеткой, а мы выплатили правительству штраф на сумму 69 миллионов долларов. В данном случае проблема заключалась не в организационном процессе, а в людях, которые не следили за соблюдением существующих правил. Никто на этом предприятии не знал, что Стейндлер на такое способен. Никто из них не получил и ломаного гроша с этой аферы, а иные с пренебрежением отнеслись к признакам надвигающейся угрозы. 11 сотрудникам пришлось уйти в отставку, 6 были понижены в должности, а четверо отделались выговорами. Кризисы требуют перемен. Иногда достаточно внести изменения в организационные процессы. Но обычно этим дело не заканчивается, потому что людям, которых затрагивает кризис, а иногда и тем, кто просто за ним наблюдает, требуется тот, кто возьмет на себя ответственность. Звучит ужасно, но кризисы редко заканчиваются без кровопусканий. Это трудная и малоприятная процедура, но, к сожалению, она часто бывает необходима, чтобы компания могла возобновить движение вперед. Пятое. Ваша организация все же уцелеет и благодаря тому, что случилось, станет еще сильнее. Нет такого кризиса, из которого нельзя извлечь уроки, даже если любой кризис для вас невыносим. Во время кризиса с хронометражными картами мы поняли, что когда имеешь дело с правительством, не должно быть никаких отклонений от регламента, даже если это означает введение множества детально разработанных бюрократических процедур. Это та цена, которую приходится платить за то, что имеешь дело с государственными структурами. Благодаря кризисной ситуации с компрессорами мы научились стойко переносить свое поражение и заблаговременно производить отзыв своей продукции. Это уменьшает убытки и окупается благожелательным отношением ваших клиентов. Инцидент скидер Пиболи научил нас тому, что никогда нельзя приобретать компанию с неприемлемым для нас стилем работы. Из скандала со взятками мы поняли, что предписания устаревают и даже умирают, если руководители не пытаются сохранить их жизнеспособность. Когда кризис уже позади, всегда возникает желание вычеркнуть его из памяти. Не делайте этого. Извлекайте из кризиса максимум пользы. При каждом удобном случае обучайте своих подчиненных тому, чему научились сами во время кризиса. Поступая так, вы будете передавать другим собственную невосприимчивость к кризисам. Кризисы будут всегда, но каждый раз, когда они разгораются, испытываешь ужас. В таких ситуациях чувствуешь себя так, словно твой дом горит, а ты не можешь из него выбраться. И хотя это трудно, но оказавшись в пекле кризиса, попытайтесь вспомнить о том, что языки пламени рано или поздно погаснут. И что это случится только благодаря вашим действиям. Вы открыто признаете масштаб возникшей проблемы и найдете ее решение. И в то же самое время будете руководить предприятием так, словно все уже позади. Потом наступит день и вы поймете, что все действительно уже позади. Дым рассеется, а поврежденные части строения будут заменены или отремонтированы. То, что случилось в прошлом, никогда не будет вызывать у вас радостные воспоминания. Но вернувшись в настоящее, вы увидите то, что возможно вас удивит. Вы поймете, что все вокруг вас стало лучше, чем прежде.